Грэм Макнил Фулгрим Часть первая Непревзойденный воин Пережитое испытание венчает триумф, а боль в сердце наполняет радостью. Чтобы познать истинное счастье, необходимо многое испытать, двигаться вперед и совершенствоваться. Нельзя достичь успеха без исправления ошибок, попрания невежества и несовершенства. Чтобы увидеть свет, надо пройти сквозь тьму. Примарх Фулгрим Достижение совершенства Совершенство достигается не в том случае, когда нечего добавить, а когда нечего отнять. Остян Делафур Мастер Камы «Единственно истинный рай – это тот, что для нас утрачен» Пандер Зенг – философ, предположительно живший в Аютархе 9 Индонезийского блока. Глава первая Сольный концерт «Увидеть сущность Лаэра» Для каждого из нас, говаривал Остян Делафур в тех редких случаях, когда его вынуждали высказаться о своем таланте. Опасность заключается не в том, что стоящая перед нами цель слишком высока и мы не можем ее достичь, а в том, что цель слишком низкая и мы ее поражаем. Затем он скромно улыбался, старался отойти на задний план и увернуться от дальнейших разглагольствований, ощущая неловкость от лести и изнемогая от всеобщего внимания. Только здесь, в захламленной студии, в окружении разбросанных повсюду резцов, молотков и рашпилей, которыми он отсекал кусочки мрамора, творя свои шедевры, Остян чувствовал себя комфортно. После нескольких часов созерцания он отошел от каменного блока, стоявшего в центре студии, и провел рукой по лицу и коротким, сильно вьющимся темным волосам. Сверкающий прямоугольник белого мрамора возвышался почти на 4 метра, и его поверхности еще не касался резец скульптора. Остян обошел вокруг гвыбы, провел серебряными руками по шероховатой поверхности, угадывая природную структуру мрамора и намечая место первого удара. Сервиторы доставили мрамор из грузового отсека гордости императора еще неделю назад, но до сих пор скульптор лишь рассматривал камень, намечая пути освобождения шедевра от каменной кожуры. Мрамор был доставлен на флагманский корабль детей императора из каменолом Непроконессус, что на Анатолийском полуострове, где добывалась большая часть материалов для постройки и украшения императорского дворца. Гвыбу вырубали вручную на горе Арарат, чьи крутые и неприступные склоны были известны богатыми залежами чистого белого мрамора. Ценность этого блока не поддавалась исчислению, и только благодаря личному вмешательству примарха детей императора она попала на корабль 28-й экспедиции. Остиан знал, что многие называют его гением, но сам он считал свои руки лишь инструментом для высвобождения уже живущего в мраморе образа. Его умение, скульптор из скромности не называл его талантом, заключалось в том, чтобы еще до первого прикосновения резца к камню увидеть полностью законченное произведение, скрытое внутри. Нетронутый мрамор мог принять любую форму, возникшую в мозгу художника. Остиан де Лафур был худощав с тонким серьезным лицом и узкими пальцами, заключенными в серебристый металл. Эти пальцы сверкали, словно ртуть, и вечно вертели какой-нибудь инструмент или любой подвернувшийся предмет, словно руки жили своей собственной жизнью, независимо от воли их хозяина. Под длинным белым балахоном скульптора скрывались отлично сшитый костюм и кремовая рубашка, и этот официальный наряд совершенно не соответствовал неприбранной мастерской, где Остиан проводил большую часть времени. «Теперь я готов», — прошептал Остиан. «Надеюсь, что так», — раздался за его спиной женский голос. «Если мы опоздаем на концерт, Беккия закатит истерику, ты же знаешь, как она относится к своим выступлениям». Остиан улыбнулся. «Нет, Сирена, я хотел сказать, что готов приступить к работе». Повернувшись к Сирене де Анжело, похожей на одну из устрашающих матрон, так прекрасно сыгранных Каролин Осенник, он развязал тесемки балахона и стащил его через голову. Женщина недовольно поморщилась, окинув взглядом царящий в студии беспорядок. Остиан знал, что ее мастерская была образцом опрятности. С одной стороны, строго по тонам, выстраивались тюбики с краской, с другой — кисти, мастихины и палитры, без единого пятнышка и сверкающие, словно только что вынутые из упаковки. Сирена была небольшого роста и обладала тем типом красоты, который заставлял ее недоумевать по поводу любого проявления внимания со стороны мужчин. И вместе с тем, она была величайшим художником в ордене летописцев. Кое-кто предпочитал пейзажи Келланда Роже, путешествующего с 12-й экспедиции Робаута Жиллемана, но Остиан был уверен, что Сирена превзошла Роже в мастерстве. «Даже если она сама этого и не подозревает», — подумал он, украткой глянув на ее руки, прикрытые длинными манжетами платья. Для сольного концерта Бекки и Кински Сирена выбрала длинное вечернее платье из кирюльянского шелка с невероятно жесткой баской, подчеркивающей грудь. Длинные истинно черные волосы, свободно распущенные, спускались до талии, обрамляя продолговатый овал лица и темные раскосые глаза. «Ты прекрасно выглядишь, Сирена», — сказал он. «Спасибо, Остиан». Сирена подошла ближе и поправила его воротничок. «А вот ты как будто спал в своем костюме». «Это хороший костюм», — запротестовал Остиан, пока она развязывала и вновь старательно затягивала аккуратный узел на его галстуке. «Хороший, еще не отличный, мой дорогой», — сказала Сирена. «Тебе это известно. После этого проклятого концерта Бекки возгордится еще больше, и я не хочу, чтобы она сказала, что мы, художники, смущали ее своим неопрятным богемным видом». Остиан усмехнулся. «Да, она скептически относится к прикладным видам искусства». «Это все от изнеженного воспитания в улех Европы», — заметила Сирена. «Скажи, я правильно поняла, ты готов приступить к работе?» «Да», — кивнул Остиан. «Готов. Теперь я вижу, что скрывается внутри. Мне осталось только освободить его». «Что ж, я думаю, лорд Флугрим будет рад это узнать», — сказала Сирена. Как я слышала, он просил изваления самого императора, чтобы доставить этот камень с Терры. «О, пожалуйста, не надо на меня давить», — попросил Остиан, когда Сирена отошла от него, убедившись, что скульптор выглядит должным образом. «Все будет прекрасно, дорогой. Ты и твои руки скоро заставят этот мрамор петь». «А как твоя работа?» — спросил Остиан. «Получается портрет». Сирена вздохнула. «Продвигается понемногу, но лорд Флугрим так жаждет боя, что у него почти не остается времени, чтобы мне позировать». Остиан заметил, что Сирена бессознательно начала почесывать ладони. «С каждым днем, пока я смотрю на незаконченную работу, она мне все больше и больше не нравится. Мне кажется, что надо бы начать все заново». «Не надо», — сказал Остиан, размыкая ее руки. «Ты преувеличиваешь. Все хорошо, и как только Лайран будет покорен, лорд Флугрим сможет позировать тебе столько, сколько нужно». Она улыбнулась, но Остиан понимал, что Сирена с трудом сдерживается. Он пожалел, что не в состоянии развеять меланхолию, овладевшую душой Сирены, и предотвратить вред, который она наносит самой себе. «Пойдем», — только и сказал он. «Нельзя заставлять Бекью ждать». Остиан не мог не признать, что Бекья Кински, музыкально одаренное дитя из европейского города Улья, была весьма привлекательной женщиной. Буйные синие волосы на ее голове напоминали ясное летнее небо, а черты лица свидетельствовали о хорошей наследственности и квалифицированной хирургической коррекции. Хотя, по мнению Остиана, чрезмерное количество декоративной косметики только отвлекало внимание от ее естественной красоты. Чуть ниже линии волос он заметил вживленные акустические устройства, а с головы свисало несколько тончайших проводков. Бекья обучалась в лучших академиях Терры, а затем стажировалась в недавно открытой консерватории, хотя, по правде говоря, время, проведенное в этом заведении, можно было считать потраченным зря. Преподаватели консерватории уже не могли научить ее ничему, чего бы она не знала. Люди слушали ее оперы и композиции во всех уголках галактики, и ее музыкальный талант был просто за рамками каких-либо сравнений. Ее музыка наполняла душу светом и, казалось, могла бы двигать горы. На борту гордости императора Остиан уже дважды встречался с Бекьей, и каждый раз ее чудовищно раздутое эго и непомерно высокое самомнение вызывали у него неприязнь. Но по какой-то неведомой причине Бекья, казалось, благоволила ему. Бекья в многослойном платье под цвет волос в одиночестве сидела на приподнятой сцене в противоположном конце концертного зала. Она опустила голову и внимательно осматривала клавесин, соединенный со множеством акустических излучателей, расположенных на стенах через равные промежутки по всему залу. Концертный зал представлял собой широкое, отделанное темными панелями помещение с порфировыми колоннами, освещенное неяркими люминесцентными сферами на гравитационных генераторах. Мозаичные стеклянные окна с изображениями Астарта с региона детей императора в пурпурно-красных плащах занимали одну стену, а вдоль второй стояли мраморные бюсты, по слухам, высеченные самим примархом. Остиан мысленно пообещал себе позже осмотреть их внимательнее. Зал собрал около тысячи слушателей, некоторые пришли в бежевых одеждах летописцев, другие в строгих черных мундирах адептов Терры. Кое-кто выделялся сшитыми на заказ мундирами, брюками с лампасами и высокими черными сапогами, что выдавало представителей имперской знати. Они специально присоединились к 28-й экспедиции, чтобы послушать выступления Бекии. Были среди слушателей и солдаты имперской армии, старшие офицеры в шлемах с плюможами из перьев, копейщики кавалерии в золотых калетах и блюстители дисциплины в красных плащах. В концертном зале царило смешение всевозможных цветов, а брясание шпор по деревянному полированному полу перекликалось со звоном парадных сапель. Многообразие мундиров поразило Остиан. «Как могут все эти офицеры находить время для посещения подобных мероприятий?» Удивился он. «Разве мы не находимся в состоянии войны с чужеродной нацией?» «Дорогой мой Остиан, время для искусства всегда найдется», ответила сирена, принимая два хрустальных кубка искрящегося вина от одного из ливрейных лакеев, беспрестанно снующих по залу. «Война, безусловно, жестокая госпожа, но она ничто в сравнении с музыкой Бекки и Кински. «Не вижу причин, почему я должен здесь находиться», заметил Остиан, пригубив вино и наслаждаясь освежающей прохладой напитка. «Она же сама тебя пригласила, дурачок, а перед просьбой Бекки мало кто может устоять». «Но она мне даже не нравится», — возразил Остиан. «Почему я должен обращать внимание на ее приглашение?» «Потому что ты ей нравишься, глупый», — сказала сирена и шутливо ткнула его в бок локтем. «Надеюсь, ты понимаешь, что это значит». Остиан вздохнул. «Не могу понять, как это могло случиться. Я едва ли перекинулся парой слов с этой женщиной. Она редко позволяет вернуть хоть словечко кому-нибудь из своих собеседников. Можешь мне поверить?» Сирена ласково дотронулась своей изящной ручкой до его запястья. «Ты и сам хочешь здесь быть?» «В самом деле, просвити меня на этот счет. Ты ведь еще ни разу не слышал, как играет Бекки, не так ли?» С улыбкой спросила его сирена. «Я слышал ее записи». «Мальчик мой!» Она театрально закатила глаза, словно падая в обморок. «Если ты своими ушами не слышал игру Бекки и Кински, ты не слышал ничего. Тебе понадобится несколько носовых платков, поскольку слезы будут литься ручьями. А перед выступлением следует принять успокоительное, чтобы не слишком лихорадило от восхищения». «Прекрасно!» Буркнул Остиан, уже жалея, что не остался в своей мастерской с глыбой мрамора. «Что ж, я остаюсь». «Не сомневайся», усмехнулась сирена. «Ты об этом не пожалеешь». Шум голосов в зале постепенно стал стихать. Сирена отняла свою руку от запястья Остиана и прикоснулась пальцем к губам. Скульптор оглянулся, ища причину наступившей тишины, и увидел, что в концертном зале появилась высокая фигура в белом одеянии с длинными светлыми волосами. «Астартес!» – выдохнул Остиан. «Я не думал, что они настолько огромны». «Это первый капитан Юлика Эссарон», – пояснила сирена, и в ее голосе он уловил нотку самодовольства. «Ты с ним знакома?» «Да, он попросил меня написать его портрет», – просияла сирена. «Мне стало известно, что он покровительствует искусством. Он очень приятен в общении и обещал информировать меня о предоставляющихся возможностях». «Возможностях?» – переспросил Остиан. «Что это за возможности?» Сирена не успела ответить, поскольку люмосферы, постепенно сбавляя яркость, погасли, и по залу пронеслось нетерпеливое шиканье. Взглянув в сторону сцены, Остиан заметил, что Беккия положила руки на клавиатуру клавесина. Едва акустические излучатели в точности воспроизвели и усилили начало мощной увертюры, Остианам внезапно овладело непреодолимое романтическое чувство. А потом представление началось, и шторм звуков обрел очертания мелодии и развеял неприязнь Остиана к Бекке. Сначала он услышал отдельные капли дождя, потом поднялся симфонический ветер, и вот уже вовсю разбушевался ливень. Он слышал звон и шелест воды, хлещущие порывы бури и грохотание грома. Остиан даже поднял голову, почти ожидая увидеть над собой тяжелые тучи. Музыка крепла, и в зале заметались голоса тромбонов, пронзительные стоны флейт и громогласные удары летавр. Они сливались в страстную симфонию, повествующую дивную эпическую историю на каком-то прекрасном и очень ясном языке, хотя позже Остиан совершенно не мог вспомнить, о чем была эта песня. К оркестру присоединились голоса вокалистов, хотя на сцене не было никого, кроме Бекки, а музыка продолжала греметь, призывая к миру, радости и братству людей. Душа Остиана воспарила, а затем была низвергнута в пропасть, и он ощутил на своем лице слезы отчаяния, но мощная кульминация симфонии снова подняла его в небеса. Он искоса взглянул на сирену и понял, что и ее обуревают те же чувства, отчего возникло желание привлечь ее к груди и разделить радостный восторг. Остиан снова перевел взгляд на сцену. Бекки раскачивалась, словно сумасшедшая, ее сапфировые волосы рассыпались по лицу, а пальцы кружили над клавишами, как танцующие дервиши. Внезапно внимание Остиана отвлекло какое-то движение в рядах восхищенных слушателей. Он заметил, как какой-то аристократ в серебряном нагруднике и синем флотском мундире с высоким воротником, наклонившись, прошептал своей спутнице несколько слов. В то же мгновение музыка смолкла, и Остиан вздрогнул, как от удара. Музыка не просто смолкла, ее словно вырвали из сердца. Обрушившаяся на зал тишина породила в его груди болезненную пустоту и яркую ненависть к невоспитанному аристократу, чье поведение стало причиной преждевременного конца. Бекья встала из-за инструмента. Ее грудь в изнеможении вздымалась, а на лице пылал огонь несдерживаемой ярости. Она с ненавистью вперила взор в аристократа. «Я не буду играть для таких свиней!» — крикнула она. Мужчина в гневе вскочил со своего места. «Я не потерплю оскорблений, женщина! Перед тобой Палжер Дорджи, шестой маркист клана Терроват и Патрицией Терры. Изволь относиться ко мне с почтением!» Бекья плюнула на подмостки. «Ты хвастаешься тем, что досталось тебе по прихоти рождения, а я создала себя сама! Здесь тысяча аристократов Терры и только одна Бекья Кински!» «Я требую, чтобы ты продолжала концерт, женщина!» — закричал аристократ. «Ты не представляешь, сколько веревочек пришлось натянуть, чтобы меня включили в состав этой экспедиции! И все ради того, чтобы послушать твою игру!» «Не знаю и не желаю знать!» — бросила Бекья. «Такой гений, как я, достоин любой цены! Удвойте ее, утройте, и вы даже отдаленно не узнаете стоимости того, что услышали сегодня вечером! Но это несущественно, поскольку я больше не буду играть!» Зал горестно загудел, умоляя возобновить концерт. Но Бекья Кински была не склонна уступать просьбам публики, пока от входа в концертный зал не раздался еще один могучий голос. «Госпожа Кински!» Все головы повернулись на этот властный оклик, и Остиан, увидев, кто успокоил толпу, почувствовал, как лихорадочно забилось его сердце. В дверях стоял фулгрим-фениксиец. Еще ни разу в жизни взгляд Остиана Деллафура не останавливался на более могущественном создании, чем примар. Его доспехи цвета аметиста сверкали, словно только что вышли из оружейной мастерской. Золотые полосы на нем блестели солнечными лучами, и каждая пластина брони была украшена искусной чеканкой. Длинный кольчужный плащ не спадал с плеч, а высокий пурпурный ворот и крыло имперского орла, распростертое над левым плечом, оттеняли черты бледного лица. У Остиана тотчас возникло желание высечь статую фулгрима из мрамора. Он понимал, что прохладный камень превосходно передаст оттенки светящейся кожи примарха, доброжелательный взгляд, улыбку, спрятавшуюся в уголках глаз, и мерцающую белизну рассыпавшихся по плечам волос. Все присутствующие в восторге от совершенства, к которому никто и не надеялся приблизиться, склонили головы перед величием фулгрима. «Ты не хочешь играть для маркиза? Так, может, согласишься сыграть для меня?» – спросил фулгрим. Бек Якинский кивнула, и концерт продолжился. Впоследствии сражения за Атол-19 будут описывать как незначительную стычку, предшествующую зачистке Лайрана, прелюдию к грядущей битве. Но для штурмгруппы второй роты Детей Императора под командованием Соломона Деметра это сражение оказалось гораздо более жестоким и напряженным, чем простая стычка. Зеленые раскаленные стрелы энергетических зарядов со злобным воем проносились по извилистым улицам, плавили углы зданий и разрушали боевые доспехи атакующих Астартес при первом же касании. Яростный треск огня и пронзительный свист проносящихся ракет смешивались с тяжелым грохотом болтерной стрельбы и завыванием горнов коралловых башен. Соломон вел своих Астартес по лабиринту переходов и улочек на соединение с отделениями Мария Вейросиана. Витые башни из прозрачного коралла над их головами издавали рев, словно какие-то гиганты трубили в раковины морских моллюсков. А ряды гладких, окаймленных бортиками окошек напоминали акустические отверстия музыкальных духовых инструментов. Весь атолл был образован из этого почти невесомого, но чрезвычайно прочного материала. И адепты механикум горели желанием разгадать, каким образом гигантские сооружения держатся над поверхностью безбрежного океана планеты. Из неприятно изощренных строений ксеносов неслись визгливые крики, вторя реву самих башен, а отвратительный скрип ползущих отовсюду врагов служил фоном этой какафонии. Соломон Деметр пригнулся у волнистой колонны из розового с прожилками коралла и ловко вогнал очередную обойму в свой сделанный по заказу болтер. Все поверхности оружия и внутренний механизм были вручную доработаны личным оружейником капитана. Скорострельность болтера лишь в малой степени превосходила серийное оружие, но зато болтер ни разу не дал осечки, а Соломон был не из тех людей, кто готов доверить свою жизнь, не доведенному до совершенства изделия. «Гай!» — громко окликнул он своего заместителя, Гая Кафина. «Ради фениксийца! Куда пропало отделение Тонториона?» Его лейтенант покачал головой, и у Соломона вырвалось проклятие. Значит, лаэры уже перехватили направляющийся к ним мотострелковый отряд. Этим лаэрам нельзя отказать в сообразительности. Он, с сожалению, вспомнил о тягостной утрате флангового отряда капитана Аэсона, после чего обнаружилось, что лаэры каким-то образом сумели вывести из строя вокс-связь. Сама мысль о том, что ксеносы способны на столь неистовое сопротивление легиону Астертес, казалось нелепой, но это лишь побуждало воина Фулгрима уничтожать их с еще большей яростью. Соломон Деметр являл собой истинное воплощение Астертес. Его темные волосы были острижены очень коротко, почти наголо, кожа потемнела под лучами бесчисленных солнц, а подвижные черты лица только подчеркивали крепкие скулы. Он счел ниже своего достоинства надевать шлем, к тому же не хотел, чтобы его приказы по вокс-сети прослушивались лаэрами, а если любой из их снарядов попадет в голову, он все равно будет мертв, в шлеме или без него. Теперь, когда Соломон знал, что на помощь воздушных сил рассчитывать не приходится, пришло понимание, что его штурмовикам придется не сладко. Продолжать атаку без должной подготовки и поддержки претило его стремлению к порядку и совершенству, но он не мог не признать, что шанс самостоятельно справиться с возникшей ситуацией его приятно возбуждает. Некоторые командиры утверждали, что им часто приходится сражаться, не имея в своем распоряжении желаемого количества воинов. Но для большинства детей императора такое положение считалось неприемлемым. «Гай, нам придется все сделать самим!» закричал Деметр. «Обеспечь плотную стрельбу! Не дай этим ксеносам поднять головы!» Кафин кивнул и короткими четкими жестами передал приказ отделениям, рассредоточенным среди руин площадки, которую только в насмешку можно было бы назвать зоной высадки. Позади еще дымился разгромленный штурмкатер, чье крыло еще на подходе было снесено вражеской ракетой. И Соломон знал, что удержаться в воздухе и дотянуть до летающего атолла им помогли только чудо и мастерство пилота. Он с содроганием представил себе, что все они могли погрузиться в толщу бескрайнего океана и навеки затеряться среди затопленных руин древних городов Лаэра. Десант не стал для Лаэров неожиданностью, и вот уже семь воинов больше никогда не смогут сражаться. Соломон не имел понятия, какие потери несут другие подразделения, но не сомневался, что им пришлось не легче, чем его штурмовикам. Он рискнул выглянуть из своего укрытия. Слегка искаженные пропорции и округлые очертания колонны, за которой он стоял, оставляли странное впечатление. Да и все остальные конструкции на этом атолле вызывали раздражение всех его чувств. И бурная неумеренность света, и странные формы, и шум, оскорблявший слух откровенным неистовством. Его взгляду открывалась широкая площадь, в центре которой в небо бил столб испепеляющей энергии, окруженный ослепительно сиявшим коралловым кольцом. На всех атоллах были разбросаны десятки подобных сооружений, и адепты механикум считали их главной причиной того, что летучие атоллы не падают в океан. На Лайране почти не осталось суши, и захват атоллов без их разрушения должен стать ключом к успеху всей последующей кампании. Эти островки Тверди впоследствии могли превратиться в отправные точки для всех атак, и сам Фулгрим объявил, что источники энергии, удерживающие атоллы в воздухе, должны быть захвачены любой ценой. Соломон заметил и лаэрских воинов, скользивших у основания энергетического столба. Их передвижения были плавными, но в то же время неимоверно быстрыми. Первый капитан Каэссарон лично поручил второй роте обеспечить безопасность площади, и Деметр на крови поклялся, что не подведет. Гай, забирай своих людей и направляйтесь к площади справа. Не высовывайтесь. У них наверняка там тоже имеются заслоны, чтобы вас задержать. Передайте Лонию, чтобы он то же самое повторил с левой стороны. А ты? Отозвался Каффин, с трудом перекрикивая грохот стрельбы. Куда ты пойдешь? Соломон усмехнулся. Куда еще, как не в центр. Я возьму с собой отряд Чермосиана, но не раньше, чем отделение Галдаары займет подходящую позицию. Никто не должен трогаться с места, пока не будет обеспечена достаточно плотная огневая поддержка, чтобы я мог выдвинуться вперед. Капитан, засомневался Каффин. Не сочти за оскорбление, но ты уверен, что это правильный выбор? Соломон передернул затвор своего болтера. Ты слишком заботишься о правильном выборе, Гай. Мы просто должны хорошенько разобраться в ситуации и учесть все возможные последствия. Ну, если ты так считаешь... Протянул Каффин. Да, я так считаю! Рявкнул Соломон. Вероятно, нам не удастся на этот раз действовать по науке, но, клянусь кемосом, мы справимся! А теперь передай приказы! Соломон, ощущая знакомое возбуждение, предшествующее очередной схватке с врагами, подождал, пока команды будут переданы воинам его роты. Деметр знал, что Каффин не одобряет действий не по правилам, но Соломон был твердо уверен, что в таких тяжелых обстоятельствах воины закаляются и приближаются к совершенству, воплощенному в их примархе. Сержант Чармосиан поравнялся с Соломоном, а его ветераны собрались вокруг, прячась в тени ближайших зданий. «Сержант, ты готов?» спросил Соломон. «Всегда готов, сэр!» ответил Чармосиан. «Тогда вперед!» крикнул Деметр, услышав грохот огневой поддержки отделения Галдаары. Гул и взрывы крупнокалиберных снарядов словно открыли ему путь и послужили сигналом к действию. Соломон выскользнул из укрытия и устремился к потрескивающей энергетической башне. Навстречу Астартес взметнулись зеленые стрелы вражеских снарядов, но было ясно, что стрельба ведется наугад. Прикрывающий космодесантников огонь был настолько мощным, что Лаэры предпочли не высовываться. По обеим сторонам от Соломона грохотали болтерные выстрелы, и он понял, что Кафин и Тилоний тоже пробиваются к площади. Вслед за ним бежали ветераны Чармосиана, стреляя на ходу с бедра. Едва Деметр подумал, что возможно удастся подобраться к энергетическому столбу, не встретив особого сопротивления, как Лаэры бросились в контратаку. Объединенные в одну нацию Лаэры были первой народностью, с которой столкнулись дети императора после того, как расстались с лунными волками на триумфальном Улланоре. Радостные возгласы того знаменательного дня до сих пор звенели у них в ушах, и зрелище собравшихся на торжество примархов оставило незабываемые воспоминания в сердце каждого из детей императора. Во время братского прощания с Фулгримом Хорус назвал этот день окончанием и одновременно началом, поскольку теперь он стал регентом императора, воителем и командующим всеми имперскими силами. После возвращения императора на Терру ему были переданы миллиарды воинов и право разрушать миры. Воитель. Этот титул был новым, учрежденным специально для Хоруса, и примархам еще только предстояло осознать его значение, ведь им придется подчиняться приказам своего брата, которого еще недавно они считали равным. Дети императора с радостью приняли это назначение, поскольку они давно считали лунных волков своими братьями. Из-за ужасного несчастного случая при формировании легиона, дети императора были почти уничтожены, но Фулгрим, подобно Фениксу, смог возродить свой легион, за что и получил прозвище Фениксиец. В период восстановления, пока Фулгрим заново создавал свой легион, он и несколько уцелевших Астартес почти целое столетие сражались бок о бок с лунными волками. С Терры и родного мира Фулгрима, Кемоса, были набраны новые рекруты. Легион быстро вырос и под покровительством Хоруса превратился в одну из самых могущественных армий в галактике. Сам Хорус признал, что легион детей императора лучший из тех, с кем ему приходилось сотрудничать. Теперь, имея за плечами опыт нескольких десятилетий войн, дети императора имели достаточно сил, чтобы самостоятельно продолжить Великий Крестовый Поход и проложить в галактике свою дорогу. И впервые за сто лет им предстояло самостоятельно вести борьбу с Ксенусами. Воины легиона жаждали испытать себя в бою, и Фулгриму не терпелось наверстать время, потраченное на восстановление сил. Он стремился раздвинуть границы Империума и показать, насколько отважны и сильны его воины. Первый контакт с Лаэрами состоялся в тот момент, когда один из передовых кораблей разведчиков 28-й экспедиции обнаружил признаки цивилизации в окрестностях двойной звезды, а затем определил, что здесь образовалось высокоразвитое общество. Поначалу чуждая раса не проявляла открытой враждебности к имперским силам, но когда к их родному миру был выслан отряд разведчиков, Лаэры решительно воспротивились намерениям 28-й экспедиции. Небольшой, но мощный военный флот чужаков атаковал имперские суда на подступах к центральной планете и уничтожил их все до единого, не потеряв при этом ни одного своего корабля. Из той скудной информации, что удалось собрать до трагического столкновения, адепты механикум смогли узнать, что народ называет себя Лаэрами, а их технологии могут сравниться, а кое в чем и превзойти технологии империума. Большая часть населения Лаэров была сконцентрирована на коралловых городах-атоллах, курсирующих в небесах Лаэрана. По всем признакам, эта океаническая планета лишилась своих материков после таяния полярных ледяных шапок. Теперь из бескрайнего океана, занимающего почти всю поверхность мира, торчали только отдельные пики, когда-то бывшие вершинами самых высоких гор. Чиновники из Совета Терры постановили, что поскольку завоевание столь развитой расы может стать слишком долгим и дорогим мероприятием, мир можно превратить в протекторат империума. Но Фулгрим отмел все их доводы одной, ставшей знаменитой фразой. «Только человечество способно на совершенство, а для любой чуждой расы иметь идеи технологии, сравнимые с человеческими, просто недопустимо. Нет, лаэры заслуживают только уничтожения». И после этого началась зачистка лаэрана. Глава вторая. Врата Феникса Арея будет править в пламени. Из всех кораблей 28-й экспедиции гордость императора был самым величественным. С выкрашенной в пурпур броней с золотыми вставками в окружении эскорта и судов сопровождения, боевых крейсеров, челноков и армейских транспортов, он царственно парил на орбите сапфирового мира лаэран. Кораблестроители Юпитера заложили его киль 160 лет назад за проектированием и постройкой лично наблюдал главный фабрикатор Марса, а каждый компонент вручную приводился в соответствие с чрезвычайно строгими требованиями. На сооружение корабля ушло вдвое больше времени, чем это требовалось для любого другого судна такого же Тоннажа. Но флагманский корабль примарха Третьего легиона Детей Императора невозможно строить в спешке. Дислокация 28-й экспедиции представляла собой образец маршевого построения. Все корабли ошвартовались над лаэраном в безукоризненном порядке, как того требовала военная доктрина, и ни один вражеский летательный аппарат не мог ускользнуть от внимания хищников имперской флотилии. Суда лаэров, которые доказали свою опасность в столкновении с разведывательным отрядом, благодаря превосходству сил экспедиции и военному мастерству Фулгрима, были превращены в обломки, и теперь, подобно поясу астероидов, вращались вокруг шестой планеты системы. Хотя мир внизу был известен как лаэран, его официальным названием стало номер 28-3, поскольку это был третий мир, приведенный к согласию 28-й экспедиции. Учитывая яростное сопротивление, оказанное штурмгруппе явно несогласными обитателями, такое переименование можно было счесть слегка преждевременным, но согласие было неизбежным, и употребление нового названия посчитали вполне допустимым. По обе стороны от флагмана примарха двумя часовыми застыли Андроний и мужество Фулгрима, оба были одеты в пурпурно-золотую броню, оба имели на своем счету немало славных побед. Звенья хищников курсировали от одного корабля к другому, сопровождая гордости императора всех высших офицеров, поскольку теперь, когда вражеский флот был уничтожен, примарх собирался раскрыть планы по дальнейшему усмирению этого мира. Противоречивые эмоции были непривычны такому человеку, как первый капитан Юлий Каосарон, и в сложившейся ситуации он чувствовал себя довольно неловко. В парадной пурпурной тоге елоцирне красного цвета в сопровождении своего советника Ликаона и трех посыльных несущих его шлем, меч и край мантии он представлял собой весьма внушительную фигуру, быстрым шагом направляющуюся Гелиополису. С шеи Каосарона на золотой чеканный нагрудник брони спускалась цепочка с подвеской из огненно-красного янтаря. Патрицианские черты лица не отражали ни малейшего намека на внутреннее беспокойство. Обнаружить свою тревогу значило открыто признаться в сомнениях по поводу действий примарха, а это было бы недопустимой оплошностью. Вся эта процессия шествовала по широкому торжественному переходу с высокими ониксовыми колоннами и светлыми простенками из прохладного мрамора между ними, на которых золотыми буквами излагалась славная история Великого Крестового Похода и повествование об одержанных победах. Гордости императора изначально предстояло стать наследием Фулгрима и даже ее стены несли на себе историю Империума. Вдоль всего коридора стояли статуи героев легиона, а картины в золотых рамах, пожертвованные летописцами экспедиции, добавляли к холодной торжественности помещения ярких красок. Куда мы так спешим? спросил Ликаон. Он тоже был в сверкающих полированных доспехах, хотя и не таких роскошных, как у первого капитана. Мне казалось, что примарх обещал подождать твоего прихода и только потом открыть свои планы относительно дальнейшего курса экспедиции. Обещал, бросил Юлий и ускорил шаг к большому неудовольствию своих спутников. Но для того, чтобы выполнить его требования, я должен как можно скорее спуститься на 28-3. Месяц, Ликаон! Он хочет, чтобы Лайран был приведен к согласию всего за один месяц! «Люди готовы», заверил его Ликаон. «Мы сможем это сделать». «Я в этом не сомневаюсь, Ликаон, но смерть поджнет немалую жатву. Слишком дорогая цена». «Штурмкатера в полной готовности стоят на пусковых рельсах и ждут только твоего слова, чтобы отправиться на Лайран». «Я знаю», кивнул Юлий, «но нам придется подождать приказа примарха, чтобы начать высадку». «Даже после того, как штурмгруппа капитана Деметра уже спустилась на поверхность?» спросил Ликаон, глядя на караульных астарты с копьями, стоявших вдоль всего перехода через равные промежутки. Хоть они и стояли неподвижно, словно статуи, в каждом угадывалась готовность к мгновенному действию, отличавшая всех воинов детей императора. «Даже теперь», подтвердил Юлий, «Было бы аполитично начинать полномасштабную кампанию без консультации с другими офицерами экспедиции, так что высадка штурмгруппы означает лишь предварительную разведку боем, а не старт всей кампании». Ликаон пожал плечами и покачал головой. «Какой смысл беспокоиться о мнении офицеров экспедиции? Примарх отдает приказы, и их дело поступать так, как он считает нужным, это единственное, что согласен со словами Ликаона, он не стал отвечать, и лишь мысленно посетовал, что не ему довелось вести воинов передового отряда. Он успел прослушать первые донесения Соломона и Мария, ведущих в этот момент тяжелые бои за летучий клочок суши, известный под названием Атолл-19. И чем больше поступало информации, тем сильнее разгорался его гнев. Но примарх приказал ему присутствовать на военном совете, где будут обсуждаться планы 28-й экспедиции в войне против ксеносов, а такие приказы невозможно игнорировать. Юлий уже знал, что скажет Фулгрим своим старшим офицерам, и у него до сих пор перехватывало дыхание от смелости и размаха планов примарха. Не надо было носить звание первого капитана детей императора, чтобы предугадать реакцию офицерского корпуса. «Хватит разговоров, мы уже пришли», сказал он, завидев впереди грандиозные врата феникса, высокий бронзовый портал, на котором изображалась символическая передача Фулгриму императорского орла. Орел был личной эмблемой императора, и в знак особого расположения повелитель приказал, чтобы только воины третьего легиона Фулгрима носили его изображение на своих доспехах. Честь, оказанную детям императора, было невозможно переоценить. При виде портала Юлий ощутил в душе прилив гордости и поднял руку, чтобы коснуться отчеканенного на нагруднике доспехов изображения величественной птицы. Перед вратами феникса тоже стояли часовые, и при приближении первого капитана они низко поклонились, стукнув в пол древками копий. Тем временем огромные бронзовые створки плавно раздвинулись, выпустив наружу луч яркого света и гул голосов. Юлий с уважением кивнул стражникам и вошел в Гелиополис. Соломон рывком повернул болтер навстречу летящему по воздуху существу, которое грозило разорвать его надвое своими когтями. Палец тотчас нажал на курок и дуло выплюнуло очередь снарядов. Искры и брызги желтой крови запятнали пурпурно-золотые доспехи, а враг бесформенной рваной грудой рухнул на землю. Но за ним последовали другие, и вскоре вся площадь кишела ксеносами. Внешне лаэры очень сильно отличались друг от друга, их биологические формы явно зависели от принадлежности к различным родам войск. За короткий промежуток времени, проведенный в этом океаническом мире, Соломон видел крылатых особей, амфибий и множество других вариантов основных форм аборигенов. Были ли эти различия следствием генетической мутации, или появились в результате действий инженеров-биологов, Соломон не знал, да и не очень-то хотел знать. Те, с которыми он сражался сейчас, были высокими, чрезвычайно гибкими монстрами со змеиным туловищем в нижней части, что было общим для всех лаэров, и одетым в серебряные доспехи мускулистым торсом, из которого торчали две пары конечностей. В верхней паре рук они держали длинные, искрящие энергетическими разрядами клинки, по форме напоминавшие сабли, а на нижних конечностях имелись энергетические узлы, выпускающие смертоносные зеленые лучи. Круглые головы лаэров напоминали головы насекомых с блестящими фасетчатыми глазами и выступающими мандибулами, которые при атаке издавали резкий виск. Соломон крутился на одном месте и стрелял в каждое извивающееся тело, выползающее из глубоких укрытий, вырытых в толще кораллового атолла. Ветераны отделения образовали по обе стороны от капитана изогнутую линию, и каждый воин целенаправленно пробивался к назначенному заранее месту, с каждым шагом оттесняя лаэров в центр площади к потрескивающему столбу энергии. Дети императора неудержимо прорывались через кричащие руины парящего над океаном города, болтерные снаряды рассекали воздух и взрывы разбрасывали осколки кораллов. Без внутренней вокс-связи Соломон не мог узнать, как справляются Кафин и Тилоний, но он доверял их опыту и отваге и надеялся вскоре увидеть их на площади. Соломон сам одобрил назначение в штурмгруппу обоих отделений и, что бы с ними теперь не случилось, чувствовал свою ответственность. Из ранее незамеченного туннеля неожиданно полыхнуло зеленое пламя и трое Астартес остались лежать на земле. Их броню и плоть поразил заряд электрохимической энергии. «Противник на фланге!» крикнул Соломон и его воины отреагировали на новую угрозу с отточенной сноровкой. Едва из укрытия появились лаэры, на них обрушились дружные залпы болтерного огня. Первые из детей императора, встретившие врага, быстро уступили свои позиции товарищам и теперь перезаряжали оружие. Соломон с гордостью наблюдал за их безукоризненным боевым строем, недосягаемым идеалом для воинов любого другого легиона. Для детей императора были неприемлемы неудержимые всплески ярости, характерные для волков руса, или буйная демонстрация силы, как у всадников Джагатая хана. Легион Фулгрима воевал согласно холодному, клинически точному расчету и побеждал благодаря своему превосходству и дисциплине. Справа от Соломона к небу взметнулся гриб мощного взрыва, послышался треск разбитого коралла, и витая башня раковина рухнула в облаках огня и дыма, а ее отвратительные трубы, разбившись в дребезги, наконец-то замолкли. Дети императора уже прошли по площади около сорока метров, их строй уже приближался к центральному углублению и засыпанному обломками открытому пространству. Энергетический столб был уже так близко, что они ощущали исходящий от него жар, и Соломон отдал приказ окружить объект, но Лаэры возобновили контратаки. Их силуэты мелькали среди руин разрушенных строений, смертоносные зеленые лучи и болтерные снаряды беспрестанно пересекали площадь во всех направлениях, воздух разрывали оглушительные взрывы. На детей императора устремилась живая лавина, змеиное туловище с завораживающей скоростью скользили по неровной поверхности, и Соломон понял, что время перестрелок закончилось. Он бережно положил свой болтер у ног и выдернул из спинных ножен цепной меч. Как и болтер, клинок был в значительной степени усовершенствован в оружейной мастерской гордости императора под строгим надзором Мария Вайросиана. И лезвие, и рукоять стали намного длиннее, чтобы увеличить дальность поражения и обеспечить возможность двуручной хватки. Эфес украшали распростертые крылья, а рукоять венчала бронзовая голова могучего орла. Соломон нажал кнопку активации. Обнажить клинки! громко приказал он. Дети императора с синхронным плавным движением обнажили мечи, и в солнечных лучах одновременно сверкнули десятки лезвий. Лаэры обрушились на детей императора волной сверкающего серебра и ртуки, ощетинившейся тысячами лезвий и когтей, и Астартес шагнули им навстречу, чтобы сразиться лицом к лицу. Выкованная на Марсе сталь столкнулась с чужеродными клинками, и лязг оружия пронесся по всему городу. Соломон пригнулся, уворачиваясь от нацеленного в голову удара, уклонился от второго клинка Лаэра и тотчас вонзил меч в щель между доспехами и нижней змеиной частью туловища. Зубцы меча забуксовали в костях позвоночника, но Соломон продолжал налегать на рукоять, пока не разрубил врага надвое. Его воины сражались со спокойной сосредоточенностью, они были уверены в своем превосходстве и видели рядом с собой своего командира. Соломон выдернул меч из тела убитого чужака и шагнул вперед. Остальные Астарта следовали его примеру и пробивали путь беспощадными ударами мечей. Первым предупреждением о надвигающейся угрозе стали внезапный сильный толчок, от которого вздрогнула земля и последующий глухой гул. Потом мир качнулся и Атол сильно наклонился. Соломон не удержался на накренившейся площади и скатился в одну из бесчисленных воронок, оставленных на площади взрывами. Он осмотрелся в поисках причины такого поведения Атолла и ничего не увидел, но с обеих сторон площади по-прежнему доносились звуки ожесточенного сражения. Если верны предположения Адептус Механикум и Атолл поддерживают в небе энергетические столбы, то, похоже, один или несколько таких источников на Атолле разрушены. Поднявшись, Соломон убрал меч в ножны и стал карабкаться по каменному склону воронки. Едва он добрался до верхнего края, как волосы на затылке зашевелились в предчувствии опасности. Взглянув вверх, он увидел над кромкой силуэт Лаэра. Соломон потянулся за мечом, но Лаэр оказался проворнее и набросился, не дав возможности обнажить оружие. Юлий Каосарон сотни раз бывал в Гелиополисе, но каждый раз красота и величие зала, его уходящие вверх стены из светлого камня, ряды статуй на золоченых пьедесталах, поддерживающие широкий сводчатый купол потолка, лишали его дара речи. Искусная мозаика, слишком далекая, чтобы рассмотреть детали, украшала своды купола, а между рифлеными пилястрами из зеленого мрамора свисали шелковые пурпурные золотом знамена. Из центра купола падал яркий луч сфокусированного звездного света и ослепительно блестел на мозаичном полу. Отполированные кусочки мрамора и кварца, добавленные в раствор при заливке пола, превращали его в темное зеркало, словно отражавшее космическое небо. В лучах света плясали мельчайшие пылинки, и воздух был наполнен дымом ароматических воскурений. От стен круглого зала спускались ряды мраморных скамей. Здесь заседал совет Фулгрима, и было достаточно места, чтобы разместиться двум тысячам человек, хотя на сегодняшнем военном совете собралось не более четверти от этого количества. В самом центре светящегося столба стояло кресло из полированного черного мрамора, и с этого трона лорд Фулгрим давал аудиенции своим воинам и выслушивал их петиции. Хотя примарх еще не удостоил собрания своим присутствием, даже пустое кресло свидетельствовало о его могуществе. На мраморных скамьях Юлий увидел офицеров 28-й экспедиции. Он направился к своему месту в самом нижнем ряду, приветствуя на ходу тех, кого знал в лицо, и отмечая тревожные взгляды, которые вызывала его Алая Лацерна. Те, кто имел опыт дружбы с детьми императора, не могли не знать, что этот плащ означал готовность воина отправиться в сражение. Юлий не стал реагировать на взгляды любопытствующих и занял положенное ему место, забрав у посыльных свой шлем и меч. Он обвел взглядом собравшихся. На нижних скамьях Гелиополиса в красно-серебряных доспехах сидели офицеры имперской армии. Их близость к креслу примарха свидетельствовала о высоком ранге военных. Лорд командующий армией Фаэль сидел в окружении своих адъютантов и помощников. Лицо этого сурового человека было страшно обезображено многочисленными шрамами, а всю левую часть черепа закрывала стальная пластина. Юлию ни разу не приходилось с ним разговаривать, но он много слышал о командующем. По слухам, это был опытный военачальник, откровенный человек и неумолимый солдат. Позади армейских офицеров на среднем уровне расположились адепты механикум. Они, казалось, неуютно себя чувствовали в ярком свете Гелиополиса. Надвинутые капюшоны скрывали верхнюю часть их лиц, и Юлий, насколько мог вспомнить, ни разу не видел, чтобы они обнажали головы. При мысли об окружавшей их дурацкой секретности и приверженности ритуалам, он неодобрительно поджал губы. Рядом с механикумами сидели летописцы, мужчины и женщины в светлых форменных платьях строчили что-то в потрепанных блокнотах и электронных планшетах, а кое-кто из них делал зарисовки угольными карандашами на плотных листах бумаги. Тысячи лучших художников, писателей и поэтов империума были разосланы по всем флотилиям с целью увековечить монументальные достижения Великого Крестового Похода, но на военных кораблях их встречали по-разному. Лишь немногие легионы одобрили присутствие гражданских лиц в непосредственной близости от театра военных действий. Однако Фулгрим объявил их присутствие великим благом и обеспечил беспрецедентную возможность присутствовать на самых секретных и важных церемониях. Ликаон проследил за взглядом своего командира. «Летописцы!» презрительно уронил он. «Зачем нужны эти бумагомараки на военном совете?» «Посмотри, один из них даже притащил с собой мольберт!» Юлий снисходительно улыбнулся. «Возможно, он старается запечатлеть величие Гелиополиса для грядущих поколений, друг мой». «Рус правильно о них сказал», настаивал Ликаон. «Мы солдаты, а не объекты для сочинения стихов и портретов». Стремление к превосходству затрагивает не только воинские дисциплины, Ликаон. Оно включает в себя изучение изобразительных искусств, изящной словестости и музыки. Совсем недавно мне посчастливилось слушать концерт Бекки и Кински, и ее прекрасная симфония заставила мое сердце трепетать. «Ты опять начитался стишков, не так ли?» спросил Ликаон, качая головой. «Как только у меня появляется возможность, я погружаюсь в имперские песни Игнация Каркази», признался Юлий. «Тебе тоже не мешало бы их почитать, немного культуры еще никому не повредило. У лорда Фулгрима в его личных покоях стоит скульптура, сделанная для него на заказ Остианом Деллафуром, и говорят, что над кроватью Эйдолана висит пейзаж кисти Келандароже. «У Эйдолана не может быть!» «Я сам слышал», кивнул Юлий. «Кто бы мог подумать», пробормотал Ликаон, «И все ты многое теряешь», заметил Юлий. Тем временем верхние ярусы амфитеатра Гелиополиса заполнились людьми. Там рассаживались песцы, нотариусы, чиновники, все те, кто служил высшим офицером, занимавшим места ближе к центру. «Большой сбор», произнес Ликаон. «Примарх Фулгрим намерен сказать свое слово», ответил Юлий, «А это, согласись, заслуживает внимания». Упоминание имени Фулгрима словно послужило сигналом к его появлению. Врата Феникса отворились и в Гелиополис вошел командир Третьего Легиона. Вместе с ним появились два его старших лорда-командира и собравшиеся офицеры, адепты и чиновники немедленно встали и склонили головы перед могущественным и непревзойденным воином. Юлий поднялся вместе со всеми и радость новой встречи с обожаемым примархом сеяло все его тревоги. Гелиополис заполнили восторженные аплодисменты и крики «Фениксеец!», которые прекратились только после того, как Фулгрим поднял руки и успокоил собравшихся последователей. Примарх был одет в светло-кремовую струящуюся тогу и на ее фоне резко выделялась темная железная рукоять его меча, носящего имя «Разящий огонь», а сам клинок прятался в блестящих ножнах из красной кожи. На груди примарха раскинулся орел, вышитый золотой нитью, а светлые волосы были перехвачены узкой лентой цвета ляпис-лазури. Позади примарха шли два величайших воина легиона, лорд-командир Веспасиан и лорд-командир Эйдолон. Воины были в простых белых тогах, украшенных только силуэтом орла, вышитым на правой стороне груди. Суровый облик Кастартес тоже взбодрил Юлия, и он почувствовал, как непроизвольно выпрямился в их присутствии. Эйдолон, казалось, совсем не обращал внимания на собравшихся воинов, а лицо Веспасиана оставалось совершенно непроницаемым. Оба лорда-командира были при оружии, на боку Веспасиана висели ножны с мечом, а Эйдолон нес на плече свой молот. Юлий отметил напряжение, овладевшее залом в ожидании слов Фулгрима. «Друзья мои!» заговорил Фулгрим, усаживаясь в свое кресло перед собравшимися, и его бледная кожа озарилась звездным светом. «Мое сердце радуется при виде многочисленного собрания. Слишком много прошло времени с тех пор, как мы участвовали в войне, и сейчас у нас есть возможность исправить это упущение». Юлий, хоть и не знал, что последует дальше, чувствовал в груди нарастающее волнение. Даже обычно скептически настроенный Ликаон, внимая примарху, широко улыбался. «Мы остановились на орбите мира, населенного зловредным народом, который называет себя лаэрами», продолжал Фулгрим. Его голос утратил свойственную хтоний резкость, приобретенную за время службы с лунными волками. Изысканный акцент старой терры снова зазвучал в каждом слове, и Юлий понял, что наслаждается тембром и интонациями речи примарха. «И что это за мир? По заверениям уважаемых механикумов, он станет бесценным приобретением для нашего императора, возлюбленного всеми». «Возлюбленного всеми!» эхом откликнулся зал. Фулгрим кивнул и продолжил. «Хотя этот мир представляет для нас неоспоримую ценность, его обитатели не желают делиться тем, что подарила им слепая фортуна. Они отказываются видеть наше великое предназначение, ведущее нас от звезды к звезде, и не испытывают к нам ничего, кроме презрения. Наши мирные намерения были отвергнуты с неоправданной жестокостью и требования чести обязывают нас отплатить тем же». Волна яростных, угрожающих выкриков захлестнула Гелиополис. Фулгрим с улыбкой приложил руку к груди, благодаря воинов за понимание и поддержку. Едва крики стали понемногу стихать, Юлий увидел, что лорд-командующий Фаэль поднялся со своего места и низко поклонился примарху. «Могу я сказать?» осведомился воин низким хрипловатым голосом умудренного опытом человека. «Конечно, тогда уж, ты же мой ближайший советник», ответил Фулгрим и суровое лицо Фаэля смягчилось от удовольствия слышать свое имя из уст примарха. Юлий незаметно усмехнулся, вспомнив, насколько искусно Фулгрим мог польстить собеседнику, собираясь впоследствии огорошить его неприятными известиями и огорчительными фактами. «Благодарю вас, мой господин», начал Фаэль и положил мозолистые руки на барьер, отделявший первые ряды скамей от темного пола Гелиополиса. Едва лорд-командующий заговорил, как колонна звездного света вместе с микроскопическими искрами пылинок переместилась на него, окутав его фигуру мерцающим сиянием. «Возможно, вы не откажетесь меня кое в чем просветить?» Фулгрим улыбнулся и в его темных глазах зажглись насмешливые огоньки. «Я постараюсь пролить свет на твое невежество». Фаэль нахмурился, но продолжал говорить. «Вы собрали нас на военный совет по поводу дальнейшей судьбы 28-3, не так ли?» «Все верно», ответил Фулгрим. «Я не могу брать совета». «Тогда зачем же вы высадили десант на поверхность?» С суровой настойчивостью спросил Фаэль. Большинство воинов от одного присутствия примарха едва не лишались разума, но Тадеуш Фаэль обращался к Фулгриму словно к офицеру своего штаба, и такая бесцеремонность расшевелила в душе Юлия что-то очень похожее на гнев. «Я слышал мнение совета терра о том, что покорение лаэров может стать слишком продолжительной и дорогостоящей операцией. Насколько мне известно, был озвучен срок 10 лет», продолжал Фаэль без паузы. «Разве не было принято решение о превращении этого мира в протекторат Империума?» Вопрос вызвал на лице Фулгрима слабые, но безошибочные признаки раздражения, хотя он не мог не знать, что факт высадки десанта на Атол-19 стал достоянием всей экспедиции и не мог не вызвать недоумения у воинов. По мнению Юлия, такова была цена провозглашенной открытости действий. «Да, был такой разговор», согласился Фулгрим, «но приведенные в нем аргументы оказались слишком слабыми, особенно в отношении ценностей этой планеты для Империума. Проводимая внизу атака имеет целью собрать более достоверное сведения о военной мощи лаеров». «Мой господин, для этого, я уверен, вполне достаточно факта уничтожения наших кораблей разведчиков», сказал Файль. «Мне кажется, что вы без всяких консультаций уже приняли решение». «А если бы и так, лорд командующий?» воскликнул Фулгрим, и в его взгляде сверкнула молния. «Неужели ты способен попятиться от нахальной кучки ксеносов?» «Неужели ты способен уронить мою честь, уклоняясь от битвы только потому, что она может стать слишком опасной?» Лорд-командующий Файль побледнел при этих словах примарха, сознавая, что зашел слишком далеко. «Нет, мой господин, все мои силы, как обычно, в вашем распоряжении». Раздражение мгновенно исчезло с лица Фулгрима. К нему вернулось выражение обычной приветливой невозмутимости. Юлий понимал, что этот взрыв тщательно спланирован, чтобы в дальнейшем проще было манипулировать Файлем и уходить от неприятных вопросов. Фулгрим уже составил план операции и сомнения простых смертных не могли заставить его отклониться от выбранного курса. «Благодарю, лорд-командующий», произнес Фулгрим, «и прошу меня извинить за излишнюю резкость. Ты вправе задавать любые вопросы. Не зря ведь говорится, что характер человека лучше проявляется в вопросах, а не в ответах». «Не стоит передо мной извиняться», запротестовал Файль, испытывая тревогу при одной мысли, что он мог рассердить примарха. «Я высказался не по делу». Фулгрим слегка склонил голову в сторону командующего в знак того, что его извинения приняты. «Ты так великодушен, Тадеуш, что мы забудем о предыдущих разногласиях. Но ведь мы здесь собрались, чтобы обсудить военные планы, не так ли? Я продумал кампанию, в ходе которой Лаэран должен быть нами завоеван, и хотя я и ценю твои советы, это война для Астартес. В скором будущем я раскрою все ее детали, но поскольку во времени мы ограничены, прошу меня извинить. Сначала я спущу своих боевых псов». Примарх обратил свой взор на Юлия, и первый капитан ощутил, как участился его пульс, когда чернильно-черные глаза Фулгрима остановились на его лице. Он знал, какой сейчас последует вопрос, и мечтал об одном, чтобы его люди смогли удовлетворить требования Фулгрима. «Первый капитан Каосарон, готовы ли твои воины нести имперские истины на 28-3?» Юлий выпрямился по стойке смирно, и луч с купола зала окутал его своим сиянием. «Клянусь огнем, они готовы, мой господин! Мы ждем только вашего приказа!» «Так вот, у вас есть приказ, капитан Каосарон», сказал Фулгрим, и, сбросив накидку, продемонстрировал всем собравшимся великолепные сияющие доспехи. «Орел должен восторжествовать на Лаэране ровно через месяц!» Разрыв Соломон тряхнул головой, чтобы очистить визор, и выбросил вперед кулак, так что под ржаво-красной кожей чужака затрещали кости. Лаэр снова закричал и сделал выпад одной из нижних конечностей, отчего его кулаки вспыхнули зеленым огнем. Соломон успел откатиться, и серебряная латная рукавица прошла сквозь камень, словно он состоял из обычного песка. Соломон прижавшись к самому склону сумел выбраться из-под противника. Лаэр яростно взвыл, и акустическая волна прижала Соломона к стене. В ушах у него зазвенело, перед глазами поплыла пелена. Он попытался выдернуть меч, но не успел и до половины обнажить клинок, как Лаэр снова бросился в атаку. Оба противника вновь скатились на дно, когти снова проскрежетали по броне Астартес. В отвратительных глазах Лаэра Соломон увидел отражение своего перекошенного лица, и им овладела ярость. В то время, как его люди сражались наверху, он, их командир, сидит в этой яме. Лаэр метнул свой зеленый луч сбоку, и бедро окатило горячей болью, но Соломон изогнулся, не позволяя оружию чужака добраться до живота. Однако о свободе движений приходилось только мечтать. Спиной он по-прежнему оставался прижат к крутому склону воронки. Из мандибул Лаэра вырвалась последовательность неразборчивых звуков, и хотя наречие чужаков было ему незнакомо, Соломону показалось, что его противник, получая от схватки удовольствие. «Ну, давай!» рявкнул капитан, сильнее вжимаясь в стену. Лаэр свернул свое змеиное туловище в кольцо и прыгнул, вытянув вперед все четыре конечности. Соломон оттолкнулся от стены, бросаясь ему навстречу, громко лязгнули доспехи, и противники снова скатились на дно. Соломон в падении схватил одну из светящихся рук Лаэра и резко вывернул вниз и назад, а локтем ударил по суставу, где рука выходила из туловища. Брызнул фонтан вонючего ехора, становшись на месте, ткнул своим трофеем в самую середину доспехов. Пылающий энергетический кулак легко пробил серебряную броню, тело Лаэра изогнулось в агонии. Умирая, монстр испустил последний продолжительный вопль, и к своему изумлению Соломон снова услышал в нем радость. Он с отвращением отбросил погасшую оторванную руку Лаэра, только что послужившую смертельно опасным оружием. Соломон снова вскарабкался по склону до края воронки и увидел, что его воины сражаются с Лаэрами, наводнившими площадь. На мгновение ему представилась возможность оценить обстановку со стороны, и Соломон понял, что окруженные Астарты с трудом сдерживают напор чужаков. Тренированный взгляд моментально подсказал ему, что против такого количества противников его бойцам не выстоять без подкрепления. Десятки воинов уже лежали на земле, и их тела содрогались в конвульсиях, поскольку оружие Лаэров обладало способностью поражать нервные узлы. Инстинкт подсказал ему, что его воины знают об угрозе неминуемого поражения, и при мысли о мерзких чужаках, которые оскверняют тела павших Астарты с второй роты, Соломон едва не задохнулся от ярости. «Дети императора!» закричал он, шагая к рядам сражавшихся. «Я огнем поклялся первому капитану Коясарону, что мы овладеем этой площадью, не посрамите себя нарушением обета!» Он увидел, как едва заметно выпрямились спины бойцов, и понял, что его люди не подведут. Астарты с второй роты ни разу не показывали спину своим врагам, не собирались отступать и теперь. В древние времена, в случае провинности или бегства от противника, в отряде наказывался каждый десятый воин. Его бывшие товарищи в назидание оставшимся в живых забивали их до смерти. Но, по мнению Соломона, такое наказание было слишком мягко. Воин, побежавший от врага однажды, обязательно побежит и в следующий раз. Соломон гордился, что ни одно из отделений его роты не заслуживало этого жестокого урока. Они во всем брали пример со своего командира, а сам Соломон скорее согласился бы умереть, чем запятнать доброе имя легиона фактом отступления. Сражение продолжалось, и строй детей императора, хотя и прогибался под натиском лаеров, но не разрывался. Соломон подхватил земли болтер и вставил свежую обойму. Добежав до линий бойцов, он занял место в самом пекле боя и принялся уничтожать врагов с методичной четкостью, пока не кончились боеприпасы и не пришлось снова взяться за меч. Он сражался, держа цепной меч обеими руками и подбадривая своих воинов, противостоящих ордам напирающих лаеров. Глава третья Цена победы к центру хищник Марий Вайросиан шагал по растерзанным телам лаеров и бесстрастно наблюдал, как воины третьей роты собирают тела своих убитых и раненых братьев, готовясь продолжить наступление. На его строгом лице можно было заметить признаки неудовольствия, хотя, кто или что его вызвало, он и сам не мог бы определить, поскольку его люди, как и ожидалось, отважно сражались, и план Фулгрима выполнялся неуклонно. После того, как была обеспечена безопасность зоны высадки и намеченного объекта, оставалось объединиться с силами второй роты Соломона Деметра, и тогда Атолл-19 окажется в их руках. Но цена победы будет немыслимо высока. Девять из его воинов уже никогда не смогут сражаться, их прогеноиды вырезаны апотекарием Фабием, а многим другим по возвращении на корабли Флотилии предстоит пройти долгий курс аугметической имплантации. Пылающий энергетический столб, бывший целью третьей роты, был отбит у противника, и Марий выделил отряд, чтобы удерживать объект, пока остальные разыскивают воинов Соломона. Только вот поиски оказались труднее, чем извилистых коралловых улочках Атолла-19, взрывы, стрельба и забывание витых башен создавали странное эхо, и трудности с вокс-связью не давали определить, в какой стороне идет бой. Соломон! Позвал он через вокс, встроенный в горло. Соломон, ты меня слышишь? Ответом был только треск статики, и Марий мысленно выругался. Соломона Деметра вполне станется сбросить шлем в самый разгар сражения, чтобы лучше оценить боевую обстановку. Он покачал головой. Какой еще глупец решится идти в пекло без соответствующей защиты? Похоже, звуки боя доносятся с запада, но бросок в каком-либо направлении представлял собой определенную проблему. Извилистые, изгибающиеся под самыми невероятными углами улочки, если их вообще можно так назвать, змеились по Атоллу бессмысленными зигзагами и могли увести от цели на десятки километров. Перспектива бросаться в бой, не имея детально разработанного плана, сильно раздражала Мария. Этот воин привык планировать каждую атаку и каждый маневр со скрупулезной точностью, а потом неуклонно выполнять пункт за пунктом. Юлий Коасарон как-то в шутку заметил, что ему надо было бы стать ультрамарином, но Марий воспринял несерьезное замечание как комплимент. Дети императора во всех отношениях стремились к совершенству, и Марий Вайросиан ставил это стремление превыше всего. Мысль о том, что он не будет лучшим, приносила ему физические страдания. Отклонение от курса на идеал было для него неприемлемым, и Марий давным-давно решил, что никогда не остановится на пути к этой цели. Третья рота! Крикнул он. Построится за мной! Через мгновение воины были готовы к выступлению и образовали позади своего командира почти парадный строй, но с оружием на готове. Марий повел своих людей тем пожирающим миле шагом, которым Астартес были способны идти в течение нескольких дней, и после этого все же сохраняли способность сражаться. Блестящие коралловые стены закруглялись и поворачивали, и осколки коралла хрустели под бронированными сапогами воинов, прокладывающих дорогу через город. Марий продолжал придерживаться улицы, которая, по его мнению, больше других совпадала с направлением, откуда доносились звуки боя. По пути Астартес уничтожали отдельные группы лаэров, сражавшихся с отчаянием загнанных в угол зверей. Каждая из этих схваток заканчивалась легкой победой, поскольку ничто не могло противостоять третьей роте в ее движении. Марий постоянно проверял вокс-связь, надеясь услышать хоть слово от Соломона, но в конце концов отчаялся отыскать своего брата-капитана и переключил канал. Из наушников шлема снова послышался треск, но затем сквозь помехи прорвался искаженный и прерывающийся голос. «Кафин, это ты?» спросил Марий. «Да, капитан». Откликнулся Гай Кафин и голос стал более различим, как только Марий свернул на следующую улочку, заваленную трупами и обломками башен. «Где ты?» спросил Марий. «Мы пытаемся к вам подойти, но эти проклятые улицы кружат нас по всему Атоллу. Главный намеченный маршрут к нашему объекту оказался хорошо защищенным, так что капитан Деметр послал нас с Телонием зайти с флангов, а сам без сомнения стал пробиваться по центру». Добавил Марий. «Так точно, сэр», подтвердил Кафин. «Мы будем держать направление по твоему сигналу, но если еще лучше, конец связи». Появившаяся на визоре шлема Мария голубая точка указывала направление вокс-сигнала Гая Кафина, и он следовал за ней, но с каждым поворотом Коралловой улицы яркость метки все уменьшалась. «Нет, проклятое место!» воскликнул Марий, когда сигнал окончательно исчез. Подняв руку, он остановил своих воинов, и в этот момент поблизости прогремел оглушительный взрыв, и высокая витая Коралловая башня рухнула в языках пламени и тучах пыли всего в трех десятках метров слева от них. «Это, наверное, и есть ориентир», догадался Марий и оглянулся в поисках ведущего в том направлении прохода среди глыб Коралла. Но улицы расходились в разные стороны от места взрыва, и он понимал, что по ним он никогда не доберется до Кафина. Марий взглянул наверх, где в небе клубились волнистые облака. «Мы пойдем поверху, рота, за мной!» Марий начал карабкаться по стене ближайшего строения, легко отыскивая опору для рук и ног в неровной поверхности Коралла. Он взбирался все выше и выше, земля постепенно отдалялась, и вскоре воины третьей роты продолжили путь уже по крышам Матолла-19. Остиан наблюдал за запуском первого десантного катера с палубы гордости императора, испытывая одновременно восхищение и раздражение. Восхищение вызывало зрелище воистину непревзойденной боевой мощи, направленной на вражеский мир. Раздражало же его то, что он был вынужден оторваться от незапятнанной глыбы мрамора, стоявшей в его студии. Первый капитан Юлий Каосарон известил сирену о времени запуска, и она немедленно явилась в студию Дела Фура и заставила его пойти на наблюдательный пункт обзорной палубы. Он пытался отказаться, ссылаясь на занятость, но сирена оставалась непреклонной и настаивала, говоря, что он только сидит и смотрит на свой мрамор и больше ничем не занимается. Никакие его доводы не подействовали. Теперь, стоя перед бронированным стеклом обзорной палубы, он испытывал неподдельную радость. «Правда он великолепен?» спросила сирена, не поднимая головы от эскизного альбома, в котором ее пальцы с удивительным мастерством набрасывали рисунок. «Он восхитителен!» согласился Остиан, глядя на ее профиль. В этот момент вторая волна десантных кораблей, озаряя космос голубыми огнями, вылетела из шлюза и их стальные бока блеснули в лучах солнца. Обзорная палуба находилась несколькими сотнями метров выше, чем пусковая, но Остиан мог поклясться, что вибрации двигателей отозвались в каждой его клеточке. Последняя группа штурмкатеров была запущена с других кораблей флотилии Детей Императора, и Остиан оторвал взгляд от сирены, чтобы на них посмотреть. Хищные птицы огненными стрелами вырвались в космос, преследуя свою добычу. Каесарон говорил, что начинается полномасштабная операция, и глядя на многочисленные суда, Остиан не мог ему не верить. Интересно, на что это похоже? заговорил Остиан. Целый мир, занятый одним безбрежным океаном. Я даже не могу себе такого представить. Кто знает, откликнулась сирена, и, не переставая работать над эскизом, отбросила с лица прядь темных волос. Я думаю, это похоже на любое другое море. Отсюда мир выглядит удивительно. Сирена искоса глянула на скульптора. Разве ты не видел 28-2? Остиан покачал головой. Я приехал как раз перед отправкой флотилии на Лаэран. Это первый мир, кроме Терры, который я вижу из космоса. Значит, ты никогда не видел море? Никогда, подтвердил Остиан, уже сожалея о своем признании. Ах, мой мальчик, воскрикнула сирена и оторвалась от своего альбома. Надо постараться переправить тебя на поверхность после окончания военных действий. Ты думаешь, это возможно? Я очень надеюсь, что нам разрешат. Сирена вырвала лист из альбома и сердито бросила его на пол. Нескольким избранным из общества летописцев удалось побывать на планете 28-2, и это оказалось восхитительное место, покрытое снегом горные вершины, заросшие лесами континенты, с ним не сравнится даже голубой переливчатый кирулианский шелк. Я думаю, мне там понравилось еще и потому, что именно такой я представляла себе старую землю. Я сделала несколько пиктов, но они не передают всей красоты, а я к своему стыду не сумела должным образом обработать снимки. Я пыталась, но ничего не вышло. Говоря о неудаче в микшировании цветов, сирена, как заметил Остиан, бессознательно тыкала кончиком квилла в свое запястье, и на ее бледной коже появилось несколько чернильно-кровяных пятен. Я просто не смогла с этим справиться, рассеянно закончила она, и Остиану захотелось защитить сирену от ее самой и научить ценить то, что она делает. Я был бы рад, если бы ты показала мне планету, если это возможно, сказал он. Сирена моргнула и улыбнулась ему, а затем, вытянув руку, прикоснулась к щеке Остиана кончиками пальцев. Гай Кафен поднырнул под атакующего Лаэра и вонзил ему цепной меч снизу в живот, а потом поспешно выдернул уже в крови и осколках кости. Рядом ревело пламя. В руинах разрушенных коралловых зданий догорали два разбившихся штурмкатера. Экипаж и десанты кораблей погибли, а сильный удар едва не опрокинул поющую башню из витого коралла. Всего нескольких брошенных под расколотое основание гранат хватило, чтобы вся конструкция с грохотом осыпалась на землю. Майри Вайросиан хотел получить ориентир их позиции, и если он этого не увидит, значит их можно считать мертвецами. Кафен со своим отделением, как и приказал капитан Деметр, пробился через заграждение лаэров, но чужаки явно предвидели фланговый маневр. В каждом укреплении притаилось по паре чудовищных воинов, выскакивающих из засады, яростно сверкая лезвиями и разбрасывая энергетические снаряды. Сражение получалось беспорядочным и больше походило на резню, в нем не нашлось места мастерству и опыту. Похожие на огромных змей воины, то и дело кидались в самую гущу Астартес, и тогда жизнь от смерти отличала только слепая удача. Каффин уже истекал кровью от многочисленных ран, его дыхание стало неровным и прерывистым, но он по-прежнему был полон решимости оправдать доверие своего капитана. На глазах у Каффина еще несколько лаэров, свернувшись в тугие кольца, выскользнули из подземных убежищ, и в воздухе снова замелькали смертельно опасные разряды энергии. Под оспехом защелкали обломки кораллов и фрагменты разбитой брони. Отделение приготовиться! Закричал Каффин, заметив позади еще троих лаэров, метавших светящиеся снаряды. Поблизости раздались пронзительные крики, и он навел болтер на новую угрозу. Внезапно земля под ногами дрогнула, и весь атолл с головокружительной легкостью нырнул вниз. Гай упал на одно колено и ухватился рукой за коралловую глыбу, а из всех щелей продолжали выскальзывать лаэры. Внезапно над головой Гая просвистела очередь болтерных снарядов, и один из лаэров развалился надвое. Стрельба продолжилась, и еще несколько лаэров были уничтожены. Гай поднял голову, чтобы посмотреть, откуда подоспела поддержка, и, увидев подходящих сверху Астартес радостно рассмеялся. Знаки отличия на их наплечниках сообщили ему, что перед ним воины третьей роты Мария Вайросиана. Вскоре и сам капитан оказался рядом с Каффином, и его болтер снова плюнул огнем, превращая замешкавшегося лаэра в фонтан кровавых ошметков. «Рад помочь, сержант!» крикнул Вайросиан. «А где капитан Деметр?» Каффин выпрямился с улицы. «Там!» Вайросиан кивнул, наблюдая, как его воины уничтожают последних защитников лаэров. «Значит, идем на соединение, как и было приказано», сказал Вайросиан. Каффин кивнул и последовал за капитаном третьей роты. Еще шесть воинов упали, расчлененные энергетическими лезвиями или расплавленные жаром огнедышащих орудий. Соломон уже начал жалеть о том, что сбросил шлем, безрассудно отказавшись от вокс-связи. Теперь, как никогда раньше, ему нужны были сведения о том, что творится на Атолле. Он не видел никаких признаков продвижения сержанта Тилония и Гая Каффина, и хотя воины Галдаары пытались к нему пробиться, их сил оказалось недостаточно для такого ожесточенного сражения, и они были отброшены лаэрами. Капитану Деметру оставалось рассчитывать только на свои силы. Соломон нанес колющий удар по мандибулам лаэрского воина, и клинок вышел из задней части головы, но космодесантник ощутил, как вес противника тянет его к земле. Он попытался освободить лезвие, но стремительно вращающиеся зубья завязали в плотных костях лаэрского черепа. Радостный визгливый крик заставил Деметра припасть к земле, и испепеляющий снаряд пронесся над головой, взметнув в воздух целую тучу коралловых осколков. Соломон перекатился в сторону, засекая боковым зрением, как по телам павшихся племенников в его сторону с чудовищной скоростью скользит еще один противник. Лежа на спине, Соломон изо всех сил легнул атакующего лаэра в морду, ощутив, как от удара хрустнули жвала монстра. Чужак хлестнул хвостом по земле и отпрянул, издав разбитой пастью страдальческий вопль. Соломон перевернулся и нанес ему еще один удар, на этот раз кулаком. Один фасеточный глаз превратился в месиво, в уши ударил очередной вопль, и в этот момент над площадью прогремели болтерные выстрелы. Второй удар кулаком пришелся в закрытую хамигрудь, и окровавленный металл прогнулся. Лайр выплюнул в лицо Деметру горячую струю мускусной слюны, и Соломон яростно взревел. Красная пелена заволокла все вокруг, космодесантник схватил извивающегося монстра обеими руками, поднял в воздух и с размаху ударил головой о землю. Чужак не переставал кричать, и Соломон снова и снова бил его головой о землю. Даже продолжал крошить череп врага, пока тот не превратился в кровавое месиво. Когда наконец смерть чужака перестала вызывать какие-либо сомнения, Соломон, с ног до головы покрытый кровью врага, засмеялся, чувствуя, как жестокая радость бурлит в его собственной крови. Он шагнул к убитому Лайру, в теле которого оставил свой меч, и в этот момент болтерная стрельба возобновилась с новой силой. Мысль о том, что у его воинов должны были давно закончиться боеприпасы, не сразу пробилась сквозь кровавую пелену, окутавшую его разум. Соломон повернулся в сторону, откуда слышалась стрельба, и тотчас приветственно вскинул руку, безошибочно узнав силуэт Мария Ваэросиана, занятого уничтожением врагов на площади. Вслед за капитаном шли воины третьей роты. С ними Гай Кафин со своими Астартес и Лаэры под натиском свежих сил дрогнули, их ряды утратили стройность, а воины Мария быстро раскололи их на отдельные группы. При виде подоспевших братьев вторая рота удвоила свои усилия, и части лаэрских тел снова полетели во все стороны. Атака лаэров захлебнулась, и когда они поняли, что окружены, даже на их абсолютно непроницаемых лицах, Соломон мог различить признаки растерянности. «За мной, вторая!» крикнул Деметр и бросился на соединение с отрядами своего друга Мария Ваиросиана. Его воинам не потребовалось больше никаких приказов или ободрений. Они мгновенно бросились вперед, образовав боевой клин, который кровавым ножом рассек остатки вражеских построений. Ни у кого из детей императора не осталось желания являть миру образец милосердия, и через несколько минут все было кончено. Едва ветераны Ваиросиана добили последних врагов, как неблагозвучное завывание витых башен прекратилось, и над полем сражения наступила благословенная тишина. Площадь огласили приветственные крики оставшихся в живых Астартес, а Соломон, вложив меч в ножны, наклонился подобрать оставленный на земле болтер. Руки и ноги болели от многочисленных ран, ссадин и ушибов, но он даже не мог вспомнить, когда их получил. «Ты опять пошел на пролом, не так ли?» раздался знакомый голос, когда он выпрямился. «Верно, Мари!» не оборачиваясь, ответил Соломон. «А ты собираешься мне доказать, что это неправильно?» «Может быть, я еще не знаю». Повернувшись, Соломон увидел, что Марьевайросиан снял шлем и тряхнул головой, чтобы прогнать кратковременную дезориентацию, возникающую при переходе к собственным чувствам взамен данных, предоставленных комплектом доспехов Марк-4. Лицо его друга оставалось суровым, но таким оно было почти всегда, а его темные с проседью волосы слиплись от пота. В отличие от большинства Астартес, Марий обладал узкими, тонкими чертами и лучистым взглядом, а его кожа была морщинистой и темной, словно старое дерево. «Как я посмотрю, битва была нелегкой», заметил Марий. «Да, ты прав», согласился Соломон, стирая кровь с ребристого кожуха Болтера. «Эти лаэры оказались крепкими мерзавцами». «Точно», кивнул Марий. «Может, тебе стоило об этом подумать прежде, чем идти по центральному проходу». «Если бы существовал другой способ достичь цели, я обязательно его испробовал бы, Марий. Не думай, что я стал бы отказываться, но они блокировали центр, и я послал своих людей обойти лаэров с флангов. Не мог же я позволить кому-то еще вести атаку по центру. Это мое дело». «К счастью, твой сержант Каффин похоже разделяет твои принципы». «Он прекрасно во всем разбирается», сказал Соломон. «Этот воин далеко пойдет, возможно, когда-нибудь станет капитаном». «Всякое случается, хотя, на мой взгляд, он выглядит обычным линейным офицером». «Хорошие линейные офицеры нам тоже необходимы», заметил Соломон. «Наверное, но линейный офицер редко стремится к самосовершенствованию. Он никогда не достигнет совершенства, только исполняя свою работу и больше ничего». «Не всем дано быть капитанами, Марий», сказал Соломон. «Воины нам так же нужны, как и командиры. Люди вроде тебя, меня и Юлия поведут наш легион к вершинам величия. Мы черпаем силу и честь у своего примарха и лордов командиров, и наш долг передать все, чему мы у них научимся тем, кто стоит ниже. И линейные офицеры звенья той же цепочки. Они получают знания от нас и передают их своим людям». Марий, шагнув ближе, положил руку на плечо Соломона. «Друг мой, хотя я и знаю тебя не один десяток лет, ты все еще не перестаешь меня удивлять. Только я собрался попенять на твое безрассудство, как ты преподал мне урок руководства нашими воинами». «Что я могу сказать? Вероятно, на меня оказали влияние Юлии и его книги». «Кстати, о Юлии?» рассмеялся Марий и показал на небо. «Похоже, он получил приказ развернуть компанию». Соломон взглянул в кристально чистое небо и увидел сотни кораблей, входящих в плотные слои атмосферы. С захватом Атолла-19 первая стадия войны была выиграна, хотя об ожесточенности боев и незначительном превосходстве сил Астартес не было известно никому, кроме тех, чьи слова в будущем будут оспариваться. На случай неожиданной контратаки лаэров истребители спускались вместе с военными кораблями, извениями по восемь кружили над Атоллом-19, а тяжелые армейские транспорты доставляли на поверхность орудия противовоздушной обороны и аркайские полки имперской гвардии, подчиненных командующего Фаэля. Вскоре их красные мундиры и серебряные нагрудники заполонили всю поверхность Атолла-19. Приземистые грузовые суда Адептус Механикус шумно приземлялись в тучах кварцевого песка и извергали из своих недр толпы молчаливых адептов в красных плащах с низко надвинутыми капюшонами. Механизмы торопились исследовать пылающие энергетические столбы, которые удерживали Атолл в воздухе. Массивные землеройные машины и целые команды бурильщиков и забойщиков вгрызались в почву с единственной целью, чтобы впоследствии уложить листы пористого металла и соорудить взлетно-посадочные полосы для кораблей снабжения. Атолл-19 должен был стать первым плацдармом, с которого дети императора завоюют весь Лаэран. Сирена, сославшись на усталость, вернулась в свою каюту, а Остиан решил остаться на обзорной палубе и полюбоваться на парящую в темноте космоса планету. Чарующая красота Лаэрана и рассказы Сирены о пейзажах иных миров пробудили в нем дотоли неизведанное желание. Стоять на чужой планете под незнакомым солнцем и чувствовать, как тебя вивает ветер с далеких континентов, которые никогда еще не видели людей. Желание посмотреть на Лаэран вблизи было таким сильным, что даже вызывало бой. Оно просто травило его душу. Остиан попытался представить себе размах горизонта чужой планеты, ничем не нарушаемую линию бесконечной голубизны, изгибающуюся от гигантских волн, едва различимую границу между морем и небом. Какая жизнь может таиться в глубинах океана? Какое бедствие обрушилось на утраченную цивилизацию и погребло ее под толщей темных вод? Ему, уроженцу Терры, океаны которой давным-давно испарились в результате древних войн и промышленных катастроф, трудно было представить планету, на которой отсутствует земная твердь. Куда ты смотришь? Раздался голос над самым его ухом. Остиан постарался скрыть удивление и обернулся к подошедшей Беке Кински. Сегодня ее голубые волосы были собраны в тугую гладкую волну на макушке, что, как предполагал Остиан, потребовало многочасовых усилий стилиста. Она одарила его хищной улыбкой. Остиан догадывался, что алое облегающее платье должно было играть роль повседневного наряда по сравнению с концертными костюмами, но выглядела Беке так, будто только что вышла из бального зала Мерики. Здравствуйте, Мискинский. Как можно более равнодушно постарался произнести Остиан. О, прошу, называй меня Бек, как делают все мои близкие друзья. Воскликнула Беке, продела руку под его локоть и развернула Остиана обратно к окну обзорной палубы. Аромат ее духов тотчас окутал его, и запах яблок застрял в горле. Декольте Беке было скандально низким, и Остиан мгновенно покрылся испаренной, наткнувшись взглядом на едва прикрытую выпуклость ее груди. Он поднял голову и обнаружил, что Беке смотрит на него в упор. Остиан понял, что женщина не могла не заметить его взгляд, и тогда невыносимый жар бросился ему в лицо. «Простите, я...» «Тише, мой дорогой, все в порядке», успокоила его Беке с игривой улыбкой, от которой Остиан стала еще хуже. «В этом нет ничего дурного, мы ведь оба взрослые люди, не так ли?» Он уставился на медленно вращающуюся внизу планету и постарался сосредоточиться на штормах в океане и атмосферных бурях, но Беке, склонившись к нему, продолжила. «Должна признать, мысли о войне меня возбуждают, а тебя? От них кровь бежит быстрее, я вся горю, а ты, Остиан?» «Ну, я как-то не задумывался над этим». «Чепуха, наверняка задумывался», оборвало его Беке. «Что ты за человек, если мысли о войне не пробуждают в тебе зверя? Да любой, едва подумает об этом, чувствует возбуждение. Я не стыжусь признаться, что от мысли о грохоте орудий и взрывах чувствую жар и трепет. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я?» «Я не уверен», сказал Остиан, хотя слишком хорошо понял, что она имела в виду. Беке игриво хлопнула свободной рукой по его плечу. «Не притворяйся бестолковым, Остиан, я тебе не поверю. Ты ужасный мальчишка и тебе нравится меня дразнить». «Дразнить?» удивился он. «Я не знаю». «Ты все прекрасно знаешь», сказала Беке, высвободила руку и, взяв за плечи, повернула Остиана к себе лицом. «Я хочу тебя прямо здесь, прямо сейчас». «Что?» «Ну, не будь таким чопорным, неужели в тебе нет ни капли сладострастия? Ты ведь слышал мою музыку?» «Да, но...» «Никаких «но», Остиан!» отрезала Беке, ткнув его в грудь длинным накрашенным ногтем, отчего Остиан прижался спиной к стеклу. «Тело держит душу в темнице, пока все пять чувств не разовьются и не разобьют оковы. Поддайся своим чувствам и открой тюрьму, чтобы душа могла вылететь на волю. Если в сексе участвуют все пять чувств, он становится поистине мистическим действом. Я давно в этом убедилась». «Нет!» крикнул Остиан, выскальзывая из-под ее руки. Беке шагнула за ним, но Остиан, вытянув перед собой руки, попятился. При мысли о том, что он может стать игрушкой Бек Якинский, Остиан задрожал всем телом и замотал головой. «Остиан, перестань глупить!» настаивала Беке. «Можно подумать, что я собираюсь тебя ударить. Нет, разве что ты сам этого захочешь». «Нет, нет!» выдохнул Остиан. «Я просто... просто что?» спросила Беке, и скульптор заметил, что она искренне недоумевает. Возможно, никому раньше не приходило в голову противиться ее желаниям, и он пытался подобрать ответ, который не оскорбил бы ее, но мозг не подкидывал никаких идей на этот счет. «Просто... я... я должен идти!» Он внутренне съежился, мгновенно возненавидя презренное дрожащее существо, которым сейчас был. «Я должен встретиться с Сиреной. Мы с ней договорились!» «С этой художницей? Вы с ней любовники?» «Нет, нет, нет!» торопливо ответил Остиан. «То есть... я хотел сказать... да... мы очень любим друг друга!» Бекья надула губы и скрестила руки на груди. Вся ее поза говорила о том, что теперь он для нее не больше, чем грязный мерзавец. Остиан попытался сказать что-то еще, но Бекья не дала ему и рта раскрыть. «Нет, ты можешь идти, наш разговор окончен!» И снова, не найдясь с ответом, он повиновался и почти выбежал с обзорной палубы. Глава четвертая Скорость войны Более длинная дорога Братство Феникса Зачистка Лайрана в какой-то степени отражала стремление Фулгрима к достижению совершенства. Ведущиеся на океанической планете битвы были жестокими и безжалостными, каждая победа давалась в таких кровавых сражениях, каких еще не знала история Легиона, но скорость ведения военных действий поражала. Истребление Лайров и покорение нового мира покупались ценой жизни многих детей Императора. Каждый захваченный атолл быстро превращался в военную базу для последующих операций и удерживался силами аркайдских отрядов, а космодесантники неутомимо продолжали кампанию, разработанную их примархом. Несмотря на передовые технологии Лаэров, им еще не приходилось сталкиваться с таким целеустремленным противником, как легион Фулгрима. Благодаря до мелочей проработанному плану и предвидению примарха, все усилия Лаэров остановить или хотя бы замедлить продвижение космодесантников оказывались безуспешными. Живые и убитые воины Лаэрана доставлялись на борт гордости императора для исследования, проходившего при строжайшем соблюдении карантинных мер. Тела ксеносов препарировались апотекариями легиона, стремившимися получить как можно больше сведений о противнике. Порой существа разительно отличались от тех воинов, с которыми Астартес столкнулись на Атолле 19. Среди них попадались и летающие особи с перепончатыми крыльями и ядовитыми шипами, и водоплавающие с генетически измененными легкими и зазубренными гарпунами вместо хвостов. Наличие столь кардинальных различий среди представителей одной нации приводило в изумление, а на борт корабля для изучения доставлялись все новые и новые образцы. С каждой новой победой воины легиона вызывали все большее восхищение и всевозможные произведения искусства, прославляющие их подвиги, шли от летописцев нескончаемым потоком, вскоре превратившим корабли флотилии в летающие галереи, где стены были увешаны превосходными картинами, а вдоль всех переходов стояли мраморные статуи на пьедесталах из переливающегося оникса. Были написаны целые библиотеки поэм и симфоний, а еще разнесся слух, что Бекьякинский во знаменование грядущей победы начала писать новую оперу. Первый капитан Юлий Каасарон, лишенный возможности вести первую штурмгруппу, удостоился чести координировать действия всех войск под общим руководством лорда-командира Веспасиана. Хотя Эйдолон и превосходил Веспасиана в званиях, сейчас он был занят приведением к согласию мира 28-2. Война за Лаэран велась на множестве фронтов. Дети императора сражались на парящих воздухе атоллах, в руинах древних городов, стоящих посреди океана, где бурный прибой бился о стены, когда-то возносившиеся на сотни метров над поверхностью суши. Спустя несколько дней после начала кампании были обнаружены подводные города, и отделения Астартес вели бои в кромешной тьме подводных укреплений, куда не проникал луч солнца, высаживаясь с зависших над океаном крейсеров и прорубаясь сквозь толщу воды и стены строений на штурмовых торпедах. Соломон Деметр со своей второй ротой овладел первым из этих городов всего за шесть часов, и его план сражения удостоился похвалы самого примарха. На долю Мариева и Россиана выпали бесчисленные стычки на орбите против кораблей лаэров, уцелевших в ходе предварительных боев. Его воины брали на абордаж лаэрские суда, управляемые пилотами, телепатически связанными со своими кораблями, похожими на каких-то отвратительных паразитов. Юлий Каосарон координировал атаки на Атоллы и изучал маршруты передвижения лаэров, до поры до времени считая их беспорядочными. На первый взгляд, Атоллы казались независимыми образованиями, дрейфующими над океанами Лаэрана по собственному разумению. Но после тщательного анализа всех сведений, Юлий заметил, что все летающие города совершали свои перемещения в пределах круга, центром которого был один определенный Атолл. Он не был ни самым большим, ни самым впечатляющим объектом среди всех остальных, но чем больше становилось известно о маршрутах других Атоллов, тем явственнее обозначалось его выдающееся значение. Советники стратеги высказали теорию, что там вероятно находится общее для всего Лаэрана правительство, но когда выводы были представлены Фулгриму, он мгновенно понял истинное назначение этого Атолла. Центральный Атолл не был резиденцией правительства, он был местом всеобщего поклонения. Флюоресцентные лампы заливали апотекарион гордости императора ослепительным сиянием, которое причудливо отражалось в витринах застекленных шкафов и на поверхностях сверкающих стальных сосудов и боксов с хирургическими инструментами или органами. Апотекарий Фабий командовал двумя помощниками, толкавшими тяжелую каталку с телом лаэрского воина. Тело было только что изъято из ячейки морга, где постоянно поддерживалась низкая температура. Фабий завязывал свои длинные белые волосы, такие же, как и у примарха, в тугой гладкий узел, что еще больше подчеркивало резкие черты его лица и холодность темных глаз. Его скупые точные движения и отрывистые распоряжения свидетельствовали о целеустремленности и тщательно продуманной методологии. Доспехи Фабия в данный момент оставались вооружейной, работать он предпочитал в робе хирурга, поверх которой надел плотный прорезиненный фартук, уже перемазанный темным хором лаэров. От привезенного тела поднимались холодные струйки пара, и Фабий удовлетворенно кивнул помощником. Тяжелая каталка остановилась возле каменной столешницы хирургического стола, на котором лежал другой лаэр, только что этот воин был убит выстрелом в голову, и его тело нисколько не пострадало. Ткани последнего образца еще оставались теплыми на ощупь и распространяли маслянистый запах. С потолка на тонких кабелях свисали гололитические панели, проецирующие бесконечные мерцающие строчки сведений прямо на стерильные стены апотекариона. Последние несколько часов Фабий занимался еще не остывшим трупом убитого лаэра, и результаты его исследований оказались ошеломляющими. Апотекарий извлек из тела все внутренности и разложил органы словно трофеи на серебряных подносах вокруг рабочего стола. Подозрение, которое возникло у Фабия еще во время атаки на Атол-19, теперь полностью подтвердилось, и вооружившись недостающими данными, апотекарий послал лорду Фулгриму известие о своих изысканиях. И теперь примарх стоял у входа в Апотекарион, а на почтительном расстоянии от него замерли воины гвардии Феникса, вооруженные алебардами. Просторный светлый Апотекарион в его присутствии казался тесным. Фулгрим пришел прямо с поля боя, в своих пурпурно-золотых доспехах, и еще не успокоился после яростных схваток с врагами. Война велась уже третью неделю, бои следовали один за другим, и с каждой одержанной победой Астартес оттесняли лаэров к последнему атоллу, в котором примарх опознал храм. «Было бы неплохо услышать хорошие вести, Апотекарий», произнес Фулгрим. «Я должен завоевать этот мир!» Фабий кивнул и склонился над холодным трупом. Из встроенного в рукавицу Нортесиума появился скальпель, и Апотекарий разрезал нитки, скреплявшие края рассеченной грудины. Он развернул толстые лоскуты кожи и мускулов и закрепил их зажимами, чтобы открыть внутренности. Снова увидев содержимое грудной клетки Лаэра, Фабий не мог удержаться от улыбки, расположение каждого органа вызывало у него восхищение. Эти существа можно было сравнить с превосходно отлаженными машинами для убийства. «Вот, Фабий, я никогда не подозревал, что такое возможно, и, вероятно, об этом не догадывался никто другой, кроме самых исключительных теоретиков Терры». «О чем ты?» потребовал разъяснений Фулгрим. «Не испытывай мое терпение своими загадками о потекаре». «Это восхитительно, мой господин, просто восхитительно», продолжал Фабий, становясь между двумя трупами Лаэров. «Я провел генетический анализ, и его результаты представляют огромный интерес». «Меня может интересовать только одно, наиболее эффективный способ истребления этих существ», с легким раздражением откликнулся Фулгрим, и Фабий понял, что пора переходить к сути. «Бремя командования столь интенсивной и жестокой кампании не могло не подействовать даже на примарха». «Конечно, мой господин, конечно», закивал Фабий, «но мне кажется, вам было бы интересно узнать и то, как они жили. Из проведенных мною исследований можно сделать вывод, что Лаэры в своем стремлении к совершенству не слишком отличаются от нас». Фабий показал на раскрытые грудные клетки лаэрских воинов. «Посмотрите на эту парочку, их геном практически идентичен, это совершенно точно представители одного вида, одной расы, но вот их внутренние органы, они модифицированы». «Модифицированы?» повторил Фулгрим. «С какой целью?» «Я могу предположить, что целью является максимальное соответствие предназначенной им роли в лаэрском обществе», ответил Фабий. «Эти удивительные существа генетически и химически изменяются еще при рождении, чтобы наиболее продуктивно выполнять свои функции. Вот этот, к примеру, явный воин. Его центральная нервная система приспособлена действовать на самом высоком уровне функциональности, в отличие от посланников, схваченных нами в самом начале военных действий. Вот, посмотрите-ка на эти железы». Фулгрим наклонился над трупом и поморщился от чужеродного запаха. И в чем их особенность? «Они предназначены для выработки и доставки на корпус Лаэра особого вещества, которое мгновенно образует корку на поврежденных участках. Это позволяет закрывать раны через считанные секунды после их возникновения. Нам повезло, что капитан Деметр убил его таким точным выстрелом». «И у всех имеются такие органы?» спросил Фулгрим. Фабий отрицательно покачал головой и показал Лаэров и вращающиеся проекции их различных органов. «Нет, далеко не у всех», пояснил Фабий. «И это вызывает еще большее восхищение. Каждый Лаэр при рождении подвергается модификации, чтобы в совершенстве соответствовать роли, для которой он предназначен, будь это воин, разведчик, дипломат или даже артист. У некоторых ранее захваченных особей наблюдались увеличенные зрительные полости, обеспечивающие максимальное поглощение света, зато другие были созданы с прицелом на физический труд. Они чрезвычайно выносливы, очевидно, это рабочие». Фулгрин перевел взгляд на экраны, усваивая информацию со скоростью, недоступной ни одному из смертных. «Они движутся к собственному совершенству». «Абсолютно верно, мой господин», воскликнул Фабий. «Лаэры, изменяя свое физическое строение, сделали первый шаг на пути к совершенству». «Фабий, ты веришь, что лаэры могут быть совершенными?» спросил Фулгрим, и в его голосе прозвучали предостерегающие нотки. «Следи за своими словами. Глупо было бы сравнивать этих ксеносов с творениями императора». «Нет-нет», поспешно ответил Фабий, «преобразования, проведенные в нас императором, непостижимы, но что, если это лишь первый шаг на долгом пути? Мы дети императора, и как всякие дети мы должны учиться ходить и самостоятельно продвигаться вперед. Что, если мы присмотримся к своей плоти с целью улучшить ее, и таким образом сможем приблизиться к совершенству?» «Какие еще могут быть улучшения?» воскликнул Фулгрим, нависая над Фабием. «За такие слова я должен был бы тебя убить, апотекарий!» «Мой господин», заторопился Фабий, «Цель нашей жизни во всем стремиться к совершенству, а это значит, что надо отбросить всякую брезгливость или благоговение, которые лишь ограничивают наши стремления». «Созданное императором уже совершенно», заявил Фулгрим. «Так ли это?» спросил Фабий, поражаясь собственной смелости, позволившей усомниться в совершенстве чудодейственных преобразований организмов Астартес. «Вы же помните, как наш любимый легион едва ли не полностью был истреблен сразу же после рождения? В результате несчастного случая погибла большая часть геносемени, послужившего основой нашего создания. А вдруг в этом ужасном бедствии повинен не несчастный случай, а наше несовершенство?» «Я помню свою историю», сердито бросил Фулгрим. «К тому времени, когда отец впервые привез меня на Терру, в легионе оставалось не больше двух сотен воинов». «А вы помните, что сказал император, узнав о постигшем легион несчастье?» «Помню, Апотекарий», ответил Фулгрим. «Мой отец сказал, что пережить несчастье лучше в самом начале жизни. Я должен был возродить легион и восстать из пепла подобно Фениксу». Примарх, вспоминая боль и муку давно минувших дней, пристально смотрел на Апотекария, а Фабий видел в его взгляде силу и зарождающийся гнев, и понимал, что затеял опасную игру. Своим откровенным разговором он вполне мог подписать себе смертный приговор, но открывшиеся перед ним возможности стоили такого риска. Постижение секретов создания Астартес стало бы величайшим делом его жизни. Если такое не стоит некоторого риска, тогда ради чего рисковать? Фулгрим повернулся к гвардейцам Феникса. Оставьте нас, сказал он, ждите снаружи и не заходите пока я вас не позову. Фабий знал, что даже на борту флагманского корабля телохранители неохотно оставляли примарха вне поля своего зрения. Но гвардейцы беспрекословно подчинились и вышли из Апотекариона. Дождавшись, когда они закроют за собой дверь, Фулгрим снова повернулся к Фабию. Задумчивый взгляд примарха перемещался с лица Апотекария на рассеченные трупы лаеров и обратно. «Ты уверен, что сможешь улучшить геном Астартус?» спросил Фулгрим. «Я пока не могу сказать ничего определенного», ответил Фабий, с трудом сдерживая свой восторг. «Но я уверен в том, что стоит попытаться это сделать. Не исключено, что старания останутся безрезультатными, но в противном приблизимся к совершенству», закончил за него Фулгрим. «Только из-за недостатка совершенства мы можем подвести императора», продолжил Фабий. Фулгрим кивнул. «Ты можешь работать дальше, Апотекарий», сказал он. «Делай, что должен». Братство Феникса встречалось в Гелиополисе при свете живого огня. Люди подходили по одному и парами, минуя огромные бронзовые врата и занимали места у широкого круглого стола, поставленного в центре. Оранжевые отблески пламени курильниц отражались от высокого потолка и поверхности стола. Вокруг него через равные промежутки стояли стулья из черного дерева с высокими спинками, и половина их уже была занята детьми императора в плащах с капюшонами. Отполированные доспехи сверкали, но было заметно, что они знавали лучшие дни. Соломон Деметр увидел, как через врата Феникса вошли Юрий Каосарон и Марий Ваиросиан, а вслед за ними еще несколько капитанов, не задействованных в сражениях. Друзья заняли места по обе стороны от него, и Соломон, приветственно кивнув, не мог не заметить их усталости, но был рад увидеть живыми и невредимыми после очередной опасной высадки на лежащую внизу планету. Зачистка Лайрана оказалась нелегкой для каждого из них. На поверхности одновременно оставались три четверти состава легиона, и в такой выматывающей войне почти не было времени для передышки. Едва очередная рота воинов возвращалась на корабль для пополнения боеприпасов, как их снова посылали в новое сражение. План лорда Фулгрима был блестящим и смелым, но не оставлял возможности для отдыха и восстановления сил. Даже обычно неутомимый Марий сегодня выглядел совершенно измотанным. Сколько? спросил Соломон, заранее опасаясь услышать ответ. Одиннадцать погибших, произнес Марий, и я боюсь, что еще один может умереть через день или два. Семеро, вздохнул Юлий, а как у тебя? Восемь, ответил Соломон. Клянусь огнем, это чересчур жестоко, и у всех остальных ситуация не лучше. Если не хуже, добавил Юлий, наши роты лучшие. Соломон кивнул. Он понимал, что Юлий и не думал хвастать, этого за ним не водилось, он просто констатировал факт. А вот и новая кровь, сказал он, заметив среди членов Братства Феникса два незнакомых лица. Оба воина нанесли на плечах капитанские знаки отличия, но краска на них едва успела просохнуть. Неблагоприятные условия не должны сказываться на командном составе легиона, заметил Марий. Хороший лидер обязан оставаться в безопасности, чтобы иметь возможность вдохновлять подчиненных ему людей. Марий, не надо цитировать мне устав, сказал Соломон. Я сам присутствовал при написании этой части. В сущности, я сам принял решение идти по центру. А ты случайно не принимал решение оставаться чертовски удачливым и живым? Вмешался Юлий. Я уже потерял счет с случаем, когда ты должен был быть убитым. Соломон улыбнулся, радуясь, что война на Лайране не сломила духа его приятеля. Знаешь, Юлий, боги войны ко мне благосклонны, и они не допустят, чтобы я погиб на этом неудачном подобии планеты. Не говори таких вещей, о благосклонности богов и тому подобном, пояснил капитан третьей роты. Это не соответствует духу легиона. Не расстраивайся, Марий, усмехнулся Соломон и хлопнул друга по наплечнику доспехов. За этим столом есть только один бог сражений, и я сижу с ним рядом. Марий стряхнул его руку с плеча. Не смейся, Соломон, я говорю серьезно. Я это прекрасно знаю, огорченно кивнул Соломон. Тебе надо немного встряхнуться, друг мой. Нельзя же постоянно ходить с мрачными физиономиями, правда? Война вообще не самое веселое занятие, Соломон, возразил Марий. Хорошие люди погибают, а ответственность за их жизни лежит на наших плечах. Каждая смерть подрывает наши силы, а ты над этим насмехаешься? Мне кажется, Соломон не это имел в виду. Вмешался Юлий, сам отвечает за свои слова, и у меня сжимается сердце, когда он веселится после гибели храбрых воинов. Слова Мария больно задели Соломона, и он ощутил, как в ответ на замечание Мария в его душе разгорается гнев. Он ближе наклонился к капитану третьей роты. Я никогда не посмел бы с легкостью относиться к тому факту, что люди гибнут, но я знаю, что если бы не я, живых осталось бы гораздо все мы относимся к войне по-разному, и я сожалею, если мое поведение тебя оскорбляет, но я такой, какой есть, и никто не заставит меня измениться. Соломон, не отрываясь, смотрел на Мария, почти надеясь на продолжение неожиданно возникшего спора, но его друг только покачал головой. Извини меня, дружище, бесконечные сражения настроили меня на агрессивный лад, и я постоянно ищу повода выплеснуть «Все отлично», ответил Соломон, и его гнев мгновенно испарился. «Я и сам порой не могу удержаться от насмешек, хотя и знаю, что они неуместны, и ты меня извини». Марий протянул руку, и Соломон с готовностью ее пожал. «Война имеет свойство выставлять нас глупцами именно в тот момент, когда мы должны служить образцом». Соломон кивнул. «Ты прав», сказал он, «Но я не способен придумать другого занятия. Заботы о культурном развитии я предоставляю Юлию. Кстати, как поживает банда летописцев, с которыми ты подружился? Скольким произведениям искусства ты послужил образцом? Клянусь, Марий, скоро не останется ни одной палубы, где бы ты не рисковал наткнуться на собственную физиономию, увековеченную на холсте либо в мраморе». «Твоя внешность, Соломон, уж точно не нуждается в запечатлении в произведениях искусства. Зачем людей пугать?» Юлий рассмеялся, успешно оборачивая привычное оружие Соломона дружескую насмешку против него же. «И вряд ли их можно называть бандой. Музыка госпожи Кински вызывает восхищение, и да, я надеюсь позировать для портрета кисти Сирены Д'Анджело к совершенству можно стремиться в разных областях деятельности, не только в войне». «Какое самомнение!» протянул Соломон широко разводя руки. В этот момент врата Феникса вновь отворились и вошел Фулгрим в полном боевом облачении, в доспехах, с наброшенной поверх накидкой из перьев огненного цвета. Его появление произвело как обычно грандиозное впечатление. Астартес с восторгом уставились на обожаемого командира и все разговоры за столом моментально стихли. Все собравшиеся воины, поднявшись, склонили головы и примарх детей императора занял свое место за столом. Как обычно, Фулгрима сопровождали Эйделан и Веспасиан и их доспехи тоже были покрыты накидками из перьев. В руках лорды-командиры держали высокие посохи, набалдашниками которым служили небольшие курильницы из темного металла, горевшие неярким красным огнем. Хотя круглый стол теоретически отвергал все различия в рангах и званиях, ни у кого не могло возникнуть и тени сомнения относительно того, кто возглавляет это собрание. В других легионах собрания воинских лож могли проходить менее официально, но дети императора строго придерживались обычаев и ритуалов, поскольку повторение вело к совершенству. «Братья Феникса», заговорил Фулгрим, «Именем огня приветствую вас». Бекья Кински сидела за широким столом в своей каюте и через окаймленный бронзый иллюминатор наблюдала за плывущим в космосе голубым миром. Но, склонившись над чистыми листами нотной бумаги, она едва ли замечала красоту, представшей ее взору картины. После того, как Остиан Деллафур отверг ее, душа Бекьи оскорбленно кипела. Хотя мальчик был неискушен и не выделялся особой физической привлекательностью, что отличало всех ее любовников прошлые годы, но он был молод, а очарование молодости Бекья ценила выше всех остальных преимуществ. Отравить его невинность горькой искушенностью своего опыта и возраста было одним из немногих оставшихся ей удовольствий. С самых ранних лет Бекья имела возможность получить в свое распоряжение любого мужчину или женщину, и никто не осмеливался противиться ее воле. Быть отвергнутой сейчас, когда она достигла вершин успеха, казалось немыслимым. Гнев на Остиана, не принявшего ее предложения, сжигал душу Бекьи огнем, и она поклялась отомстить за беспримерное нахальство. Никто еще не смел отказать Бекьи Кински. Она прижала пальцы к вискам и легонько помассировала их в надежде уменьшить головную боль, наплывающую волнами. Неестественно гладкая поверхность кожи показалась ей слишком холодной, и Бекья уронила руки на письменный стол. Хирургическая коррекция успешно скрывала все видимые признаки ее возраста, но все равно уже недалеко то время, когда человеческое искусство уже не в силах будет противостоять разрушительному воздействию времени. Бекья взяла со стола перо, и рука замерла над листом нотной бумаги, но тонкие линейки так и остались возмутительно чистыми. Бекья сама распустила слухи о начале новой работы над триумфальной симфонией, посвященной лорду Фулгриму, однако до сих пор в ее записях не появилось ни единой ноты. Избрание в гильдию летописцев было грандиозной, но вполне ожидаемой честью, поскольку ни один человек не решился бы оспаривать непревзойденный талант Бекьи Кински. Ее выдвижение являлось логическим продолжением всей ее деятельности на музыкальном поприще и, казалось, открывало неограниченные горизонты для творчества. По правде сказать, башни Терры опостылили Бекьи, одни и те же лица, одни и те же банальности, жизнь стала казаться пресной. Что могло заинтересовать ее на Терре, если она испробовала все плотские и наркотические удовольствия, которые можно было купить за деньги? Какие новые ощущения мог предложить унылый и выхолощенный мир, слишком старый мир, чтобы удовлетворить разнузданный вкус Бекьи? Она решила, что галактика, пробужденная и покоренная возродившимся величием человечества, предоставит ей новые, невиданные чувства и переживания. И поначалу так оно и было. Заново открытые миры изобиловали чудесами, а общество других талантливых людей возбуждало самолюбие, и музыка стекала с ее пальцев на нотные линейки, совсем как в то время, когда она сочиняла симфонию ночи изгнания, принесшую Бекьи почетную мантию серебряного Меркурия. Теперь ее уже ничто не вдохновляло, и музыка иссякла. Парящий в космосе мир медленно плыл по своей орбите, и она лихорадочно надеялась, что его красота снова подарит ей возможность творить. Вместе со всеми собравшимися боевыми братьями Соломон поднялся, приветствуя любимого примарха. Находиться в обществе лорда Фулгрима само по себе было великой честью, осознание причастности к избранным доставляло особую радость. Мы рады приветствовать вас, наш господин и повелитель, произнес он в унисон с остальными воинами. Эйдолон и Веспасиан шагнули к своим местам и прежде чем сесть вставили жезлы в специальные подставки в подлокотниках кресел. Капитан не мог не заметить напряженность в их взглядах и задумался, что могло произойти между двумя лордами-командирами перед их появлением в зале. Братство Феникса очень отличалось от воинских лож, существовавших в других легионах. В те времена, когда дети императора сражались бок о бок очень подружились с воинами Хоруса и в промежутках между боями не раз обсуждали свои братства. Ложа лунных волков по существу представляла собой сообщество, открытое для всех желающих стать его членами, неформальный кружок для откровенных разговоров, где ранг и положение не имели значения, где люди могли свободно высказывать свое мнение, не опасаясь последствий. Соломон и Марий даже как-то получили приглашение на одно из таких собраний, и провели приятный вечер в отличной компании под предводительством офицера по имени Сергор Таргост. Несмотря на несколько театральную обстановку и закрытые капюшонами лица присутствующих, собрание понравилось Соломону, но он не мог не заметить, что Марию такое неформальное общение лиц разных званий не доставило удовольствия. По традициям детей императора в их ложе могли состоять только офицеры высшего звена. Приглашения на сегодняшнее собрание были разосланы самим Фулгримом, и Соломон гадал, что намерен им рассказать примарх. «Братья мои, зачистка Лаэрана близится к завершению», заговорил Фулгрим, вызвав этими словами оживление в рядах слушателей. «Нашей атаки ожидает последний бастион ксеносов, и я сам поведу вас в это сражение. Разве не обещал я лично водрузить наше знамя на развалинах последней крепости Лаэров? «Обещал!» воскликнул Марий, и Соломон обменялся взглядами с Юлием, поскольку оба они в голосе третьего капитана услышали льстивые нотки. Остальные воины после возгласа капитана третьей роты застучали кулаками по столу, и Фулгрим поднял руку, успокаивая восторги своих воинов. «Сражения на Лаэране не были для нас легкими, и каждому пришлось терять в боях своих братьев», печальным тоном продолжил Фулгрим, отдавая должное горю, которое все они испытывали. Но тем большую честь мы завоевали. Когда люди станут вспоминать эти дни и наши успехи, они могут посчитать хроники недостоверными, думая, что ни один легион не в состоянии покорить целую расу в столь короткое время. Но мы не обычный легион, мы избранники самого императора, и нам одним выпала честь носить на груди изображение его орла. Каждый из воинов в подтверждение его слов прикоснулся ладонью к нагруднику доспехов, а Фулгрим продолжил свою речь. «Ваша отвага и ваши жертвы не останутся незамеченными, и в галерее героев навечно останутся имена и подвиги погибших. Я навсегда сохраню память о них в своей душе, как сохранят ее и те, кто займет их место». Фулгрим встал и обошел вокруг стола, остановившись возле вновь прибывших воинов. Один из них взирал на присутствующих орлиным взором прирожденного воина и сразу понравился Соломону, тогда как второй офицер, казалось, чувствовал себя неловко, став объектом всеобщего внимания. Соломон легко мог понять смущение нового члена общества, поскольку хорошо помнил, как его самого представляли братству Феникса. «Гибель наших братьев, как бы печально она ни была, дает возможность другим воинам приблизиться к совершенству, занимая место павших. Приветствуйте их, братья! Приветствуйте появление новых членов в наших рядах!» Двое новичков поднялись со своих мест и поклонились членам лужи, а Соломон присоединил свои аплодисменты к общей овации. Фулгрим положил руку на плечо того офицера, который выглядел более скромным. «Это капитан Саул Тарвиц», произнес примарх. «Он проявил истинную отвагу, сражаясь на атоллах Лаирана. Этот воин будет отличным пополнением наших рядов». Затем Фулгрим повернулся к тому, кто выглядел безоглядным храбрецом. «А это братья мои Люций, опытный мастер меча, превосходно понимающий, что значит быть одним из детей императора». Оба имени были знакомы Соломону, хотя он знал этих людей только понаслышке. Люций ему очень понравился, в нем он отчасти узнавал собственное неистовство, но вот Тарвиц выглядел, как бы выразился Марии, обычным линейным офицером. От Тарвиц не ускользнула заинтересованность Соломона, и он уважительно склонил голову. Деметр ответил кивком и моментально понял, что в этом воине нет ни капли достигнет. Оба воина опустились на свои места, а Фулгрим, шелестя по гладким плитам пола накидкой из перьев, снова обошел вокруг стола. Соломон посмотрел на Мария. Он внезапно понял, что примарх не испытывает желания продолжать монолог. Марий в ответ только едва пожал плечами. Война на планете почти закончена, и после взятия последнего Атолла настанет время строить планы относительно тьму. Я получил весточку от своего брата Ферруса Мануса, в которой говорится, что железные руки готовятся к новому походу, и он почтительно просит нас оказать ему помощь в борьбе с жестоким противником. Он начинает массовое наступление против врагов человечества в районе малого двойного скопления, и нам предоставляется шанс продемонстрировать принципы стремления к совершенству, основополагающие для нашего легиона. После покорения лаэров мы встретимся с моим братом в окрестностях звезды Королес и поможем 52-й экспедиции, а потом отправимся к аномалии Пардос, как планировалось раньше. Перспектива снова идти в бой с воинами 10-го легиона заставила сердце Соломона забиться чаще, и он обнаружил, что вместе со всеми радостно улыбается от этой мысли. О братских узах между Фулгримом и Феррусом Манусом ходили легенды, и несмотря на десятилетия сражений Фулгрима рядом с Хорусом, его привязанность к Феррусу нисколько не ослабла и была крепче, чем между другими примархами. «А теперь пора рассказать им и обо всем остальном!» раздался пронзительный голос, и Соломон изумленно замер, не в силах поверить, что кто-то осмелился обратиться к примарху таким тоном. Когда на этот возглас обратились многочисленные разъяренные взгляды, то оказалось, что это никто иной, как лорд-командир Эйдолон. «Спасибо, Эйдолон!» сказал Фулгрим, и Соломону стало ясно, что примарх указать лорду-командиру на вопиющее нарушение протокола. «Как раз к этому я и перехожу!» Необычное выступление Эйдолона повергло всех собравшихся в смятение, и обществом овладело беспокойство. Непонятное чувство стеснило грудь Соломона, он не знал, чего следует ожидать, но происходящее ему определенно не нравилось. Фулгрим вернулся на свое место. «К несчастью, заговорил он, не все из нас смогут принять участие в этой кампании, поскольку мы должны подчиняться общим требованиям крестового похода. Покорение галактики и приведение миров к согласию требуют значительных усилий, и воитель приказал, чтобы часть наших сил была направлена на усмирение отдельных территорий, которые стремятся выйти из повиновения». В зале раздались протестующие и разочарованные возгласы, и у Соломона при мысли лишиться возможности сражаться рядом с двумя величайшими воинами современности, перехватило дыхание. Лорд Эйдолон в сопровождении отряда численностью около роты на Гордом Сердце отправится к поясу Сатира Лангса, чтобы удостовериться, что имперские управляющие должным образом воплощают в жизнь законы Империума. «Капитан Тарвиц и капитан Люций вам следует подготовить своих людей для немедленного перебазирования на борт Гордого Сердца. Это будет первым заданием для вас в качестве новых членов Братства Феникса, так что я не жду от вас ничего другого, кроме совершенного выполнения приказа. Я знаю, что вы меня не разочаруете». Оба офицера отдали честь, и Соломон видел, что, несмотря на сожаление из-за невозможности дальше воевать вместе с основными силами региона, доверие Фулгрима наполнило их сердца радостью. Но еще он заметил, что похожей радости не было в сердце Эйдолана, и знал, что лорд-командир, несмотря на честь сражаться под руководством воителя и командовать значительными силами, разочарован подобным назначением. Но поскольку сражениями на Лаэране руководил Веспасиан, другого выбора не оставалось. Соломон знал, что Эйдолан прекрасно это понимает, и окажись он на месте лорда-командира, сам испытал бы горькое разочарование. После вашего возвращения мы будем воспевать вашу храбрость, а сейчас давайте пировать и пить в честь грядущей победы над Лаэраном, провозгласил Фулгрим. Врата Феникса распахнулись, пропуская слуг с подносами, нагруженными изысканными блюдами и сосудами с вином. Выпьем за предстоящую победу, крикнул Фулгрим. Глава пятая Сбиты, следуем за огненной птицей, храм искушения. Штурм катера и громовые ястребы, поднявшиеся в воздух над последним из Лаэранских атоллов, составляли одну из самых больших армат, когда-либо применявшихся в течение всего Великого Крестового похода. В последних лучах заходящего солнца с уже захваченных атоллов, взлетело девять сотен кораблей. Время вылета и курс следования для каждого был рассчитан самим примархом, чтобы новая атакующая волна подходила к цели в точно назначенное время. Истребители и бомбардировщики с завыванием поднимались в воздух в облаках коралловой пыли и реактивных газовых струй, а следом за ними поднимались штурмкатера и ястребы. В несколько минут небеса над всеми атоллами заполнились темными хищными силуэтами, которые кружили подобно вороньим стаям, готовые к выполнению своей убийственной миссии. По сигналу с орбиты корабли разом изменили курс и по безоблачному синему небу устремились к своей жертве. Фулгрим стартовал с палубы гордости императора на огненной птице, спроектированном и построенном под его личным руководством вооруженных мастерских флагманского корабля. Размах его крыльев был больше, чем у обычного штурмкатера, их стреловидные плоскости были изящно приподняты, а слегка опущенный нос придавал кораблю сходство с хищником, готовым закогтить жертву. Огненная птица ворвалась в атмосферу Лайрана, и ее крылья окутали языки призрачного пламени, осветив тьму, словно комета. Внутри штурмкатера Соломона все металлические части блестели по золотой, а почти все свободные поверхности были заняты мозаичными картинами победных сражений воинов легиона бок о бок с лунными волками. Солдаты в серостальных доспехах были изображены в перемешку с пурпурно-золотыми детьми императора, и Соломон, глядя на дрожащую и качавшуюся перед ним картину, внезапно ощутил укол сожаления о былом товариществе. От этого становится только хуже, произнес Гай Каффин, заметив беспокойство Соломона. Спасибо! Крикнул он в ответ. Я просто стараюсь не думать о стене заградительного огня, сквозь которую придется пролететь, прежде чем мы доберемся до этого проклятого атолла. Рев двигателей, несмотря на действия фильтров шлема, заглушал почти все прочие звуки. Треск взрывов казался далеким и неясным, бронированный корпус штурмкатера обеспечивал отличную защиту от снарядов и все же каждый из воинов хорошо знал, какую опасность они представляют. Мне это не нравится! Крикнул Соломон. Я терпеть не могу полагаться на судьбу при высадке на поле боя, когда обстоятельства выходят из-под моего контроля. Ты уже не раз об этом говорил, заметил Каффин. И когда мы летали на штурмкатерах и когда ездили на Рина, но в данных условиях нам пришлось бы научиться ходить по воде, чтобы добраться до места. И вспомни, что случилось с ударной группой на Атоле-19, ответил ему Соломон. Корабль едва не разбился в дребезги о скалу. Слишком много хороших воинов погибло в пламени еще до того, как они получили возможность испытать свою боевую удачу. Боевую удачу? Насмешливо переспросил Каффин, покачивая головой. Клянусь, иногда после твоих разговоров об удаче и богах войны Сиана. Мне все это нравится не больше, чем тебе, но ведь для нашей безопасности приняты все возможные меры, не так ли? Соломон кивнул, признавая правоту Каффина. Лорд Фулгрим, понимая, что весь флот должен разделить со старта с честь покорения 28-3, позволил подняться в воздух армейским истребителям, чтобы уничтожить самые активные батареи обороны лаеров. Теперь большая часть противовоздушных орудий защитников Атолла несколько огневых точек еще оставались в сохранности и продолжали сопротивление. Соломон перевел взгляд на длинные ряды сидений пассажирского отсека, чтобы определить, какое впечатление их беспокойный перелет оказал на воинов. К своему немалому удовольствию он увидел, что люди спокойны, как если бы это был обычный тренировочный вылет. Его солдаты сохраняли спокойствие, а он, несмотря на все уверения Каффина, испытывал тревогу и необходимость по крайней мере повидать управлявших штурмкатером пилотов. Соломон учился управлять штурмкатером и даже тренировался на более современных громовых ястребах, но не мог не признать, что в лучшем случае способен вести судно лишь в благоприятных условиях. В бой их должны вести другие, более искусные летчики, поскольку план примарха требовал абсолютной и беспрекословной точности и согласованности действий. Соломон ударил ладонью по замку ремней, отстегивая их, и поднялся на ноги, ухватившись за латунный поручень, проходивший под потолком вдоль всего отсека. «Я иду в рубку», заявил он. «Ты собираешься взяться за штурвал?» поинтересовался Каффин. «Я уже чувствую себя в полной безопасности». «Нет, я только хочу посмотреть, что там происходит». Каффин ничего не ответил, и Соломон зашагал к рубке. Внезапно катер содрогнулся, и по корпусу застучали осколки разорвавшегося вблизи снаряда. Капитан Деметр прошел через пассажирский отсек и рывком распахнул дверь кабины пилотов. «Сколько нам еще осталось лететь до зоны высадки?» крикнул он, перекрывая рев двигателей. Второй пилот оглянулся. «Две минуты», ответил он. Соломон кивнул, ему хотелось поговорить, но он не решался отвлекать пилотов от их работы. Ночное небо за бронированным стеклом рубки было освещено разрывами заградительного огня и артиллерийского обстрела. Истребители флотилии вели в бой с уцелевшими кораблями лаеров, чтобы расчистить путь для воинов легиона. Впереди Соломон уже видел плывущий в небо ярко освещенный остров. Храмовый атолл, словно маяк, разгонял ночную тьму. «Глупо!» пробормотал он себе под нос. «Мне надо было просто на время отключиться». Рубку пилотов заливал дрожащий красноватый свет, и внезапно Соломону на ум пришло сравнение с морем крови. Он начал обдумывать эту мысль как возможную примету грядущего сражения, но вскоре выбросил ее из головы. Глупое занятие. Приметы и предзнаменования существуют лишь для слабых умов, которым неведомы для диких варваров, пытающихся объяснить для себя восход солнца и выпадение дождей. Соломон считал себя выше неразумных суеверий, но вспомнил свою неискоренимую привычку перед каждой битвой вносить улучшения в свои доспехи и тщательно их проверять ради собственной безопасности. Он усмехнулся. Кое-кто мог бы счесть этот обычай суеверием, но Соломон считал, что забота о доспехах и оружии всего лишь проявления благоразумия. Сложная паутина траекторий снарядов и взрывов полностью завладела его вниманием, и Соломон, не желая возвращаться на свое место, присел на корточке у двери рубки. Несколько мгновений он наблюдал за сложным танцем огня, но вдруг все залило ослепительное сияние, и над их штурмкатером пронеслась огненная птица. Огромная скорость корабля-примарха означала, что Фулгрим в числе первых высадится на атолле. Крылья огненной птицы все еще были окутаны языками огня, и Соломон с улыбкой отметил, что намерение примарха начать сражение с наступлением ночи не было случайным. Алые отцветы заплясали на лицах пилотов, а Соломона вновь охватило зловещее предчувствие чего-то ужасного. Что-то должно произойти, но не с ним лично, а с легионом. Внезапно штурмкатер сильно тряхнуло, первый пилот выругался, и Соломон напрягся всем телом. Удар пришелся в борт, их штурмкатер накренился и стал падать. В памяти мгновенно всплыли картины простиравшегося под ними бездонного океана и сражений в его темной бездне. Соломон Соломон не испытывал ни малейшего желания снова спускаться в этот холодный подводный мир. Левый двигатель горит, крикнул пилот. Увеличь мощность по правому борту. Стабилизаторы вышли из строя, пытаюсь компенсировать. Перекрой подачу топлива из крыла и выравнивай судно. Штурмкатер продолжал заваливаться на бок, и Соломон судорожно вцепился в край переборки. Летчики пытались сквозь шум послышался предупредительный писк альтиметра. Голоса пилотов выдавали их напряжение, но вместе с тем Соломон видел, как опыт и долгие годы тренировок помогают им эффективно справляться с аварийной ситуацией. Наконец штурмкатер стал понемногу выправляться, хотя красные огоньки все еще продолжали гореть на пульте, и альтиметр завывал по-прежнему. Рубку заполнило почти осязаемое и начал разжимать пальцы, едва не продавившие переборку. «Отличная работа!» — воскликнул один из летчиков. «Мы все еще летим!» Но уже в следующее мгновение вся левая сторона штурмкатера разом заполыхала. Соломона бросила на пол, а ревущая стена огня осветила небо. Стекло рубки моментально рассыпалось, и пламя ворвалось в кабину. Соломон ощутил жар огня на своих доспехах, но он не мог ему повредить, хотя капли расплавившегося стекла забрызгали его с ног до головы. Штурмкатер завертелся, ревущий ветер заглушил все звуки, холодный воздух пронесся по разбитой рубке и загудел в ушах. Второй пилот каким-то чудом еще был жив, но его тело покрыли страшные ожоги, и на коже плясали язычки огня. Соломон понял, что ничем не может ему помочь. Штурмкатер сорвался в пике, и отчаянные крики летчика смешались с завыванием ветра. Соломон успел увидеть, как навстречу ему поднялась черная стена океана, затем штурмкатер врезался в воду, и темная вода поглотила его. Вой, доносившийся от коралловых башен, как показалось Юлию, стал еще пронзительнее, и он был поражен внезапно пришедшей в голову идеей, что это кричит от ярости сам Атол. Последние из лаэров защищали это место, но если они и испытывали отчаяние или страх, то никак этого не показывали. Эти ксеносы сражались упорнее, чем все, кого ему приходилось убивать в этой кампании. Едва штурмкатер коснулся земли, Юлий и Ликаон мгновенно вывели на поверхность Атолла воинов первой роты, и на чудовищной терминаторской броне заплясали отблески огня. Несмотря на то, что доспехи отсекали большую часть внешних шумов, в уши мгновенно ударили крики, стрельба и грохот взрывов. Не дожидаясь приказов, дети императора быстро рассредоточились вокруг Ликаона, и он знал, что точно такие же сцены сейчас происходят в сотнях других мест по всему Атоллу. Снаряды чужаков уже долетали до них, но если они были способны пробить доспехи Марк-4, то на броне терминаторов не оставалось даже царапин. Юлий был уверен, что если бы таких доспехов было больше, война была бы давным-давно выиграна, но массовое изготовление комплектов тактических дредноутов только началось, и правильно ими пользоваться пока умели лишь несколько подразделений. Выдвигаемся! Приказал Юлий, как только его воины заняли свои места. Терминаторы выстроились в фалангу, их болтеры и встроенные в доспехи тяжелые орудия взрывали любого встреченного на пути Лаэра, оставляя за отрядом след из кровавого месива в перемешку с коралловым щебнем. Отряды детей императора с сжимающимся кулаком окружали храм и уничтожали его последних защитников. Бомбардировщики флотилии оказывали поддержку наземным войскам и тяжелые разрывные снаряды раскалывали коралловые башни, окутывая их фонтанами огня. Сразу после высадки воинов стали прибывать и мощные транспорты рейдеры, хищники и защитники. В общем шуме послышались тяжелые шаги и Юлий увидел, как древний Релонор со всего размаху пробил стену, служившую прикрытием группе лаэрских солдат, вооруженных мощными энергетическими ружьями. Копье зеленого луча тотчас уперлось в броню дредноута и Юлий вскрикнул, опасаясь непоправимых разрушений, но могучая военная машина словно не заметила удара. Релонор схватил ближайшего лаэрского солдата и мощным движением разорвал его тело пополам, в то время как желтые струи огня из встроенного орудия выжгли из укрытия еще несколько воинов. Юлий со своими людьми завершил дело, послав несколько очередей снарядов в уже обожженные тела лаэров. Благодарю за помощь, послышалось из дредноута, хотя она и не требовалась. Внезапно поле боя зловещим сиянием залил оранжевый свет и над головами взвыли двигатели огненной птицы. Боевой катер Фулгрима уносил примарха в самое сердце боя, к храму лаэров. Вперед, ликоон! ликующего скликнул Юлий. Следуем за огненной птицей! На южных гористых склонах Атолла Марию Вайросиану приходилось намного труднее, чем капитану первой роты. Слишком много кораблей было сбито в этом районе, и он сознавал, что для выполнения поставленных примархом задач сил осталось опасно мало. Лаэры сражались с невиданной до сих пор яростью, их змеиные тела сплетались в целые клубки и бесстрашно устремлялись навстречу Астартес. Дальние выходы из горных склонов затянулись мутным туманом, и Марию показалось, что он различает в нем красноватые отцветы. Может, это какое-то газовое оружие? Если так, то оно бессмысленно против Астартес, поскольку их доспехи непроницаемы для столь примитивного воздействия. Театолло было не слишком интенсивным, что весьма порадовало Мария. Он не мог понять, как могут лаэры существовать под воздействием столь раздражающих звуков и ярких цветов. Но попытки понять врага вели на темные пути, и он не намерен туда сворачивать. «Отряд огневой поддержки, вперед!» приказал Марий. «Мы должны быстро расчистить себе путь. Наши братья нуждаются в нас, и я не хочу, чтобы третью роту обвинили в бездействии». Астартес, вооруженные тяжелыми орудиями, заняли позиции на развалинах коралловых башен. Крупнокалиберные снаряды устремились в перену тумана, и у Мария загудела в голове от глухих разрывов. После предварительного обстрела, когда враг еще не мог поднять головы, наступил самый подходящий момент для начала атаки. Хоть Марий и не одобрял безрассудство Соломона, иногда не оставалось ничего другого, как занять место в центре наступающей группы. «Отделение Каланус, отделение Юдикус, вперед, по центру!» Юлий швырнул лаэрского солдата озимь, и энергетическое поле, окутывающее его рукавицу, мгновенно пронзило серебряные доспехи и рассекло змеиное тело почти пополам. Юлий со своими терминаторами пробил брешь в обороне лаэров, оставив на попечение апотекариев всего одного воина. Сражение оказалось жестоким, но терминаторская броня обеспечивала отличную защиту, и Юлий наслаждался ощущением своего всемогущества. Беспрепятственно проходить сквозь огонь, в этом было что-то божественное, но Юлий быстро отбросил эти вздорные мысли. Огненная птица села примерно в километре от них, а судя по донесениям звук связи, сопротивление защитников храма оставалось все таким же упорным. Воины первой роты не могли похвастаться большой скоростью передвижения, но они были неутомимы, и при поддержке древнего Релонора смогли все-таки проложить себе путь к цели. Через некоторое время Юлий понял, что чем ближе продвигаются они к центру атолла, тем заметнее тает сопротивление лаэров. Поверхность под ногами стала каменистой, часто на пути встречались крутые склоны, представлявшие отличную возможность задержать атакующих, но лаэры почему-то не воспользовались своими преимуществами. Ликаон, как тебе это нравится? Спросил Юлий, поднявшись на крутой коралловый склон и осматривая лежащий перед ним путь. Впереди вздымались почти непроходимые завалы из коралловых глыб, но лаэры похоже уже отступили, так что проход наверняка кажется, что они не слишком стараются нас остановить, отозвался Ликаон. Я уже несколько минут ни в кого не стрелял. Верно. Хотя вряд ли это повод жаловаться. Здесь что-то не так, сказал Юлий. Что-то неправильно. И каковы будут приказы, сэр? По мере продвижения к центру атолла, вой коралловых башен становился все громче, и Юлий заметил, что извилистые переходы меж коралловых глыб, ведущие к цели, становятся уже. Они больше подходят для змеиных тел Лаэров, подумал он. Крики, шипения и грохот битвы становились все ближе и сплетались в оглушительную какафонию, и Юлий удивлялся, как это Лаэры еще не лишились рассудка в таком шуме. Огненная птица должна быть где-то неподалеку, крикнул Юлий. Рассредоточьтесь и отыщите проход в кораллах, мы нужны нашему приварху. Грохот битвы напомнил ему описание сражений в древних поэмах старой Терры, изобилующих преувеличениями и сгущающих краски. Они явно были написаны людьми, не участвовавшими ни в каких воинах. Поймав себя на том, что даже в хаосе сражения продолжает размышлять о поэзии и литературных произведениях, он мысленно пообещал себе сдерживать неподобающие фантазии. Вероятно, Соломон прав, и он слишком много времени проводит с летописцами. Капитан! Закричал Ликаон. Сюда! Юлий переключил внимание на своего адъютанта и увидел, что тот отыскал еще недавно заваленный проход, уходящий вглубь пористой массы коралла. Открывшийся коридор казался достаточно широким, хотя воинам в терминаторских доспехах все же будет нелегко по нему пройти, но Юлий надеялся, что расщеленно приведет их к цели. Первое, вперед! Приказал Юлий и перешел на самый быстрый шаг, который позволяли тяжелые доспехи. С болтером на изготовку Юлий повел своих воинов по сумрачному переходу, уводящему к центру атолла. Отзвуки боя рождали в коридоре странное эхо, стены оказались влажными, так что Юлию внезапно огромного животного. Непрошенная мысль неожиданно вызвала беспокойство. А вдруг кораллы лаеров живые? Неужели никто не додумался это проверить? Он выбросил и эту мысль из головы, поскольку было уже слишком поздно что-то предпринимать. Спустя некоторое время Юлий увидел над головой темное небо, пересекаемое трассирующими снарядами, и понял, что выход недалеко. По крайней мере, он надеялся, что они попадут туда, куда направлялись. Туннель стал еще уже, и чтобы пробиться сквозь кораллы, ему пришлось воспользоваться крепкой броней и мощью энергетической перчатки. Юлий выскочил из туннеля в устье широкой розовой долины, на противоположном конце которой сквозь туман просвечивал грандиозный храм, увенчанный двумя шпилями. По краям долины стояли и вопили сотни зазубренных, изогнутых внутрь башен отростков, так что долина была похожа на горловину причудливой раковины какого-нибудь гигантского тропического моллюска. На ближних подступах к храму темнели толпы лаэрских воинов, а в самом центре долины Юлий увидел исполинскую фигуру примарха, который прорубал себе путь мощными взмахами золотого меча по имени Разящий огонь. Увенчанный орлиными крыльями шлем фулгрима блестел в темноте и при виде своего примарха Юлий ощутил прилив гордости. Потрескивающие энергии лезвия гвардейцев феникса окружали фулгрима, длинные алебарды удерживали большую часть врагов на расстоянии и вся группа понемногу продвигалась к стоящему в дальнем конце долины храму. Рядом с примархом Юлий рассмотрел массивную фигуру брата Тестиса, высоко державшего штандарт легиона. Орел на древке знамени сиял в лучах луны белым золотом и тяжелая пурпурная ткань развивалась и хлопала на ветру. Юлий сразу увидел, что примарх окружен врагами. «Войны первой роты!» закричал он. «Вперед! К фениксейцу!» Повелитель детей императора мощными ударами меча атаковал своих врагов и с каждым яростным взмахом один из лаэров падал замертво. Никто из противостоящих ему не оставался в живых и потому предательская мысль о том, что сражение идет не по разработанному плану, возникла внезапно, словно ночной убийца. Гвардия феникса героически, как, впрочем, и всегда, билась рядом с примархом. Золотые лезвия разили всякого, кто оказывался в пределах досягаемости смертоносных алебард и бравый Тестис высоко держал Знамя Легиона, отбивая любые посягательства на штандарт своим длинным мечом. Повсюду вокруг лаэры гибли под ударами мечей или под прицельным огнем болтеров. Странный розовый туман с сильным, но не противным запахом пополз по полю сражения, завиваясь в кольца вокруг сапог примарха. Визгу башен вторили пронзительные крики лаэров и Фулгрим не мог припомнить никогда ему еще не приходилось сталкиваться с подобным буйством света и звука, но какую цель преследовала эта какафония, невозможно было даже предположить. Казалось, что центром ее был ревущий сам по себе храм. Из расщелин в его стенах, словно из окон, в воздух выплескивались громкие вопли и потоки розоватого тумана. До здания оставалось не более трехсот метров, но он понимал, что без дополнительной помощи Астартес до цели с таким же успехом могло быть три сотни световых лет. Меч примарха рассек выскочившего навстречу лаэра от шеи до пояса, но в голове снова прозвенела тревожная мысль, а вдруг их намеренно заманили в эту проклятую долину? Розовые коралловые стены и торчащие по краям зазубренные шпили напомнили растение, увиденное во влажных болотах 28-2. Оно питалось крупными насекомыми, заманивало их своими сладковатыми выделениями, а затем смыкало лепестки и высасывало из своих жертв все соки. Рядом с Фулгримом были только воины, прилетевшие с ним на огненные птицы. Несмотря на то, что они сражались с отменной храбростью, ряды Астартес мало-помалу редели, и такой уровень потерь предполагал только один результат. Увидев, что сквозь толпы лаэров к нему пробивается Юлий Каосарон, со своей первой ротой Фулгрим торжествующе потряс в воздухе кулаком. Терминаторская броня каждому из воинов придавала силу и неуязвимость танка, и хотя обычно эти неэлегантные доспехи вызывали у Примарха эстетический дискомфорт, сегодня при виде их в сердце Фулгрима вспыхнула радость. «Вижу могучую первую роту!» крикнул Фулгрим. «Теперь скорее вперед, мои братья! Скорее вперед!» Брат Тестис, высоко подняв знамя легиона, последовал приказу, продолжая рубить на части вражеских солдат. Фулгрим одним прыжком догнал его и прикрыл благородного знаменосца с фланга, и гвардейцы Феникса тоже быстро сплотились вокруг своего флага. «Следуем за фениксийцем!» закричал позади Юлий Кайосарон, и Фулгрим рассмеялся, радуясь мастерству и отваге воинов первой роты. Апотекарий Фабий утверждал, будто Лаэры химическим путем модифицировали свои тела в стремлении к совершенству, но они были лишь бледной тенью совершенства, воплощенного в солдатах его легиона. Сокрушив кулаком череп очередного Лаэра, Фулгрим представил себе, каких величайших высот может достичь он и его воины на подобном пути, и как горд был бы его отец, если бы увидел проявленные ими чудеса мастерства и отваги. Лаэрский воин, прошипев что-то на своем языке, неожиданно ударил Фулгрима прямо в нагрудник. Клинок скользнул по броне вверх и прочертил царапину на золотом шлеме. Фулгрим вскрикнул, скорее от неожиданности, чем от гнева, и мгновенно ударил мечом по челюстям врага. Он заставил себя сосредоточиться на сражении, а не на будущих почестях, и заметил, что в долину из проходов в кораллах спускаются другие его воины. Фулгрим нахмурился, отметив их опоздание, поскольку план предусматривал атаку на храм всеми имеющимися силами одновременно. Вероятно, где-то дела пошли не так, как было задумано, и его солдаты задержались. Неожиданные мысли не на шутку его встревожили, и настроение примарха померкло. Все больше и больше детей императора спускалось в долину, Фулгрим и знамя легиона все упорнее продвигались вперед, и храм был уже совсем близко. Навстречу метнулась ослепительно зеленая вспышка огня, и Фулгрим отпрянул в сторону. Он ощутил жар вражеского выстрела, но не стал обращать внимание на недолгую боль, и повернулся, чтобы встретить возникшую угрозу лицом к лицу. Но гвардейцы Феникса уже уничтожили дерзкого врага. «Знамя падает!» раздался чей-то крик. Фулгрим увидел, что Тестис упал на колени, и все его тело превратилось в пылающую статую. Огонь ксеносов поразил знаменосца. Штандарт легиона выскользнул из помертвевших пальцев Тестиса и склонился к земле, а языки пламени перепрыгнули на ткань. Фулгрим одним прыжком подскочил к Тестису, подхватил горящее знамя и высоко поднял его одной рукой, чтобы весь легион мог видеть символ своей славы. На ветру огонь вспыхнул сильнее, в своей бездумной ярости мгновенно уничтожая то, над чем многие годы трудились сотни вышивальщиц. Геральдический орлиный коготь, вышитый на пурпурном шелке, растаял в пламени, и в душе Фулгрима при виде такого оскорбления поднялась новая волна гнева. Горящие лоскуты летели в лицо, но он видел, что фигура орла, венчающая древко осталась нетронутой, словно некая высшая сила защитила ее от огня. «Орел все еще летит!» закричал Фулгрим. «Орел никогда не упадет!» Осквернение знамени вызвало яростные крики воинов легиона, и они с удвоенной силой ринулись уничтожать врагов. За спиной Фулгрима загрохотали болтерные залпы. Обернувшись, он увидел, как Юлий Каесарон сбил двух крылатых лаэров, посмевших приблизиться к почерневшему штандарту. Гвардейцы Феникса быстро выстроили защитный кордон, и Фулгрим шагнул к капитану терминаторов, все еще высоко держа в руке сверкающего орла. «Капитан Каесарон!» окликнул он Юлия. «Ты опоздал!» «Приношу свои извинения, мой господин!» сокрушенно ответил Юлий. «Найти проход в Фулгрим!» «Совершенство должно преодолевать любые затруднения!» «Да, мой господин!» согласился Каесарон. «Это больше никогда не повторится!» Фулгрим кивнул. «А где вторая рота капитана Деметра?» «Не могу сказать, господин! Он не ответил ни на один мой вызов по локс-связи!» Фулгрим отвернулся от Каесарона и вновь сосредоточился на битве. «Мне потребуется помощь твоих воинов, чтобы пробить оборону храма! Следуйте за мной!» Не дожидаясь подтверждения, Фулгрим быстрым шагом прошел сквозь строй гвардейцев Феникса и снова понес в бой уцелевшего в пламени орла. Тяжелые снаряды и ракеты ударили в стены храма, на землю полетели массивные коралловые блоки, сокрушая защитников, собравшихся у основания здания. Дети императора образовали атакующий клин во главе с Фулгримом и бросились на лаэров. В непосредственной близости от святыни лаэрские солдаты сражались с яростью, граничащей с безумием, розовый туман окутывал их тела тонкой пеленой, а пронзительные крики наводили на мысль о неистовых призраках из древних легенд. Лаэры стремились в бой, совершенно не заботясь о собственной безопасности, и Фулгрим мог поклясться, что некоторые из защитников просто бросались на лезвия его меча. Каждый взмах оружия исторгал потоки темного ихора и вопли, в которых, как он вспомнил позже, звучало ликование. Вот уже над ним нависли изогнутые шпили храмовых башен, а впереди, словно пасть подводной пещеры, зиял полукруглый вход. Повсюду валялись выбитые из стен осколки кораллов, между ними скользили десятки змееподобных ксеносов, сжимавших в руках кривые сабли, и на лезвиях ярко сверкали искры энергетического поля. Дети императора устремились в последнюю, короткую, но кровопролитную атаку. Лаэры ответили неимоверно быстрыми ударами своих клинков. Против неестественно мощной энергии их оружия не могла устоять даже броня терминаторов, и ни один воин из первой роты Каосарона лишился в бою конечности, а то и жизни. Но в долину вливались все новые и новые отряды Астартес, и ничто не могло их остановить, они быстро уничтожили всех лаэров, стоявших между ними и зияющим входом в храм. «Мы их одолели, дети мои!» закричал Фулгрим. С сияющим на древке орлом в одной руке и золотым мечом в другой Фулгрим проложил себе путь к лаэрскому храму. Юлий Каосарон убивал врагов с яростью, свойственной скорее воинам Ангрона. Стыд, вызванный упреком Фулгрима, пробудил в нем неутомимую отвагу и неистовое желание реабилитироваться в глазах примарха. Он потерял счет уничтоженным лаэром, а затем, когда Юлий вслед за золотым орлом в руке Фулгрима ворвался в сердце кораллового сооружения, тьма окутала воина плотным покрывалом. Из-за стен храма до Юлия еще доносились грохот взрывов, болтерные очереди и лязг клинков, но с каждым пройденным шагом звуки становились слабее, словно он погружался в океанскую бездну. Фулгрим быстро шагал к центру храма, не замечая или не желая замечать эффекта, произведенного темнотой на его воинов. Юлий же обратил внимание, что даже гвардейцам Феникса, обычно невозмутимым при любых условиях, в этом месте стало не по себе. Примарх назвал сооружение местом поклонения. Подобные места были столь же противны Юлию, как и мысли о поражении, и то обстоятельство, что он находится в храме, где мятежные ксеносы молились своим ложным богам, только раздувало пламя его ненависти. Следом за Юлием в храм проникли и другие воины. Они рассредоточились по залу, держа на готове мечи и болтеры на случай новой угрозы со стороны лаеров, так яростно защищавших подступы к зданию. «Здесь обитают могущественные силы», произнес Фулгрим, и его голос прозвучал будто издалека. «Я это чувствую». Гвардия Феникса сомкнула ряды вокруг Примарха, но он жестом приказал им отойти, спрятал в ножный меч и, сняв увенчанный орлиными гвардейцы Феникса остались в шлемах, но многие другие воины последовали примеру Примарха и обнажили головы. Юлий нажал на замки горловины и тоже снял шлем. Лицо после напряженного боя покрылось липкой испаренной, и он сделал глубокий вдох, чтобы прочистить легкие от дыхательной смеси доспеха. Воздух оказался горячим и насыщенным ароматами, клубы благовоний все еще вырывались из отверстий в стенах, и Юлий к немалому удивлению ощутил легкое головокружение. Астартес продолжили движение, углубляясь в храм, и темнота понемногу рассеивалась, до слуха Юлия донеслось нечто вроде безумной музыки, словно миллионы сумасшедших оркестрантов играли одновременно миллион разных мелодий. Из предполагаемого источника неистовых звуков распространялось еще и мерцающее многоцветное сияние. Даже на таком расстоянии Юлий ощущал прохладное дыхание ветерка, что свидетельствовало о наличии впереди еще большего пространства. Он ускорил шаг, стараясь не отставать от своего примарха. Едва Юлий приблизился к центральному залу храма, как ощутил, будто с его головы неожиданно сорвали толстое покрывало, о существовании которого он даже не догадывался, мощные потоки света и звука обрушились на его чувства, и воин невольно зажал уши ладонями. Ослепительные лучи озаряли внутреннее пространство храма и безостановочно метались от стены к стене. Безумная музыка рождала громоподобное эхо. В воздухе закружились пятна фантастических цветов, словно свет застрял во влажном ароматическом тумане, струившемся над полом. Вдоль закруглявшихся стен стояли чудовищные статуи, которых Юлий принял за богов Лаэрана. На их бычьих головах извивались длинные рога, а из туловищ торчали многочисленные руки. Тела статуи обвивали бесчисленные колючие обручи, грудная клетка каждого из них была прикрыта многослойной броней, но левая грудь оставалась обнаженной. Каждый сантиметр стен был покрыт варварскими фресками, и Юлий вздрогнул, увидев на полу храма сотни извивающихся змей подобных тел, и сухой шелест их кожи казался самым ужасным звуком. Он едва не крикнул, чтобы предупредить об опасности, но быстро понял, что в этом нет необходимости. Тела Лаэров тесно переплетались между собой в ужасной пародии на совокупление. Видимо, та сила, которая заставляла находящихся снаружи Лаэров сражаться с неиссякаемой яростью, не действовала на тех, кто находился внутри сооружения. Их безвольные, расслабленные позы, блестящие разноцветные тела и медленные, апатичные движения говорили о воздействии сильного наркотика. «Что они делают?» постарался перекричать шум Юлий. «Они умирают?» «Если так, то это не самый неприятный способ умереть!» ответил Фулгрим, не сводя глаз от какого-то предмета в центре зала. Юлий проследил за его взглядом и увидел, что извивающиеся лаэры окружили круглую глыбу пронизанного прожилками черного камня, на вершине которого был водружен меч со слегка изогнутым лезвием. Лезвие меча покрывала чеканка, напоминающая мелкую чешую, а конец с длинной серебряной рукояти украшал мерцающий красный камень, отбрасывающий на поверхность пьедестала причудливые брики. «Вот что они защищали!» сказал Фулгрим. Голос примарха показался Юлию бесконечно далеким и слабым. Глаза покалывало от дыма, а от непрерывной пляски света и звука начинала болеть голова. «Нет!» прошептал Юлий. Он неизвестно почему понял, что Лаэры не молились в этом странном месте, а были к нему прикованы. Это не место поклонения, а символ зависимости. Фулгрим, не выпуская из руки увенчанного орлом древка, шагнул к лежащим Лаэрам. Гвардейцы Феникса вознамерились последовать за примархом, но тот взмахом руки отослал их назад. Юлий хотел крикнуть своему господину, что здесь что-то не так, но ароматный дым внезапно перехватило дыхание, а в ушах раздался пронзительный шепот. «Пусть он возьмет его, Юлий!» Слова, едва прозвучав, тут же стерлись из памяти. Удивительная немота сковала губы, в кончиках пальцев появилось приятное покалывание, а Фулгрим тем временем шагал мимо распростертых ксеносов. С каждым шагом примарха Лаэры расползались перед ним, расчищая дорожку каменной глыбе, а как только Фулгрим дошел до меча, в памяти Юлия всплыли его слова, произнесенные при входе в храм. Здесь обитают могущественные силы. Он чувствовал наэлектризованность воздуха, дыхание ветра, разгуливающего в храме, ласкающего как шелком обнаженную кожу, пульсацию живых стен и крик избавления, вопль израненной и исковерканной плоти, блаженства агонии, приветствующей конец существования. Ощущение ужаса и блаженства исторгло стон из груди Юлия, а затем лихорадочный хохот, родивший эхо в стенах здания, но кроме его самого, казалось, никто этого не услышал. Взгляд словно заволокло пеленой, которое сопровождает боль или наслаждение, но воин видел, как пальцы фулгрима легко сомкнулись на рукояти меча. По пещере пролетел вздох, похожий на вздох древнего ветра в бесплодной пустыне, а когда фулгрим снял меч с каменного постамента, Юлий ощутил, как весь храм охватила дрожь, трепет ликования и свершения. Примарх детей императора окинул оружие восхищенным взглядом, разноцветные блики от пляшущих огней осветили его бледное лицо. Лаэры все так же извивались на полу, их тела продолжали омерзительные волнообразные движения, а фулгрим высоко поднял обожженное древко знамени и водрузил на то место, откуда забрал меч. Пляшущие огни попали на орла, и его золотые крылья отбросили сотни мерцающих бликов, а Юлий ужаснулся. Ему показалось, что орел извивается и дрожит от непереносимой боли. Фулгрим крутанул меч в руке, испытывая его балансировку, затем усмехнулся и перевел взгляд на сотни распростертых перед ним лаэров. «Уничтожить всех!» приказал он. «Ни один не должен остаться в живых!» Часть вторая Феникс и Горгон Глава шестая Диаспорекс Пылающее сердце Юные боги Как ненавистно было нынешнее положение капитану железных рук Балхану, он не мог не восхищаться мастерством предводителей Диаспорекса. Почти пять месяцев они умудрялись избегать встречи с кораблями десятого легиона в системе короли с малого двойного скопления и ловкость с которой они это проделывали вызывала уважение даже у самых закаленных капитанов железных рук. Но теперь этому пришел конец. Феррум и еще несколько сопровождающих его судов сумели отсечь пару кораблей от огромной массы вражеской флотилии и проследить их до газообразных колец звезды Королес, где и было положено начало этой операции. Феррус Манус примар железных рук как-то горько заметил, что уничтожение Диаспорекса станет трагическим результатом их собственных действий. Корабли этой цивилизации совершенно случайно попали в поле зрения 52-й экспедиции, когда передовые разведывательные суда обследовали западный сектор скопления и засекли необычные вокс-сигналы. Этот район космоса включал в себя три системы, две из которых имели несколько обитаемых миров, уже возвращенных под крыло империума после недолгого сопротивления. Удаленные космические станции в самой глубине скопления обнаружили и другие миры, на которых имелись достаточные для поддержания жизни условия, и поначалу было решено, что эти сигналы поступали из еще непокоренного участка космоса. Однако накануне принятия решения о массированной атаке, эти странные сигналы снова были обнаружены, на этот раз в имперском пространстве, возле звезды Королис. Примарх Железных Рук тотчас приказал офицерам-топографам легиона вычислить местоположение источника, и те быстро пришли к выводу, что сигналы поступают от неизвестной флотилии, свободно перемещавшейся по имперскому пространству. Поскольку ни о каком присутствии поблизости других экспедиционных кораблей империума и речи идти не могло, Феррус Манус приказал отыскать и уничтожить чужие корабли до начала операции. И началась охота. Балхаан стоял у железной кафедры, служившей ему командным пультом. Средних размеров ударный крейсер верно служил 52-й экспедиции уже полтора столетия, и 60 лет он ходил под командованием Балхаана. Капитан клялся, что во всем флоте не найдется лучшего корабля и лучшего экипажа. Корабль имел строгий, даже спартанский облик, и каждая его плоскость сверкала девственной чистотой. Украшения были сведены до необходимого минимума, и судно выглядело так, словно только вчера сошло со стапелей марсианских доков. Феррум имел отличное вооружение и был достаточно быстроходен, чтобы позволить себе преследование неизвестной флотилии. Однако охота вызвала немалое затруднение, поскольку чужие корабли совершенно не стремились быть обнаруженными. В конце концов, когда боевая баржа Железная Воля случайно наткнулась на группу неизвестных кораблей и перекрыла им путь, происхождение таинственной флотилии стало известно. К удивлению и радости значительного контингента экспедиционных механикумов, захваченные корабли находились под управлением представителей человеческой расы и немедленно был проведен допрос уцелевших членов экипажей. Выяснилось, что эти суда были частью большого флота, носившего название Диаспорекс, а построены еще в эпоху Древней Терры. Балхаан был прилежным студентом, интересовался древней историей Земли и много читал об обширных колонизаторских флотилиях людей и тысячелетней Золотой Эпохи Исследований, предшествующей периоду, когда на Галактику опустилась Древняя Тьма. Основной целью Великого Крестового Похода было как раз восстановление прав на завоевание первопроходцев, утраченные во времена Эпохи Раздора. Подобные древние флотилии первых звездных путешественников, унесшие Детей Терры в самые дальние уголки Галактики, должны были остаться лишь в легендах. И встреча с их потомками была названа самим Феррусом Манусом счастливым предзнаменованием. При помощи информации, полученной от пленников, с обретенными братьями был установлен контакт, но к великому отвращению большинства членов 52-й экспедиции в состав Диаспорекса за долгие тысячелетия вошло множество неприемлемых элементов. Древние корабли людей странствовали бок о бок сооружениями самых различных рас, и вместо того, чтобы избавляться от подобного соседства, правители Диаспорекса приветствовали их в своих рядах, формируя общую армаду, и все вместе исследовали космос. Феррус, следуя духу братского всепрощения, милостиво предложил людям Диаспорекса доставить их в приведенные к согласию миры, если они признают верховную власть императора человечества. Предложение примарха было категорически отвергнуто, и на этом все переговоры прекратились. При таком вопиющем оскорблении воли императора у Ферруса не осталось другого выбора, как бросить 52-ю экспедицию в праведную войну против Диаспорекса. Феррум под управлением Балхаана оказался в авангарде войны примарха, и теперь капитану выпала честь нанести ответный удар представителям человечества, которые осмелились повернуться спиной к императору и отвергли империум. Подобно своему кораблю, Балхаан был суровым и бескомпромиссным солдатом, как и подобало представителю воинского клана Кааргуль. На протяжении пятнадцати зим он командовал флотом в ледяных океанах Медузы и знал переменчивый нрав морей, как никто другой. Ни один человек, служивший под его началом, не осмеливался ставить под сомнение его приказы, и ни один его не подводил. Его Марк 4 был отполирован до ослепительного блеска, и белая шерстяная накидка, расшитая серебряными нитями, не спадала до коленей. Зеленокожий орк три десятилетия назад лишил Балхаана левой руки, и всего год назад свежеватель с Дьют Райта отсек правую руку. Теперь обе его конечности представляли собой тяжелые аугметические устройства из полированного железа, но Балхаан с радостью воспринял замену плоти на механические приспособления, поскольку любая плоть, даже плоть Астартес, со временем становилась слабой и умирала. Получить благословение железа он считал благом, а не проклятием. К обычным звукам капитанской рубки добавился взволнованный гул голосов, и капитан Балхаан простил экипажу этот шум, поскольку Ферруму выпало почетное право нанести первый удар. Главный обзорный иллюминатор заливало яркое желтое сияние звезды Королис. На мониторе мерцало множество пересекающихся линий, маршруты полетов, траектории запуска торпед, временные и пространственные векторы перехватов, и каждая из них вела к двум кораблям, находящимся в нескольких тысячах километрах от носа его судна. От Балхаана не ускользнула ирония идущей охоты. Будучи суровым капитаном военного корабля, он, несмотря на свои служебные обязанности, все же не был бесчувственным человеком. Предстояло сражение с кораблями, управляемыми людьми, и их уничтожение означало бы утрату частицы столь любимой им истории человечества. «Перейти на курс 0-2-3!» приказал он, крепко сжимая железными пальцами края кафедры. Семя крейсерами, которые они сумели отсечь от массива Диаспорекса, капитан не позволил себе проявить никаких эмоций, но не сумел удержаться от слабой улыбки при виде спешившего к нему офицера тактической команды с электронным планшетом в напряженных пальцах. «Ты получил расчеты для носовых батарей, Аксарден?» строго спросил Балхаан. «Да, сэр. Проинформируй артиллерийскую палубу», сказал Балхаан. «Но только после того, как подойдем к огневому рубежу, чтобы не демаскировать орудия». «Слушаю, сэр», ответил Аксарден. «А что делать с контейнерами?» Балхаан переключил изображение на камеры правого борта и увидел медленно проплывавшие в направлении кормы грузовые контейнеры, сброшенные крейсерами. Вражеские корабли в попытке развить большую скорость избавились от ящиков вместе со всем их содержимым, но чтобы уйти от имперских судов, этого оказалось недостаточно. «Не обращай на них внимания», приказал Балхаан. «Сосредоточься на крейсерах, позже мы вернемся и посмотрим, что в них». «Очень хорошо, сэр». Балхаан опытным взглядом прикинул расстояние до вражеских крейсеров. Они шли по плавно изогнутой траектории вокруг короны звезды, явно надеясь скрыться в электромагнитных краю Гало, но Феррум подошел уже слишком близко, чтобы его можно было сбить с толку столь нехитрым маневром. Нехитрым. При этой мысли Балхаан нахмурился. Вся известная ему информация о Диаспорексе позволяла сделать вывод, что капитаны этого флота весьма опытны и искусны, и если они делают вид, что поверили, будто банальная уловка может сбить преследователей со следа, это очень подозрительно. «С артиллерийской палубы доложили о готовности всех орудий», отрапортовал Аксарден. «Очень хорошо», кивнул Балхаан, но его не покидало ощущение, что он что-то пропустил. Два уходящих корабля внезапно разошлись в разные стороны. Балхаан знал, что ему следует приказать разогнать свое судно, пройти между ними и обстрелять противников бортовыми залпами, но он сдержал готовую сорваться команду, понимая, что здесь что-то не так. Самые мрачные ожидания оправдались, когда закричал офицер-тактик. «Новые цели! Множество новых сигналов!» «Воина, Медуза, откуда они выскочили?» воскликнул Балхаан, разворачивая свое тяжелое тело, чтобы взглянуть на широкие каскадные мониторы тактической группы. На дисплеях появилась россыпь красных точек, и Балхаан, даже не спрашивая, знал, что они находятся позади его кораблей. «Я не уверен!» заговорил офицер-тактик. Он еще не договорил, а Балхаан уже понял, откуда появилась эта угроза, и вернулся к командному пульту. Он вновь включил наружное наблюдение, и с ужасом смотрел, как огромные грузовые контейнеры, брошенные их преследуемыми жертвами, открылись и выпустили из своих недр десятки светящихся стрел. Без сомнения, это были истребители и бомбардировщики. «Полный вперед!» закричал Балхаан, уже понимая, что его приказ запоздал. «Сменить курс на 970 и запустить перехватчики, активировать оборонительное орудие по близким целям, всем кораблям сопровождения распределиться по периметру в оборонительный строй». «А как же крейсера?» спросил Аксарден. «Проклятые крейсера!» вскричал Балхаан, видя, что корабли прекратили убегать и теперь разворачиваются навстречу Ферруму. «Они были не более чем приманкой, и я как дурак на нее купился!» Он уже слышал скрежет металла и ощущал под ногами дрожь палубы. Феррум отчаянно спешил развернуть орудие к новой угрозе. «Запуск торпед!» предупредил офицер обороны. «Удар через 30 секунд!» «Выбросить помехи!» приказал Балхаан, хотя и понимал, что запущенные с такого близкого расстояния снаряды наверняка попадут в цель. Феррум продолжал выполнять поворот, и Балхаан ощутил отдачу от стрельбы оборонительных орудий, встретивших новых врагов заградительным огнем. Часть торпед будет расстреляна и беззвучно взорвется в космосе, но не все. «Двадцать секунд до удара!» «Стоп, машина!» приказал Балхаан. «Мы сможем сбить кое-кого из них!» Это была слабая надежда, но в данной ситуации Балхаан предпочитал слабую надежду отсутствию всякой надежды. Перехватчики как раз в этот момент срываются с аппарелей. Прежде чем устремиться навстречу врагам, они тоже сумеют сбить несколько торпед. Корабль тяжело накренился на один борт. Боевой крейсер пытался развернуться быстрее, чем это было предусмотрено его конструкцией, и стоны корабля болью отзывались в сердце его капитана. «Железное сердце докладывает о столкновении с вражеским крейсером! Повреждения значительные!» Балхаан вернулся к главному экрану и увидел, что корабль «Железное сердце» рассвечен огнями взрывов. Между горящим судном и его противниками яркие штрихи, и лишь большое расстояние и безмолвие скрывали ярость битвы. «У нас свои проблемы!» произнес Балхаан. «У Железного сердца свои!» Снова раздался голос офицера обороны, и капитан крепче сжал края кафедры. «До удара четыре, три, две, одна!» Торпеда угодила в правую кормовую часть корпуса, отчего корма резко вздернулась вверх, а палуба под ногами задрожала и накренилась. Замигали красные предупредительные огоньки, главный монитор потускнел, а потом и вовсе погас. Оборванные кабели рассыпали фонтаны искр, из трубопроводов вырвались шипящие облака пара. «Доложите о повреждениях!» крикнул Балхаан, так сильно сжав края пульта, что железо не выдержало его хватки и треснуло. Сервиторы и палубные рабочие бросились ликвидировать последствия удара, и Балхаан видел, как из-за контрольных пультов вытаскивают обгоревших офицеров в дымящихся мундирах. Он склонился к воксканалу артиллерийской палубы. «Открыть огонь из всех орудий! Всем батареям огонь!» «Сэр!» закричал Аксардан, «Но некоторые из наших перехватчиков окажутся в зоне поражения!» «Выполняй!» приказал Балхаан, «Иначе выжившим некуда будет вернуться, и потери будут еще больше!» «Пли!» Аксардан кивнул и захромал по искреженной палубе, чтобы отследить, как выполняется приказ капитана. Вражеские суда скоро почувствуют, что Феррум еще способен драться. Покое примарха на борту боевой баржи «Железная длань» были отделаны камнями и стеклом и казались такими же холодными и суровыми, как промерзшая тундра медузы. Каждый раз, входя во владение своего господина, первый капитан Сантар ощущал, как от стен веет ледяным холодом родного мира. Глыбы мерцающего обсидиана, высеченные на склонах подводных вулканов, поглощали свет, и в приемной всегда царил полумрак, а стеклянные витрины с трофеями и оружием хранили самые личные моменты жизни Ферруса Мануса. Сантар увидел перед собой почти обнаженного примарха. Слуги омывали его стальную плоть, наносили масло, а затем очищали тщательно отточенными ножами. Едва они заканчивали мытье одной конечности, как за дело принимались оружейники, они слой за слоем накладывали боевые доспехи, состоящие из черных полированных пластин керамита, изготовленных на Марсе самим главным адептом. Расскажи еще раз, советник Сантар. Глухим от едва сдерживаемой ярости голосом произнес примарх. «Как как могло случиться, что такой опытный капитан, как Балхан, умудрился потерять три корабля и при этом не захватил ни одного врага?» «Так получилось, что его заманили в засаду», ответил Сантар, напряженно выпрямляя спину. «Ранг первого капитана легиона железных рук и одновременно должность личного советника примарха были самой высокой честью в его жизни, и хотя Сантар радовался каждому мгновению, проведенному в обществе возлюбленного командира, он пребывал в постоянном напряжении, ожидая момента, когда внезапный гнев Ферруса разразится подобно ужасным и непредсказуемым бурям родного мира». «В засаду?» фыркнул Феррус Манус. «Проклятие, Сантар! Мы становимся слабаками! Месяцы погони за тенью сделали нас безрассудными и беспечными! Так не пойдет!» Феррус Манус возвышался над своими слугами, а его тело светилось белизной, словно было высечено из самой сердцевины ледника. Кожу пересекали полученные в боях шрамы, поскольку примар железных рук никогда не упускал случая вдохновить своих воинов личным примером. Коротко постриженные волосы были черными, глаза блестели, как серебряные монеты, и во всем его облике чувствовался опыт нескольких столетий войн. Других примархов можно назвать прекрасными созданиями, красивыми людьми, уподобившимися богам благодаря принадлежности к Астартес, но Феррус Манус не считал себя одним из них. Как и всегда, взгляд Сантара был прикован к серебристым предплечиям примарха. Плоть его рук двигалась и переливалась словно жидкая ртуть, каким-то образом запертая в теле и оставшаяся там навсегда. Сантара видел удивительные вещи, сотворенные этими руками. Машины и оружие, собранные или сформированные руками примарха без помощи кузнечного огня и молота, никогда не отказывали и не подводили. Капитан Балхаан уже на борту и готов лично принести извинения за свои промахи. Кроме того, он готов подать в отставку и отказаться от чина капитана Феррума. Извинения? — бросил примарх. — Для примера остальным я должен бы получить по меньшей мере его голову. — Не сочтите задерзость, мой господин, возразил Сантаар, но Балхаан очень опытный капитан и возможно ему следует назначить менее суровое наказание. Может просто лишить его рук? — Лишить рук? И какая мне тогда будет от этого польза? — спросил примарх, подзывая кивком слугу с нагрудником. — В самом деле польза небольшая, согласился Сантаар, но возможно все же больше, чем в случае лишения головы. Феррус Манус усмехнулся, и его гнев угас так же быстро, как и разгорелся. «Дорогой мой Сантаар, ты обладаешь редкостным даром. В моей груди пылает расплавленное сердце медузы, и временами оно воспламеняет мой гнев раньше, чем я успеваю подумать». «Я всего лишь ваш покорный слуга», ответил Сантаар. Феррус Манус взмахом руки остановил своих оружейников, шагнул и оказался рядом с Сантааром. Первый капитан считался высоким даже по меркам Астартус и был одет в полный боевой комплект брони, но примарх все же намного превосходил его ростом и не сводил с его лица сверкавших серебристых глаз, в которых не было видно зрачков. Сантаар с трудом подавил дрожь. Эти глаза, словно кусочки блестящего кварца, все видели и ничего не прощали. Тело примарха пахнуло полировочной пастой и маслом, и Сантаар ощутил, как его душа раскрылась навстречу взгляду примарха, не скрывая ни слабостей, ни промахов. Облик Сантаара был типичен для уроженца медузы. Суровое морщинистое лицо, словно утес, высеченный ветром из горного склона, глаза серые, как бури, сотрясавшие небеса родного мира. После вступления в легион много десятков лет назад Сантаару удалили левую руку, заменив ее бионическим механизмом. С тех пор, за годы службы, были заменены и обе его ноги, и оставшаяся правая рука. «Ты для меня намного больше, чем слуга, Сантаар», произнес Ферус Манус, положив руки на наплечники своего советника. «Ты как лед, который сдерживает огонь, когда он грозит уничтожить здравый смысл, подаренный мне императором. Ладно, если ты не советуешь лишать его головы, какое наказание предложишь взамен?» Ферус Манус, развернувшись, вернулся к своим оружейникам, а Сантаар от близости примарха и его слов у него пересохло во рту. Он сердито прогнал мгновенную слабость. «Капитан Балхаан должен извлечь урок из этой неудачи, но его слабость нельзя оставлять безнаказанной. Если сместить его с поста капитана Феррума, может пострадать моральный дух всего экипажа, а для восстановления своего доброго имени им потребуется руководство Балхаана». «Так что ты предлагаешь?» «Нечто такое, что заставило бы его осознать ваш гнев и вместе с тем позволило бы оценить милосердие и получить шанс снова заслужить ваше доверие». Феррус Манус кивнул оружейником, соединяющим нагрудник с броней на спине и опустил свои серебряные руки по обеим сторонам туловища, чтобы слуги смогли закрепить бионические механизмы, предварительно протерев все поверхности льняными полотенцами, пропитанными ароматизированным маслом. «В таком случае я введу в команду Феррума одного из железных отцов», сказал примарх. «Это капитану не понравится», заметил Сантар. «Ему придется смириться», ответил Феррус Манус. Анвиларий железной длани напоминал гигантскую кузницу. По периметру зала для аудиенции с шипением поднимались и падали огромные поршни, а листовое железо пола дрожало от далекого грохота молотов. Помещение, полностью отданное во власть машины производства, было похоже на огромную пещеру, пропахшую маслом и горячим железом. Сантар любил здесь бывать, поскольку именно в Анвиларии зарождались грандиозные планы сражений, и здесь же ковались несокрушимые узы братства. Стать частью этого братства значило добиться чести, о которой многие не могли даже мечтать. После неудачного столкновения капитана Балхаана с кораблями Диаспорекса прошло уже два месяца, но 52-я экспедиция с тех пор нисколько не преуспела в уничтожении вражеского флота. Новые меры, предпринятые для наказания Балхаана, обеспечивали сохранность кораблей, но не давали возможности приблизить решающее сражение. Сантар вместе с остальными воинами клана Аверни охранял высокие ворота, ведущие в железную кузницу, самое уединенное убежище примарха. Морлоки собрались в дальнем конце Анвелария, и их терминаторские доспехи отражали огонь факелов, укрепленных в железных кронштейнах на стенах. Солдаты и старшие офицеры имперской армии образовали единую группу с закутанными в накидке адептус механикум, и Сантар с уважением кивнул, встретив взгляд пылающих глаз их старшего представителя, адепта Ксантуса. В обязанности Сантара, как капитана первой роты, входило приветствовать примарха, и в сопровождении знаменосцев легиона он промаршировал в центр Анвелария. Одно из знамен было личным штандартом примарха, и на нем изображалась его победа над гигантским драконом Озернотом, а второе несли на себе железную рукавицу легиона. Все детали изображений были вышиты блестящими серебряными нитями по черному бархату, слегка обтрепавшемуся по краям, с отметинами, оставленными вражескими пулями и клинками. Несмотря на то, что оба знамени повидали немало жестоких сражений, ни одно из них ни разу не падало на землю и не отступало перед врагом. Зашипел вытекающий пар, ворота распахнулись, и в анвеларии вошел примарх в блестящих от масла доспехах, с порозовевшей от жара кожей. За исключением терминаторов все собравшиеся опустились на колени, приветствуя могучего примарха, несшего на усеянном шипами плече свой огромный молот, известный как сокрушитель. Каждая деталь черных доспехов примарха была выкована вручную, все пластины подогнаны самым тщательным образом, но подлинное величие им придавал лишь их обладатель. Заднюю часть шеи закрывал высокий ворот из темного железа, по краям каждой пластины выделялись рельефные заклепки на серебряных полосах. Лицо примарха казалось высеченным из мрамора, суровое выражение подчеркивалось гневно нахмуренными бровями. Ферус Манус направился к своим воинам и все внимание в зале было приковано к его могучей фигуре беспощадного военного вождя, требующего от своих подчиненных совершенства и презиравшего слабость в любом ее проявлении. Позади Феруса Мануса виднелась высокая фигура Кистера, главы остропата флотилии, одетого в кремовую с черным накидку, украшенную золотым орнаментом. С висков и макушки его гладковыбритого черепа тянулись рифленые кабели, исчезавшие в темноте металлического капюшона, сейчас висящего за плечами. Глаза Кистера излучали неяркий розовый свет, а правая рука, в знак признания его положения в регионе железных рук, была заменена аугметическим устройством. В левой руке остропа отнес посох, увенчанный одиноким глазом, а на поясе поблескивал золотой пистолет, подаренный примархом. Сантар встал перед примархом и вытянул руки, чтобы принять молот Ферруса Мануса. Примарх кивнул и опустил на подставленные руки колоссальную тяжесть, неподъемную ни для кого, кроме одного из имперских астартес. Угольно-черная рукоять была украшена узором из золотой и серебряной проволоки, свивавшейся в летящую молнию, а сам молот имел форму орла, бьющего крючковатым клювом и сложившего за спиной крылья. Честь держать в руках оружие, выкованное на терре руками примарха, трудно было с чем-либо сравнить. Капитан отступил на шаг в сторону и остановился, поставив молот у своих ног, а знаменосцы заняли место за спиной своего великого предводителя, который начал обходить зал. Для Ферруса Мануса не существовало ритуалов для встречи собраний. Он проводил военные советы в зале лишенном мебели, отвергал формальности и приветствовал споры и вопросы. «Братья», заговорил Феррус Манус, «я получил известие от своих братьев примархов». Воины железных рук оживились, они всегда были рады услышать новости о своих собратьях Астартес, разбросанных по всей галактике. Они всегда были готовы отпраздновать триумфальные победы других экспедиций, но при этом железные руки получали импульс к дальнейшему совершенствованию, поскольку легион никому не желал уступать пальму первенства, разве что только воинам самого воителя. Как стало известно, имперские кулаки Рога Ладорна отозваны на Терру, где этим воинам предстоит укрепить врата и стены императорского дворца. Сантар заметил озадаченные взгляды, лишь подкрепляющие его собственное изумление. Седьмой легион должен покинуть поля сражений великого крестового похода и вернуться в колыбель человечества? Эти славные воины по силе и храбрости не уступали железным рукам. Отлучение их от битв выглядело бессмыслицей. Смущение на лицах Астертес не укрылось и от Ферруса Мануса. «Мне неизвестно, чем вызвано такое решение императора», сказал он, «и я не слышал ни о каких провинностях имперских кулаков, которые могли бы повлечь за собой отзыв с поля боя. Им предстоит служить императору наравне с Кустодианской гвардией, и хотя эта великая честь, она не для таких, как мы, пока ведутся воины, которые необходимо выиграть, и есть враги, которых надо уничтожить». Новые возгласы почти заглушили громыхание молотов, и Феррус Манус снова обошел зал, поблескивая в полумраке Анвелария серебряными руками и глазами. «Волки Руса достигли заметных успехов, и список их побед с каждым днем растет, но я и не ожидал ничего иного от легиона, происходящего из мира, немногим отличающегося от нашего». «А нет ли новостей о детях императора?» раздался чей-то голос, и Сантар улыбнулся, зная, что примарх всегда с удовольствием рассказывает о самом близком из своих братьев. Ледяная маска на лице примарха растаяла, и он ответил своим воинам улыбкой. «Есть новости от них, друзья мои», сказал он, «мой брат Фулгрим уже летит сюда вместе с лучшими отделениями своей экспедиции». Металлические стены зала вернули эхо еще более оживленных возгласов, ведь из всех легионов дети императора были для железных рук самыми близкими друзьями. А братские узы, соединявшие Фулгрима и Ферруса Мануса, были всем хорошо известны. Два полубога не прерывали дружеских связей со дня их первой встречи. Сантар хорошо знал эту историю. Примарх так часто рассказывал ее за першественным столом, что он запомнил все детали, будто сам присутствовал при их знакомстве. Первая встреча примархов произошла под горой Народной, в величайшей кузнице Урала, когда Феррус Манус работал вместе с мастерами кузнечного дела, которые в период объединительных войн служили клану Терроват. Примарх железных рук демонстрировал феноменальное искусство и чудесную силу своих рук из жидкого металла, и в этот момент в кузнечный комплекс в сопровождении гвардейцев Феникса вошел Фулгрим. Они только понаслышке, но каждый тотчас ощутил ту непостижимую связь, возникшую, наверное, еще до их появления на свет. Оба они выглядели полубогами в глазах изумленных ремесленников, и люди распростерли сниц. Фулгрим тогда заявил, что пришел в кузницу выковать для себя самое совершенное оружие, которым намерен сражаться в грядущем крестовом походе. Конечно, примарх железных рук не мог оставить такую хвастливую речь без ответа, и он рассмеялся Фулгриму в лицо, а потом сказал, что обычные слабые руки никогда не смогут соперничать с его металлическими руками. Фулгрим с царственной учтивостью принял вызов, и оба примарха, обнажившись по пояс, несколько недель работали без перерыва. Кузница дрожала от оглушительного грохота молотов, шипел охлаждаемый металл, и молодые полубоги отпускали шуточки в адрес друг друга. Через три месяца беспрерывной работы воины выковали свое оружие. Фулгрим создал великолепный молот, способный одним ударом раздробить гору, а Ферус Манус изготовил меч с золотым лезвием, в котором навсегда сохранился жар кузнечного пламени. И меч, и молот не имели себе равных, и, посмотрев на творение брата, каждый примарх признал, что произведение второго грандиознее. Фулгрим объявил золотой меч достойным легендарного героя Нуаду Серебряная Рука, а Ферус Манус признал, что такой боевой молот достоин самого Тора Громовержца из нордических мифов. Оба примарха без долгих разговоров обменялись оружием, чем скрепили свою вечную дружбу. Сантар опустил взгляд на молот, лежащий в его руках. Он понимал, что для создания такого оружия потребовалось не только мастерство кузнеца. Любовь и честь, верность и дружба, смерть и отмщение. Все это отлилось в прекрасную форму, а то, что изготовлено оружие любимым братом его примарха, делало молот поистине легендарным. Он снова посмотрел на шагающего по анвиларию примарха и заметил, что лицо Ферруса Мануса опять омрачилось. Да, братья мои, радуйтесь, потому что сражаться бок о бок с воинами Фулгрима великая честь, но он спешит нам на помощь, поскольку мы оказались слабы. Все оживление вмиг пропало, и собравшиеся воины растерянно переглянулись, никто не хотел встречаться взглядом с разгневанным примархом. Диаспорекс по-прежнему скрывается от нас, и в малом двойном скоплении еще остались миры, нуждающиеся в просветлении имперскими истинами. Как же может флотилия, которая старше наших кораблей на тысячу лет, до сих пор избегать сражений? Отвечайте! Никто не осмеливался произнести ни слова, и Сантар каждой клеточкой своего мозга ощутил стыд за слабость своих собратьев. Он крепко сжал рукоять молота, ощутил его могущество стальными пальцами аугметической руки, и внезапно ответ на вопрос примарха нашелся. «Это потому, что мы не можем справиться в одиночку», сказал он. «Верно!» воскликнул Феррус Манус. «Мы не можем сделать это сами. Ни один месяц мы изо всех сил старались решить задачу, и теперь стало ясно, что это нам не под силу. Мы стремимся искоренить слабость во всем, но попросить о помощи это не слабость, мои братья. Слабостью было бы отрицать необходимость помощи. Глупо продолжать безнадежную борьбу, когда есть те, кто с радостью протянет руку помощи. И долгое время я был слеп, но сейчас прозрел». Феррус Манус отошел назад к дверям Анвелария и положил руку на плечо Остропата Кистера. Могучий примарх навис над человеком, и казалось, что такая близость колосса причиняет Остропату бой. Затем Феррус Манус протянул перед собой руку, и Сантар, держа перед собой сокрушитель, шагнул вперед. Примарх взял молот и так легко поднял его, словно оружие было невесомым. «Мы больше не будем сражаться в одиночку!» воскликнул Феррус Манус. «Кистер говорит, что его хор пропел о скором прибытии моего брата. Уже через неделю к нам присоединится гордость императора и часть двадцать восьмой экспедиции, и мы снова пойдем в бой вместе с братьями из легиона детей императора!» Глава седьмая. Будут другие океаны, возвращение, феникс и горгон. Остиан начал осторожно отсекать мелкие кусочки мрамора, но затем, когда проступила форма скульптуры, в душе вновь поднялась горечь, вызванная выходкой Беки и он стал откалывать целые пласты, почти не задумываясь над своими действиями. Наконец, Остиан с напряжением вдохнул через маску воздух, полный мелкой мраморной пыли, и отступил от глыбы, прислонившись к огораживающим площадку стальным поручнем. Воспоминание о Беки заставило его крепче сжать металлическую рукоятку резца и яростно сжать челюсти. Поверхность выходила не такой гладкой, как он задумал, и линии он представлял не такими резкими, но его состояние не способствовало восстановлению гармонии. Обида была слишком велика. Он снова вспомнил тот день, когда они с сиреной рука об руку шли на пусковую палубу и беззаботно радовались перспективе познакомиться с новым миром. После победы, одержанной детьми императора на Лаиране или вернее на 28-3, в коридорах гордости императора царило радостное возбуждение. Сирена пришла к нему в роскошном платье и с радостным известием о покорении мира. Платье, по мнению Остиана, едва ли подходило для экскурсии на планету, почти целиком залитую водой. По пути через высокие великолепные залы корабля они шутили и смеялись, и по мере приближения к пусковому отсеку встречали все больше и больше летописцев. В прекрасном настроении скульпторы и художники смешивались с писателями, поэтами и композиторами, и в сопровождении закованных в броню Астартес направлялись к выделенным для поездки челнокам. «Остиан, как нам повезло!» промурлыкала сирена, подходя к огромным позолоченным створкам герметичных дверей. «В чем?» спросил он, слишком захваченный общей радостью, чтобы заметить злобный взгляд Беки и Кински, обращенный в его спину. Ему наконец-то предстояло увидеть океан, и от этой чудесной перспективы сердце едва не выпрыгивало из груди. Остиан старался успокоиться, вспоминая произведение суматуранского философа Сахлониума, писавшего, что настоящая цель путешествия состоит не в том, чтобы увидеть новые пейзажи, а в том, чтобы обрести новый взгляд. «Лорд Фулгрим ценит наше старание, сердце мое», пояснила сирена. «Я слышала, что в некоторых экспедициях летописцы не часто видят самих Астартес, не говоря уж о знакомстве с приведенными к согласию мирами». «Ну, ведь Лайран уже нельзя назвать враждебным миром», заметил Остиан. «Там не осталось ни одного Лайера, разве что мертвые». «Хорошая зачистка. Мне рассказывали, что воитель до сих пор не позволяет летописцам спуститься на поверхность 63-19». «Ничего удивительного», ответил Остиан. «Говорят, что там все еще держатся силы сопротивления, так что я вполне понимаю запрет воителя на допуск гражданских лиц». «Сопротивление», пренебрежительно фыркнула Сирена. «Астартес быстро его подавят. Кто может против них устоять? Разве ты их не видел? Они по сравнению с нами все равно, что боги, неуязвимые и бессмертные». «Ну, не знаю», протянул Остиан. «В Ла-Финиче до меня доходили слухи об ужасных потерях даже среди космодесантников». «Ла-Финиче», насмешливо повторила Сирена. «Вряд ли стоит верить всему, что говорится в этом змеином гнезде, Остиан». Тут мысленно признал Остиан, Сирена была права. «Ла-Финиче», так называлась часть корабля Детей Императора, предоставленная в распоряжение высокое просторное помещение на одной из верхних палуб, которое служило местом отдыха, столовой, выставочным залом и местом дружеских встреч. У Остиана вошло в привычку проводить там вечера, болтать, выпивать и обмениваться новостями с приятелями. Там зарождались грандиозные замыслы, в воздухе носились новые идеи, постоянно кипели споры о еще не воплощенных в жизнь творениях и сама атмосфера этого места казалась одурманивающе притягательной. Да, атмосфера в Лафиниче способствовала творческим озарениям, но после обильных возлияний зал превращался в змеиное гнездо скандалов и интриг. Остиан понимал, что столь высокая плотность богемы на квадратный метр не могла не стать рассадником вульгарных сплетен, слухов, изредка правдивых, но чаще чудовищно искаженных, клеветнических и откровенно безрассудных. Но истории о яростных сражениях на Лаиране определенно несли зерно истины. Рассказывали о трех сотнях погибших Астартес, кое-кто увеличивал число убитых до семи сотен и прибавляли в шесть раз больше раненых. В подобные цифры было невозможно поверить, но Остиана больше всего поражала целеустремленность Астартес, заставившая уничтожить целую цивилизацию всего за один месяц. Казалось, космодесантников больше всего волновало соблюдение сроков. Но неужели понесенные ими потери и в самом деле так велики? Все мысли о погибших Астартес мгновенно испарились, как только он и Сирена вошли на стартовую палубу, и массивные герметичные двери наглухо отрезали их от остального корабля. От грандиозного зрелища, представшего глазам, у Остиана отвисла челюсть. Потолок помещения скрывался где-то в темноте, а рабочие и сервиторы в противоположном конце палубы казались совсем крохотными. Через пылающий алым прямоугольник защитного поля в помещение заглядывала ледяная тьма космоса, и Остиан невольно вздрогнул, представив на мгновение, что может произойти, если поле исчезнет. По всей протяженности пусковой палубы, сияя идеально вычищенными пурпурно-золотыми корпусами, словно породистые жеребцы в стойлах, на аппарелях стояли грозные штурмкатера и громовые ястребы. Погрузчики сновали по всей палубе, перевозя ящики со снарядами и кассеты ракет, с громким ревом проезжали топливозаправщики, а рабочие в ярких комбинезонах невозмутимо управляли всем этим движением. Куда бы Остиан не направил взгляд, повсюду кипела работа, ни на минуту не прекращалась активность, только что завершившей очередную войну флотилии, не затихал грохот индустрии смерти. «Остиан, закрой рот», сказала Сирена, посмеиваясь над его изумлением. «Извини», про Барматалуа. Для удивления находились все новые и новые поводы. Огромные краны поднимали в своих лапах бронированное суда, словно пушинки, между боевыми кораблями в идеальном строю маршировали отряды Астартес. Эскорт Астартес собрал всех летописцев в одном месте, и вскоре Остиану стал понятен сложный рисунок передвижений по пусковой палубе. Без этого, как он осознал, в помещении царила бы анархия, и постоянно происходили бы катастрофические столкновения. Летописцев повели через пусковую палубу к высоченному космодесантнику, стоявшему вместе с двумя итераторами на небольшом возвышении, затянутом пурпурной тканью. Все сопутствующее летописцам возбужденное веселье мгновенно испарилось. В космодесантнике Остиан узнал первого капитана Юлия Каосарона, воина, посетившего концерт Бекки и Кински, но итераторов он видел впервые. — Почему здесь находятся итераторы? — прошупел Остиан. — Я уверен, там не осталось никакого населения, нуждающегося в просвещении. — Они пришли не ради лаэров, — ответила Сирена, — а ради нас. — Ради нас? — Конечно, хоть лорд Фулгрим и одобряет нашу работу, он хочет быть уверен, что мы все увидим в правильном свете, чтобы по возвращении могли рассказать правду. — Я думаю, ты не забыл капитана Юлия и узнал того мужчину с рядеющими волосами? — Это Ипполит Зигманта, довольно сдержанный тип. По-моему, он слишком любит слушать собственный голос, но, как мне кажется, это довольно распространенная среди итераторов черта. — А женщина? — спросил Остиан, заинтересованно Алина Синик, настоящая Гарпия, актриса, итератор, да еще красивая женщина в придачу. Целых три причины, чтобы ей не доверять. — О чем ты? Итераторы здесь для того, чтобы распространять имперские истины. — Все это так, мой дорогой, но среди них есть и такие, кто словами маскирует мысли. Она выглядит очень милой. — Мой дорогой мальчик, ты, как никто другой, должен понимать, что наружность это еще не все. Внешность Гефеста не исключает наличие прекрасной души, тогда как за привлекательностью Цитеры может скрываться черное сердце. — Это верно, согласился Остиан и взглянул на голубые волосы Бекки и Кински, припомнив ее попытку соблазнения. Затем он снова повернулся к Сирене. — Сирена, но, если это все верно, то как я могу доверять тебе? Ты ведь очень красивая женщина. — А ты можешь мне довериться, поскольку я как художник всегда ищу суть вещей. Актриса же скрывает от публики свое истинное лицо и показывает только то, что считает нужным. Остиан хихикнул, но в этот момент раздался звучный и мелодичный голос капитана Юлия Каосарона, достойный самого искушенного итератора. — Уважаемые летописцы, я сердечно рад вас сегодня видеть, поскольку ваше присутствие послужит оправданием деяний, совершенных моими воинами и мной на Лаэране. Не стану отрицать, война была тяжелой, нам приходилось сражаться на пределе возможностей, но подобные испытания только помогают нам приблизиться к совершенству. Как учит нас лорд-командир Эйдолан, чтобы испытать себя, нам всегда нужен противник, на котором можно проверить свои силы. Из всех летописцев мы выбрали вас, самых выдающихся документалистов и хроникеров нашей экспедиции, чтобы показать вам новый мир Империума, а вы, в свою очередь, должны рассказать об увиденном остальным. Уости она стеснила грудь от неожиданной похвалы, высказанной в их адрес Астартес, а красноречие капитана приятно удивило. Однако Лаэран все еще является зоной боев, и хотя отряды лорда командира Файля обеспечивают безопасность, вам предстоит увидеть последствия войны, кровавые и грубые свидетельства сражений. Пусть они вас не пугают, чтобы рассказать правду, вы должны увидеть войну, ее славу и ее жестокость. Для достижения истины, вы должны испытать все сопутствующие ей ощущения. Если кто-то чувствует, что подобные сцены могут его оскорбить, пусть подаст знак, и его освободят от этой поездки. Ни один человек не откликнулся на предложение, да Остиан и не ожидал, что такие найдутся. Вряд ли кто-то мог противиться искушению увидеть новый мир, и по лицу Каесарона он понял, что воин разделяет их нетерпение. «Тогда мы начнем с распределения по кораблям», сказал Каесарон, и оба итератора, спустившись с платформы, двинулись к летописцам, держа в руках планшеты. Сверяя фамилии со своими списками, летописцы направляли людей к транспортным кораблям. Каролин Осеник прошла в их сторону, и у Остиана, подробно рассмотревшего ее лицо, учащенно забилось сердце. Стройная, элегантная женщина, обладательница черных блестящих волос, чьи пухлые губы влажно блестели, а глаза сияли внутренним светом, свидетельствующим о дорогой аугметической операции. «Как ваши имена?» спросила она. Услышав протяжный шелковистый голос, Остиан мгновенно забыл все слова. Голос обволакивал его, словно горячий дым, так что он только заморгал и тщетно старался вспомнить, как его зовут. «Его зовут Остиан Делафур», высокомерно ответила Сирена. «А меня Сирена Деанжела». Каролин проверила свой список и кивнула. «Да, госпожа Деанжела, для вас зарезервировано место на полете совершенства. Ваш громовой ястреб стоит вон там». Она повернулась, намереваясь идти дальше, но Сирена поймала женщину за рукав. «А мой друг?» спросила она. «Делафур», повторила Каролин. «О, боюсь, ваше приглашение на поверхность аннулировано». «А аннулировано?» воскликнул Остиан. «Что вы говорите? Почему?» Каролин покачала головой. «Я не знаю. Мне известно лишь то, что вам не разрешается посетить поверхность планеты 28-3». Ее голос звучал по-прежнему музыкально, но смысл слов раскаленным кинжалом вонзился в его сердце. «Я не понимаю, кто мог отозвать мое приглашение?» Каролин с преувеличенно тяжелым вздохом снова проверила списки. «Здесь сказано, что приглашение аннулировано капитаном Каесароном по рекомендации госпожи Кински. Это все, что я могу вам сказать. А теперь прошу меня извинить». Красавица Итератор прошла дальше, а Остиан ошеломленно застыл, утратив дар речи. Такой подлости он не ожидал даже от Бекки Кински. Он повернул голову, как раз чтобы увидеть, как Бекки поднимается по трапу штурмкатера и с усмешкой посылает ему воздушный поцелуй. «Ведьма!» воскликнул он, сжимая кулаки. «Я не могу в это поверить!» Сирена ласково коснулась его руки. «Все это смешно, дорогой, но если ты не сможешь лететь, я тоже останусь. Экскурсия на Лайран потеряет всякий смысл, если рядом со мной не будет тебя». Остиан качнул головой. «Нет, поезжай, я не хочу, чтобы эта сумасшедшая с голубыми волосами лишила удовольствия нас обоих, океан». «Будут и другие океаны», сказал Остиан, стараясь не показывать своего разочарования. «А теперь, пожалуйста, иди». Сирена кивнула и медленно погладила его по щеке. Остиан, поддавшись порыву, отвел ее руку и наклонился, чтобы поцеловать Сирену, едва прикоснувшись губами к ее напудренной щеке. Она улыбнулась. «Обещаю, как только вернусь, я расскажу тебе обо всем в самых мельчайших подробностях». Остиан смотрел, как она взошла на борт, а потом двое угрюмых солдат имперской армии проводили его обратно в студию. И тогда, в гневе, он набросился на мраморную глыбу. На выложенных плиткой стенах и металлическом потолке медицинского отсека взгляду было не за что уцепиться. Слуги и сервиторы апотекария Фабия поддерживали повсюду безукоризненную чистоту. Соломон, лежа на кровати и ожидая, пока срастутся кости, разглядывал их день и ночь и чувствовал, что скоро сойдет с ума от этой ничем не нарушаемой белизны. Он не мог вспомнить, сколько прошло времени с того момента, когда штурмкатер упал в океан во время решающей атаки на лаэров, но казалось, что миновала целая жизнь. Он помнил только боль и темноту, помнил, что отключил большую часть жизненных функций и ждал, пока спасатели вытащат его переломанное тело из груды металла, некогда бывшей боевым кораблем. К тому моменту, когда к нему вернулось сознание, он уже лежал в апотекарионе гордости императора. Лаэран был давно покорен, но цена победы оказалась неимоверно высокой. Апотекарии и медики беспокойно сновали взад и вперед по медицинской палубе, полностью отдавая себя исполнению долга, чтобы как можно больше воинов могли вернуться в строй и как можно скорее. За Соломоном ухаживал лично апотекарий Фабий, и воин был рад этому, зная, что Фабий один из лучших и опытнейших хирургов легиона. По обеим сторонам помещения тянулись ряды больничных коек, примерно 50, были заняты ранеными Астартес. Такого количества находящихся на излечении братьев Соломону еще ни разу не приходилось видеть. И он не знал, сколько еще Астартес находится на остальных медицинских палубах. Окружающая обстановка вызывала у него меланхолию. Хотелось поскорее покинуть это место, но силы еще не вернулись, и все тело непереносимо болело. Апотекарий Фабий сказал, что ты и глазом не успеешь моргнуть, как снова очутишься в тренировочной камере, сказал Юлий, словно прочитав мысли Деметра. В конце концов, у тебя всего лишь сломано несколько костей. Юлий Каосарон сидел на стальном стуле возле кровати. Его свеже отполированные доспехи блестели, а полученные в боях царапины и вмятины уже были исправлены оружейниками легиона. На наплечнике доспехов печатями из красного сургуча были прикреплены новое свидетельство его подвигов и героизма, записанное на длинных полосках кремового пергамента. Какие несколько костей! воскликнул Соломон. При ударе мне переломало все ребра, обе руки и обе ноги, даже череп раскололся. Апотекарий сказал, что я только чудом сохранил способность ходить, а когда в конце концов до меня добралась поисковая партия, воздуха в доспехах оставалось лишь на несколько минут. Ну, тебе ведь не угрожала реальная опасность, заметил Юлий, пока Соломон, морщась от боли, пытался приподняться на своем ложе. Как ты говорил, боги войны не допустят твоей смерти на такой пустяковой планете, как Лаэран? Они и не допустили, не так ли? Нет, проворчал Соломон. Кажется, не допустили, но они не позволили мне принять участие в финальной битве. Я пропустил всю потеху, когда ты завоевывал славу рядом с фениксийцем. Он заметил тень, на мгновение омрачившую лицо Юлия. Что произошло? Юлий пожал плечами. Даже не знаю, просто я не уверен, что ты захотел бы в финале оказаться рядом с примархом. В этом храме было что-то неестественное. Неестественное? О чем ты говоришь? Юлий оглянулся по сторонам, словно опасаясь, что его кто-то услышит. Это трудно описать, продолжил он. Сол, мне казалось, мне казалось, что сам храм ожил. Знаю, это звучит глупо. Живой храм? Ты прав, это звучит глупо. Как храм может быть живым? Это же просто здание. Я и сам не понимаю, признался Юлий. Но мне так показалось. Я не знаю, как еще это описать. Ощущение было пугающими, в то же время прекрасным. Все эти цвета, звуки, запахи. При всей моей ненависти я уже тогда думал о нем с тоской. У меня обострились все чувства, и я ощущал приток энергии. Похоже, мне надо бы там побывать, вставил Соломон. Как раз притока энергии мне и не хватает. Я даже возвращался туда с группой летописцев, со смехом сказал Юлий, но Соломон уловил в его голосе смущение. Они считали, что я оказываю им великую честь, сопровождая на поверхность планеты, но я сделал это не ради них, а ради себя. А что думает по этому поводу Марий? Он ничего не видел, ответил Юлий. Третья рота так и не добралась до храма. К тому времени, когда они расчистили себе путь, сражение закончилось. Марий сразу вернулся на гордость императора. Соломон закрыл глаза, представив терзание Мария, когда тот, прорвавшись к полю боя, обнаружил, что победа уже завоевана. Он уже слышал, что Третья рота не смогла выполнить тщательно разработанный план Фулгрима и понимал, какие мучения испытывал его друг при мысли, что он подвел своего примарха и не выполнил долг. «Как держится Марий?» спросил он немного спустя. «Ты говорил с ним?» «Почти не говорил», ответил Юлий. Он заперся на оружейной палубе и день и ночь работает со своими воинами, чтобы впредь они не смогли потерпеть неудачу. И он и его Астартес сгорали от стыда, но Фулгрим их простил. «Простил?» внезапно разозлившись, воскликнул Соломон. «Насколько я слышал, южные склоны Атолла были укреплены надежнее всех других районов, а по пути к поверхности было сбито слишком много кораблей с воинами Третий, так что у Мария не было ни единого шанса вовремя добраться до Фулгрима». Юлий кивнул. «Это известно тебе и мне, но попробуй сказать об этом Марию. Он твердо уверен, что Третья рота опозорена, и теперь, чтобы восстановить свою честь, его воины должны сражаться вдвое отважнее». «Он должен понять, что добраться до храма вовремя не было никакой возможности». «Может и так, но ты знаешь, Мария», возразил Юлий. Он решил, что надо было найти способ и преодолеть все трудности. «Юлий, поговори с ним», попросил Соломон. «Ты ведь понимаешь, каково ему сейчас?» «Я поговорю с ним позже», пообещал Юлий и поднялся со стула. «И он и я входим в состав делегации, встречающей Ферруса Мануса, прибывающего на борт гордости императора». «Ферруса Мануса?» «Он прилетит сюда!» Юлий поддержал его за плечо. «Встреча с 52-й экспедицией должна состояться через шесть часов, и примарх железных рук посетит наш корабль. Фулгрим и Веспасиан призвали старших офицеров его встретить». Соломон снова поднялся и свесил ноги с кровати. Его зрение внезапно помутилось, и сверкающая белизна стен ударила по глазам ослепительной молнией. «Я должен быть там!» невнятно пробормотал он. «В твоем состоянии надо оставаться в постели и нигде больше, друг мой», сказал Юлий. «Вторую роту будет представлять Каффин. Ему повезло, он выбрался из катастрофы лишь с несколькими царапинами и синяками». «Каффин!» протянул Соломон и снова рухнул на кровать. Он был истинным Астартус, неуязвимым и бессмертным, и до сих пор ему не приходилось чувствовать себя настолько беспомощным. «Юлий, присмотри за ним, он отличный парень, но иногда бывает слишком резким». Юлий рассмеялся. «Соломон, тебе надо поспать, понимаешь? Или твои мозги тоже пострадали от удара?» «Поспать?» возмутился Соломон, вытягиваясь на кровати. «Вот когда умру, тогда и высплюсь». Для встречи делегации Железных Рук была выбрана верхняя стартовая палуба, и Юлий, при мысли о том, что скоро он снова увидит Феруса Мануса, испытывал приятное волнение. После Тигриса детям Императора больше не доводилось сражаться рядом с Десятым Легионом, но он все еще помнил триумфальные шествия и победные костры. Для торжественной встречи он надел плащ цвета слоновой кости, отделанный по краям пурпурными листьями и орлами, а на голове красовался золотой лавровый венок. Как и остальные Астартес, собравшиеся приветствовать Феруса Мануса, Юлий держал шлем на сгибе руки. Слева стоял Марий, его суровое лицо хранило печаль, что совершенно не соответствовало общему радостному настроению в предвкушении воссоединения сыновей императора. Соломон был прав, решил Юлий, надо позаботиться о собрате и вытащить его из пропасти самобичевания, которую он сам для себя выкопал. Гай Кафен, напротив, едва сдерживал радостное волнение. Он переминался с ноги на ногу, не в силах поверить в свою удачу. Мало того, что он благополучно пережил катастрофу, едва не угробившую его капитана, так еще и был избран присутствовать на этом августейшем собрании. Группу дополняли еще четыре капитана Ксиандор, Тирион, Антей и Гелеспон. Юлий достаточно близко был знаком с Ксиандором, но остальных знал только по слухам. Лорд-командир Веспасиан тихо разговаривал с примархом, облаченным в полный боевой доспех, сверкающий латный ворот которого в виде орлиных крыльев поднимался над шлемом, украшенным шишаком и пластинчатым плюмажем, не спадавшим на плечи ослепительным каскадом. На поясе примарха висел его разящий огонь, и Юлий почему-то очень обрадовался тому, что не видит там изогнутого клинка с серебряной рукояткой из храма Лаэрана. Над их головами нависал крючковатый нос огненной птицы, штурмкатера примарха, свежевыкрашенный после того, как слегка обгорел при входе в атмосферу Лаэрана. Виспасиан, кивнув на какое-то замечание Фулгрима, развернулся и с выражением спокойного оживления на лице направился к группе капитанов. Виспасиане было все то, что Юлий считал необходимым для воина и командира, сдержанного, обходительного и непреклонного. Его золотистые вьющиеся волосы всегда были коротко пострижены, а черты привлекательного лица свидетельствовали о благородстве, доброте и твердости характера. Юлий сражался рядом с Виспасианом в бесчисленных битвах, и воины, которыми он руководил, сравнивали его отвагу с героизмом примарха. И хотя такое сравнение приводилось в шутку, его солдаты в подражании лорду-командиру проявляли чудеса храбрости и силы. Вместе с тем Виспасиан был всеобщим любимцем, поскольку его непревзойденные способности воина и командира сочетались с редкой скромностью, мгновенно привлекавшей к себе сердца всех окружающих. По обычаю детей императора, воины, служившие под началом Виспасиана, во всем следовали за командиром и на его примере старались достичь превосходства через чистоту цели. Виспасиан прошел вдоль строя капитанов, желая убедиться, что все в порядке и его воины не уронят чести легиона. Дойдя до Гая Каффина, он остановился и улыбнулся. «Могу поспорить, что ты до сих пор не можешь поверить своей удаче, Гай», произнес Виспасиан. «Никак нет», ответил Каффин. «Но ты меня не подведешь?» «Никак нет», повторил Каффин, и Виспасиан хлопнул его по плечу. «Молодчина, я давно к тебе приглядываюсь, Гай, уверен, в грядущей кампании ты многого достигнешь». Каффин просиял от гордости, а лорд-командир остановился между Юлием и Марием. Кивнув капитану третьей роты, он слегка наклонился и шепотом обратился к Юлию, поглядывая на загоревшиеся красные огоньки защитного поля. «Ты готов к встрече?» «Готов», ответил Юлий. Виспасиан кивнул. «Молодец, хоть один из нас готов». «Ты хочешь сказать, что ты не готов?» с удивленной улыбкой спросил Юлий. «Нет», усмехнулся Виспасиан, «но бывать в обществе сразу двух примархов приходится далеко не каждый день. Я провел довольно много времени в обществе Фулгрима и уже не смотрю на него с открытым ртом, как простой смертный, но видеть их обоих в одной комнате». Юлий, понимающий, кивнул. «К непреодолимому обаянию личностей примархов было невозможно привыкнуть, а их гениальность и физическая харизма вызывали трепет у самых закаленных воинов, прошедших через битвы с темными силами галактики». Юлий хорошо помнил свою первую встречу с примархом и ужасное смущение, когда он понял, что не в состоянии вспомнить даже собственное имя. В присутствии Фулгрима люди немели от его непогрешимости и сильнее ощущали собственное несовершенство. Но, как сказал Фулгрим при их первой встрече, высшее совершенство человека именно в том и состоит, чтобы отыскать свои слабые стороны и избавиться от них. «Ты уже встречался с примархом железных рук?» спросил Юлий. «Да, встречался», ответил Веспасиан. «Он во многом напоминает мне воителя». «Как это? А ты когда-нибудь общался с воителем?» «Нет», признался Юлий, «но я видел его во время триумфального марша на Уланоре». «Тогда ты поймешь, когда с ним встретишься, парень», сказал Веспасиан. «Они оба происходят из миров, где души закаляются огнем. Их сердца это сплав стали и кремния, а в венах горгона бурлит лава медузы, пылающая, непредсказуемая и неистовая». «А почему ты называешь Ферруса-Мануса горгоном?» Веспасиан усмехнулся. Громада прибывающего штурмкатера уже вплотную подошла к затянутому защитным полем люку на черном, как полуночное небо-корпусе появились разводы конденсата. Двигатели взрывели, корабль развернулся, демонстрируя ряды ракет и дополнительные грузовые отсеки, установленные на корме. «Кое-кто говорит, что это отголоски древней легенды об олимпийском господстве», пояснил Веспасиан. «Гаргоном было названо столь уродливое существо, что человек обращался в камень от одного лишь взгляда на него. Подобное сравнение вызвало гнев Юлия. Неужели людям позволительно так оскорблять примарха?» «Не беспокойся, парень», успокоил его Веспасиан. «Мне кажется, Ферус Манус вполне доволен своим прозвищем. В любом случае, происхождение имени несколько другое». «И какое же...» «Это прозвище много лет назад дал ему наш примарх», сказал Веспасиан. «В отличие от Фулгрима, Ферус Манус не тратит времени на живопись, музыку или другие виды искусства, которыми наслаждается наш примарх». Рассказывают, что после встречи в кузнице горы Народной они оба вернулись в императорский дворец. В это же время с дарами для императора туда прибыл и Сангвиний. Он привез великолепные статуи, высеченные из светящихся скал Баала, прекрасные драгоценности и артефакты из органита, опала и турмалина. Примарх Кровавых Ангелов привез множество удивительных сокровищ, которых хватило бы на дюжину помещений дворца. Штурмкатер Железных Рук наконец вошел в отсек и остановился, звучно ударив пол массивными шасси, но Юлий нетерпеливо ждал продолжения рассказа лорда командира. Конечно, Фулгрим обрадовался, обнаружив, что один из братьев разделяет его любовь к прекрасному, но на Ферруса Мануса сокровища не произвели никакого впечатления. Он сказал, что глупо тратить время на пустые безделушки, когда в галактике еще остается так много непокоренных миров. Мне говорили, что Фулгрим рассмеялся, услышав эти слова и назвал брата Горгоном. Еще добавил, что Феррусу трудно будет правильно оценить звездные миры, которые предстоит вернуть отцу, если он не научился понимать красоту. Рассказ Веспасиана вызвал у Юлия улыбку, и он задумался, насколько правдива эта история и насколько преувеличены приведенные факты. Но легенда вполне достоверно отображала личность примарха железных рук. Шипение опустившегося трапа прогнало все посторонние мысли, створки люка разошлись, и примарх железных рук, сопровождаемый воином с морщинистым лицом и четверкой терминатора в серых доспехах, вышел из штурмкатера. С первого взгляда Феррус Манус производил впечатление настоящей глыбы. Примарх железных рук был гигантом, и его почти квадратная фигура составляла разительный контраст со стройным силуэтом фулгрима. Его доспехи мерцали, как темный оникс, латная рукавица казалась выкованной из железа, а блестящая кольчужная накидка покачивалась в такт шагам. За спиной был закреплен чудовищный боевой молот, и Юлий понял, что это и есть страшный выкованный фулгримом для брата. Ферус Манус не надел шлема, и его лицо напоминало неровную гранитную плиту, на которой два столетия звездных войн оставили свои грубые отметины. При виде своего брата примарха гранит расколола широкая приветливая улыбка, и эта разительная перемена была настолько неожиданной, что казалась неправдоподобной. Юлий потихоньку взглянул на своего примарха и заметил, что эта улыбка отразилась и на его лице. Неожиданно для себя Юлий понял, что и сам разулыбался, словно простофиля на ярмарке. От такой сердечной встречи богоподобных воинов его сердце запело. Примарх железных рук распахнул объятия навстречу брату, и Юлия поразила переливающаяся поверхность его рук, хорошо заметная в резком свете пускового отсека. Фулгрим шагнул навстречу брату, и оба примарха обнялись и рассмеялись от радости, а Ферус Манус крепко хлопнул Фулгрима по спине. «Рад тебя видеть, брат мой!» проревел Ферус Манус. «Клянусь троном, я по тебе скучал». «И твой вид радует мое сердце, Гаргон», ответил Фулгрим. Ферус Манус, все еще обнимая Фулгрима за плечи, несколько отступил от него и посмотрел на встречающую делегацию. Затем он опустил руки и вместе с Фулгримом прошел к строю капитанов детей императора. Ферус Манус возвышался над всеми словно легендарный гигант, и у Юлия от близости примарха перехватило дыхание. «Я вижу у тебя знаки отличия первого капитана», заговорил Ферус Манус. «Как твое имя?» Юлий с ужасом припомнил первую встречу лицом к лицу с Фулгримом, ожидая повторения унизительной ситуации, но, заметив улыбку на лице примарха, сумел придать своему голосу немного твердости. «Юлий Каосерон, капитан первой роты, господин». «Рад познакомиться, капитан», сказал Ферус Манус, схватил его за руку и энергично пожал, а второй рукой махнул воину с покрытым морщинами лицом, который вышел из штурмкатера вслед за ним. «Я слышал о тебе много хорошего». «Благодарю вас», выдавил из себя Юлий, моментально опомнился и добавил. «Мой господин». Ферус Манус рассмеялся. «А это Габриэль Сантар, капитан моих ветеранов, а еще он, к своему несчастью, исполняет обязанности моего советника. Мне кажется, вы должны получше узнать друг друга. Если не знаешь человека, как можно доверить ему свою жизнь, верно?» «Совершенно верно», ответил Юлий, непривычный к столь неформальному общению с повелителями. «Он лучший из моих воинов, Юлий. Я думаю, тебе есть чему у него поучиться». Юлий напрягся. «А я уверен», выпалил он, «что и он найдет чему научиться у меня». «О, в этом я ничуть не сомневаюсь», кивнул Феррус Манус, и Юлий, заметив озорной блеск в его странных серебристых глазах, почувствовал себя глупцом. Он перевел взгляд с примарха на Сантара. Оба воина обменялись кивками, словно оценивая друг друга, и Юлий заметил на лице ветерана молчаливое уважение. «Рад видеть, что ты еще жив, Веспасиан!» — воскликнул Феррус Манус, отойдя от Юлия и заключив лорда командира в сокрушительное объятие. «А вот и огненная птица! Давненько я не видел полета Феникса! Тебе не придется долго ждать, брат!» — откликнулся Фулгрим. Глава восьмая Самый важный вопрос Воитель Прогресс Два примарха не стали попусту тратить время и созвали в Гелиополисе совет старших офицеров, чтобы обсудить стратегию уничтожения Диаспорекса. Все мраморные скамьи, стоящие ближе к темному мраморному полу, заполнились пурпурно-золотыми доспехами детей Императора и черно-белыми фигурами железных рук. Военный совет проходил отнюдь негладко, и Юлий видел, как разгорелся гнев Ферруса Мануса, когда Фулгрим объявил его предложение неприемлемым. «А что можешь предложить ты, брат? У меня больше нет никаких стратегических планов», сказал примар железных рук. «Как только мы хорошенько им пригрозим, они уйдут». Фулгрим повернулся лицом к Феррусу Манусу. «Неприми мои слова за критику, брат», заговорил он. «Я просто высказал свое мнение по поводу причины, по которой ты не мог заставить Диаспорекс драться». «И какова же эта причина?» «Твои слишком прямолинейные действия». «Слишком прямолинейные?» переспросил Феррус Манус, но Фулгрим подняв руку предотвратил предсказуемый взрыв. «Брат, я хорошо знаю и понимаю военную методику твоего легиона, но иногда гоняться за хвостом кометы не лучший способ ее поймать». «Ты хочешь, чтобы я засел в этом секторе и ждал, пока они на меня наткнутся? Железные руки на это не способны!» Фулгрим покачал головой. «Не думай, что мне незнакома простая радость прямого и открытого столкновения с врагом, но мы должны быть готовы к тому, чтобы принять и другие пути, если они быстрее ведут к намеченной цели». Фулгрим, не переставая говорить, обошел Гелиополис по кругу, адресуя свои слова не только брату примарху, но и окружавшим его воинам. Свет падал на лицо Фулгрима, и его глаза, подобно темным зеркалам, отразили серебристый свет глаз Ферруса Мануса. «Ты слишком зациклился на уничтожении Диаспорекса, Феррус, и это правильно, исходя из принципов наших отношений с мерзкими ксенусами, но ты не задал себе главный вопрос относительно своего противника». Феррус Манус скрестил руки на груди. «Какой вопрос?» Фулгрим улыбнулся. «Почему они остаются здесь?» «Ты хочешь втянуть меня в философские дебаты?» огрызнулся Феррус Манус. «Лучше обратись к итераторам. Уверен, они дадут тебе не такой прямолинейный ответ, как я». Фулгрим повернулся к воинам обоих легионов. «Тогда задайте этот же вопрос себе», предложил он. «Если могущественная флотилия военных кораблей охотится за вами и жаждет уничтожить, почему бы просто не покинуть этот сектор? Почему не перебраться в более спокойное место?» «Я не знаю, брат», признал Феррус Манус. «Почему?» Юлий ощутил на себе взгляд своего примарха, но напряженная тяжесть ожидания придавила его к скамье. «Если на вопрос не в состоянии ответить примарх, какие могут быть шансы у него?» Он поднял голову, встретился взглядом с Фулгримом и ответ пришел сам собой. Юлий вскочил. «Они не могут уйти», сказал он. «Они заперты в этой системе». «Заперты?» с противоположного конца зала переспросил Сантар. «Каким образом?» «Не знаю», сказал Юлий. «Может быть, у них нет навигатора?» «Нет», вмешался Фулгрим. «Дело не в этом. Если бы у них не было навигатора, 52-я экспедиция давно бы переловило их корабли. Должно быть что-то другое. Что?» Юлий смотрел, как офицеры обдумывают вопрос, хотя знал, что его примарху ответ уже известен. Мысль только начала оформляться в его мозгу, как со своего места поднялся Габриэль Сантар. «Топливо!» произнес он. «Их флотилии требуется топливо!» Юлий понимал, что ведет себя глупо, но его опередил легиона, ответив на вопрос его примарха. Он не мог удержаться от ревности и метнул сердитый взгляд на морщинистое лицо первого капитана железных рук. «Верно!» воскликнул Фулгрим. «Топливо!» «Такой большой флот, как Диаспорекс, ежедневно потребляет неимоверное количество горючего, а для совершения любого прыжка им потребуется еще больше. Командиры флотов из приведенных к согласию миров в этом секторе не жаловались на сколько-нибудь значительные потери танкеров, так что мы можем предположить, что Диаспорекс получает горючее из другого источника». «Звезда Королес», предположил Юлий. «Где-то на окраинах солнечной короны у них вероятно спрятаны энергетические коллекторы, и они ждут, пока накопится достаточное количество энергии, чтобы отправиться дальше». Фулгрим снова повернулся к центру зала. «Вот мы и нашли способ втянуть Диаспорекс в открытую войну. Мы должны отыскать эти коллекторы, и тогда сражение пройдет на наших условиях, а затем мы все уничтожим». Позже, когда военный совет был закончен, Фулгрим и Ферус Манус удалились в личные покои примарха на борту гордости императора. Комнатам Фулгрима могла бы позавидовать любая антикварная галерея Терры. Все стены были завешаны элегантно обрамленными пейзажами различных миров или необычными пиктами Астартес и Литописов, участвующих в Великом Крестовом Походе. Приемная, заставленная мраморными бюстами и военными трофеями, вела в центральный зал, и там повсюду взгляд встречал прекрасные произведения искусства. Только дальняя стена оставалась пустой, но пространство перед ней занимали частично обработанные глыбы мрамора и мольберты с незаконченными картинами. Фулгрим, сбросив доспехи и облачившись в простую кремовую с пурпуром тогу, улегся в шезлонг. Он отпил вина из хрустального кубка и протянул руку к столику, на котором лежал меч с серебряной рукоятью, взятый из храма на Лаэране. Меч был поистине великолепен. Он уступал разящему огню в размере, но не в изысканности. Баланс оружия оказался безукоризненным, словно клинок был изготовлен специально для руки примарха, а острое лезвие могло с легкостью рассечь керамид. Пурпурная гемма в навершии рукояти была довольно грубой работы, хотя ей нельзя было отказать в примитивном очаровании, что совершенно не сочеталось с тщательностью обработки клинка и изысканной строгостью самой рукояти. Фулгрим уже прикидывал, не сменит ли камень на что-либо более подходящее по стилю. Но он тотчас отказался от этой мысли. Ему показалось, что замена стала бы актом грубейшего вандализма. Тряхнув головой, Фулгрим выбросил раздумья о мече из головы и провел рукой по распущенным белоснежным волосам. Ферус Манус, словно пойманный лев, безостановочно шагал по комнате. Хотя корабли-разведчики уже приступили к поиску коллекторов, он все еще не мог смириться с необходимостью этой навязанной ему операции. «Ферус, присядь, пожалуйста», заговорил Фулгрим, «Иначе ты протопчешь в мраморе глубокий ров, выпей вина». «Фулгрим, порой мне кажется, что это больше не военный корабль, а летающая галерея», сказал Ферус Манус, осматривая висящие на стенах картины. «Хотя должен признать, эти пикты очень хороши. Кто их сделал?» «Летописец по имени Уфратия Киилер. Мне говорили, что она путешествует с 63-й экспедиции». «У нее хороший глаз», заметил Ферус. «Отличные пикты». «Да», согласился Фулгрим, «я подозреваю, что вскоре ее имя будет известно во всех флотилиях». «А вот насчет этих картин я не уверен», продолжал Ферус, указывая на серию абстрактных произведений, выполненных размашистыми мазками невыносимо ярких акриловых красок. «Ты не оценил лучшее полотно, братец», вздохнул Фулгрим. «Это работы Сирены Д'Анжело, аристократы Терры платят за каждую такую картину небольшое состояние». «В самом деле?» удивился Ферус и наклонил голову на бок. «И что же они представляют?» «Это», протянул Фулгрим, стараясь облечь в слова ощущения и чувства, пробуждаемые цветами и образами картины. Затем он пристально всмотрелся в изображение и усмехнулся. «Это сотворение реальности, построенной согласно метафизическим представлениям самой художницы», сказал он неожиданно для самого себя. «Автор создает эти аспекты реальности, представляющие собой истинную природу человека. Понять это значит понять всю галактику. Кстати, госпожа де Анжела находится на борту гордости императора. Я могу вас познакомить». Ферус что-то недовольно проворчал. «Почему ты хочешь, чтобы все это находилось здесь?» спросил он. «Эти безделушки отвлекают нас от выполнения долга перед императором и хорусом». Фулгрим покачал головой. «Эти работы станут завершающим вкладом детей императора в приведение к согласию галактики. Да, еще остались миры, которые предстоит покорить, и враги, которых надо уничтожить. Но что это будет за галактика, если никто не оценит наших завоеваний? Если отказаться от музыки, живописи и поэзии, если будет некому всем этим наслаждаться, империум станет пустым местом. Искусство и красота в этот безбожный век заменяют нам религию. Люди в своей короткой жизни должны создавать бессмертные творения. Это обеспечит вечное величие империума». «А я все-таки думаю, что это мешает воевать», настаивал Феррус Манус. «Совсем нет, Феррус. Основой империума являются искусство и науки. Если их задушить или растоптать, империум прекратит свое существование». «Как сказано, империи следуют за искусством, а не наоборот, как могут подумать некоторые прозаически настроенные люди. И я предпочел бы неделями обходиться без пищи и воды, чем без искусства». По лесу Ферруса было понятно, что слова брата его не убедили. Он махнул в дальний угол комнаты, где стояли незавершенные работы. «Так это тоже предметы искусства? Они выглядят не слишком красиво. Что они собой представляют?» Фулгрим ощутил приступ гнева, но не показал виду. «Я потакал творческой стороне своей натуры, но там нет ничего серьезного», ответил он до глубины души, задетой тем пренебрежением, с которым Феррус отнесся к его работам. Феррус Манус уселся на высокий деревянный стул и налил в кубок вина из серебряной амфоры. «Как хорошо снова оказаться среди друзей», сказал он, поднимая кубок. «Согласен с тобой», кивнул Фулгрим. «Теперь, когда император вернулся на Терру, мы так редко видим друг друга». «И забрал с собой кулаки», добавил Феррус. «Я слышал», сказал Фулгрим. «Неужели Дорн чем-то разочаровал нашего отца?» Феррус Манус отрицательно покачал головой. «Я не слышал ничего подобного, но кто знает. Возможно, Хоррусу об этом известно больше». «Тебе следует привыкать называть его воителем», поправил его Фулгрим. «Знаю, знаю», ответил Феррус, «но я еще не привык так о нем думать. Ты меня понимаешь?» «Я то понимаю, но таков порядок вещей, братец», настаивал Фулгрим. «Хоррус стал воителем, а мы его генералы. Воитель Хоррус командует, а мы подчиняемся». «Ты прав, конечно, и должен признать, он это заслужил», сказал Феррус и снова поднял «Надержал столько славных побед, как его лунные волки. Хоррус заслужил нашу верность». «Ты говоришь, как его истинный последователь», усмехнулся Фулгрим, поддавшись искушению подразнить своего брата примарха. «Что ты хочешь этим сказать?» «Ничего», сказал Фулгрим, махнув рукой. «Ну же, признайся, разве ты не надеялся, что сам окажешься на его месте? Разве не хотел всем своим сердцем, чтобы император назвал регентом тебя?» Феррус энергично потряс головой. «Нет, нет, я честно могу сказать, что ни на что подобное не надеялся», заверил его Феррус, после чего осушил кубок и снова наполнил. «Ты представляешь себе бремя ответственности? Мы так далеко зашли во главе с императором, и я даже не могу представить себе, какое должно быть самолюбие, чтобы стать предводителем великого крестового похода по завоеванию галактики». «И ты считаешь, что Хорус для этого не подходит?» спросил Фулгрим. «Ничуть», усмехнулся Феррус. «И не вздумай договаривать за меня, братец. Я не желаю прослыть предателем за то, что не поддерживаю Хоруса. Если кто-то из нас и способен стать воителем, я думаю, это только Хорус». «Не все так считают». «Ты разговаривал с Пертураба и Ангроном, не так ли?» «И с другими», признался Фулгрим. «Они выразили свое беспокойство по поводу решения императора». «Они бы выступили против любого, кто бы ни был избран», заметил Феррус. «Возможно», согласился Фулгрим. «Но я рад, что выбран Хорус. Он способен на великие дела». «Выпьем за это», предложил Феррус, осушая кубок. «Он подхалим и легко поддается влиянию». Голос, раздавшийся в голове Фулгрима, прозвучал столь отчетливо, что он удивленно моргнул. По окончанию военных действий на Лайране, когда в Апотикарионах иссяк постоянный поток раненых и умирающих, Фабий получил возможность больше времени посвящать своим исследованиям. Для обеспечения требуемой секретности экспериментов он перебрался в малоиспользуемое отделение на борту Андрония, боевого крейсера, находившегося в видении лорда-командира Эйдолана. Сначала в его распоряжении был только базовый комплект, но с благословения Эйдолана он постепенно создал впечатляюще оборудованную лабораторию. Эйдолан лично вызвался проводить его в новое отделение. Через длинную галерею мечей они попали в носовую часть корабля, где по правому борту располагался апотекарион, сверкающий стерильными стальными стенами. Эйдолан, не задерживаясь, провел Фабия через круглый зал центральной лаборатории и через выложенный плиткой коридор они попали в позолоченный вестибюль, откуда направо и налево расходились два перехода. Стена, стоящая между ними, оставалась пустой, хотя были заметны свидетельства того, что на ней собираются установить мозаику или барельефы. «Зачем мы сюда пришли?» спросил Фабий. «Сейчас увидишь». Эйдолан поднял руку и нажал на край стены. Целая секция плавно поднялась вверх, открывая освещенный проход с винтовой лестницей. Лорд-командир и апотекарий спустились в исследовательскую лабораторию. Покрытые белыми простынями хирургические столы и инкубационные капсулы были пусты и, казалось, дремали. «Вот здесь ты и будешь работать», объявил Эйдолан. «Примарх получил тебе нелегкое задание, апотекарий. Смотри, не подведи его». «Не подведу», кивнул Фабий. «Но скажи мне, лорд-командир, почему мои изыскания так тебя заинтересовали?» Эйдолан прищурился и долго не сводил с лица Фабия испытующего взгляда. «Я должен взять гордое сердце и с миротворческой миссией отправиться к поясу сатира Лангса». «Не слишком почетная, но необходимая обязанность убедиться, что имперские наместники исправно проводят в жизнь законы императора», произнес Фабий, хотя и знал, что Эйдолан видит в этом задании нечто иное. «Это оскорбительно», бросил Эйдолан. «Это напрасная трата моих сил и способностей. Это настоящая ссылка». «Возможно, но что ты хочешь от меня?» спросил Фабий. «Ты бы не стал лично провожать меня сюда без особой причины». «Правильно, апотекарий». Лорд-командир положил руку на наплечник Фабия и подтолкнул его к центру секретной лаборатории. «Фулгрим рассказал мне о масштабах твоих изысканий, и хотя я не одобряю твоих методов, но во всем подчиняюсь своему примарху». «Даже в проведении миротворческой миссии?» спросил Фабий. «Даже в этом», подтвердил Эйдолан, «но я больше не допущу подобной ситуации и не стану терпеть унижения. Твоя работа направлена на улучшение физиологии Астартес, не так ли?» «Я уверен, что это так. Я только начал раскрывать тайны Геносемени, но когда открою, я узнаю все его секреты. Тогда после моего возвращения во флотилию ты начнешь с меня», заявил Эйдолан. «Я буду твоим самым большим успехом, буду быстрее, сильнее и опаснее, чем прежде, и стану незаменимой правой рукой нашего примарха. Начинай свою работу, Апотекарий, а я позабочусь, чтобы тебе было предоставлено все необходимое». Апотекарий с улыбкой вспомнил этот разговор. Он знал, что Эйдолан, вернувшись в состав основной флотилии, будет доволен достигнутыми результатами. Фабий в забрызганном кровью хирургическом балахоне с портативным операционным набором, пристегнутым к сервопоясу, наклонился над трупом Астартес. Стальные руки, словно металлические пауки, слязгом поднялись над его плечами. Каждая из них несла шприц, скальпель или пилу для разрезания костей, необходимые для рассечения тела и извлечения органов. В ноздри ударил запах свернувшейся крови и обгоревшего мяса, но Фабия это не беспокоило. Запах напоминал ему о захватывающих исследованиях и путешествии в неизвестные глубины запретного знания. Холодный свет апотекариона обесцвечивал кожу трупа и отражался от инкубационных капсул, где извлеченное геносемя подвергалось химической стимуляции, генетическим манипуляциям или контролируемому облучению. Воин, лежащий на столе в момент доставки в апотекарион был еще жив и страдал, но смерть его был облаженной. Фабий вскрыл череп и воспользовался возможностью поработать над мягкой серой массой, чтобы лучше понять, как функционирует мозг живого Астартес. В процессе он случайно понял метод соединения нервных окончаний с центрами мозга, отвечающими за наслаждение, и, обрезая их один за другим, вызвал ощущение беспредельной радости. Возможно, это открытие пока не имело значения для его работы, но оно стало еще одной восхитительной частицей информации, которая могла бы пригодиться для дальнейших экспериментов. До сих пор успехи Фабия чередовались с неудачами, но по мере того, как война на Лаэране поставляла для экспериментов все новые источники геносемени, баланс постепенно склонялся в положительную сторону. Кремационная печа Патикариона горела день и ночь, уничтожая остатки неудачных опытов, но для достижения совершенства всех детей императора отрицательные результаты тоже были необходимы. Он сознавал, что кое-кто в Легионе с отвращением отшатнулся бы, узнав о его работе, но им недоставало воображения, и они не могли разглядеть грандиозных замыслов. Чтобы достичь совершенства, приходится терпеть неизбежное зло. После следующего шага в эволюционном развитии, Астартес Легиона Фулгрима станут величайшими воинами имперской армии, а имя Фабия, главного архитектора этого подъема, станут прославлять от края до края империума. В инкубационных капсулах уже сейчас зреют плоды его экспериментов, крошечные развивающиеся органы, плавающие в обогащенной питательными веществами суспензий. Фрагменты тканей были взяты у Астарта, спавших на Лаэране, и Фабий ожидал, что после его улучшений их эффективность удвоится. Уже сейчас он выращивает супер-железу ОСМОДУЛу, которая усилит скорость срастания и отвердевания элементов скелета воинов. Тогда они не будут страдать от переломов костей. Следующим после улучшенной ОСМОДУЛы будет пробный орган, включающий в себя гормоны Лаэров, способный изменить строение голосовых связок. Это позволит Астартес воспроизводить боевой клич Лаэров, но с гораздо большей мощностью. Работа по усовершенствованию других органов только начинается, но Фабий питал большие надежды на результаты улучшения Бископеи, что привело бы к грандиозному развитию мышц. И тогда все Астартес станут сильными, как терминаторы, способные голыми руками пробить танковую броню. Мультиспектральные глаза Лаэров снабдили его массой информации, которая, как он рассчитывал, пригодится при экспериментах с железой Акулова. В стерильных боксах перед ним, словно бабочки, были наколоты десятки глазных яблок. Введенные в них химические стимуляторы должны улучшить возможности оптических нервных узлов. После некоторых изменений Фабий надеялся создать новый орган зрения, который с равной результативностью будет работать и в темноте, и при ярком свете, и даже в условиях стробоскопического эффекта. Такое зрение исключит для Астартос опасность заблудиться и потерять ориентацию. Первый успех Фабия заключался в тысячах флаконов голубой жидкости, стоявших перед ним на стальных полках. Это снадобье он синтезировал из генетического соединения железы лаэров, аналогичной щитовидной железе людей, и бескопеи. При испытании транквилизатора на смертельно раненых воинах, Фабий убедился, что перед гибелью в их телах значительно ускорился метаболизм и возросла физическая сила. После некоторой доработки снадобье контролировало изменения таким образом, чтобы защитить сердце от перегрузки, и теперь все было готово, чтобы распространить его в регионе. Фулгрим одобрил применение препарата, и через несколько дней средство будет циркулировать в крови каждого воина, который пожелает им воспользоваться. Фабий выпрямился над распростертым передним телом и усмехнулся при мысли о подвластных ему чудесах. Теперь он наверняка получит свободу действий и улучшит физическое состояние детей императора. Да, прошепел он, и темные глаза сверкнули в предвкушении раскрытия секретов работы императора. Я обязательно узнаю твои тайны. Краски на палитре кружились перед глазами сирены, но их тусклость приводила художницу в ярость. Большую часть утра она провела в поисках красного цвета для изображения заката над лаэраном, но разбросанные вокруг пустые тюбики и сломанные кисти без слов свидетельствовали о постигшей неудаче. На полотне нетерпеливыми карандашными штрихами уже вырисовывался контур картины, которая, по мнению сирены, должна стать ее величайшей работой. Если только удастся подобрать нужный тон красного цвета. «Проклятие!» закричала она и швырнула палитру в стену с такой силой, что деревянная дощечка разлетелась в щепки. От разочарования перехватило горло, и дыхание вырывалось короткими болезненными толчками. Сирена опустила голову на руки, и вслед за разрывающими грудь рыданиями хлынули слезы. Очередная неудача вызвала яростный приступ гнева, и она схватила обломок кисти и вдавила зазубренный край струилась кровь и немного успокоила ее. Только боль оставалась реальной, и сирена глубже вонзила обломок в тело, наблюдая, как ручеек крови сбегает по бледным полоскам старых шрамов. Длинные темные волосы слипшимися прядями свисали до пояса и пестрели пятнами засохшей краски, а кожа сирены приобрела нездоровую бледность, как у человека, не спавшего несколько дней. Покрасневшие глаза слезились, а под обломанными ногтями чернела грязь. После возвращения сирены с поверхности Лайрана студия приобрела такой вид, будто ее громили какие-то вандалы, но виной тому была безумная жажда творчества, из-за которой недавно аккуратная комната стала похожей на поле битвы. Желание рисовать вспыхнуло с такой силой, что сирена не могла ему противиться. Жажда творчества была всепоглощающей и немного пугающей. Ее обуяло желание создать произведение, отражавшее страсть и чувственность. Сирена заполнила три полотна яркими красками и светом, она работала словно одержимая до полного изнеможения, пока сон не свалил художницу прямо в разгромленной студии. Проснувшись, она критическим взглядом окинула созданные картины, но увидела лишь грубые мазки и примитивные цвета, не имевшие ничего общего с жизненной силой, запомнившиеся после посещения храма. В беспорядке студии сирена разыскала пикты с изображением храма, величественного кораллового города, его великолепных стройных башен и удивительно ярких небес и океана. Несколько дней она пыталась воспроизвести восторженные чувства, охватившие ее на Лаэране, но независимо от пропорций смешиваемых красок, так и не сумела добиться желаемых оттенков. Сирена мысленно вернулась на Лаэран, вспомнила огорчение, охватившее ее после того, как Остиану отказали вправе подняться на борт катера, а потом виновата призналась самой себе, что печаль исчезла, как только громовой ястре прорвал пелену облаков и перед ней открылась безбрежная синяя Лаэрана. Такой великолепной, сияющей синевы она никогда не видела и первый десяток пиктов сделала еще до того, как корабль начал спускаться на Лаэрский атолл. Полет над парящим городом пробудил в ней чувства о существовании которых Сирена и не подозревала и ей до боли захотелось скорее вступить в этот чуждый мир. После приземления летописцев проводили через развалины разрушенного города и каждый из них с открытым ртом вбирал его удивительные особенности. Капитан Юлий объяснил, что высокие ракушечные башни в течение всей войны испускали пронзительные вопли, но замолчали после того, как были разбиты снарядами и взрывами. Осталось лишь несколько неповрежденных башен. Их протяжные крики показались Сирене невероятно далекими, пронзительно одинокими и бесконечно печальными. По пути через груды развали, наставленных после боев, Сирена делала пикт за пиктом и даже вид растерзанных тел лаерских солдат не уменьшал страстного желания посетить город, парящий над океаном. Картины чужого мира оказались настолько живыми и энергичными, что чувства Сирены не могли воспринять их полностью, и ее эмоциональное восприятие было на грани пресыщения. А потом она увидела храм. Капитан Юлий и итераторы повелели тописов к входу, и по пути из головы Сирены вылетели все мысли, оставив лишь непреодолимое желание войти в это удивительное сооружение. Странное, неудержимое нетерпение овладело всеми, и летописцы с необъяснимой поспешностью устремились вперед. Пробираясь через завалы обломков, она ощутила странный смолистый аромат и поначалу приняла его за запах ладана, используемый солдатами армии для маскировки зловония запекшейся крови и смерти. Но затем Сирена увидела тонкие струйки дыма, которые просачивались из спористых стен храма и поняла, что запах принадлежит чужеродному миру. На мгновение она слегка испугалась, но, сделав еще несколько вдохов, нашла аромат приятным и успокоилась. Над подобным устью пещеры входом горели яркие дуговые лампы, освещавшие невиданные цвета и настенные фрески, настолько правдоподобные и живые, что захватывало дух. Пришедшие вместе с Сиреной художники попытались оценить масштаб росписей и повсюду послышались изумленные возгласы и щелчки аппаратов документалистов, снимавших панорамные сцены. До слуха Сирены откуда-то из глубины храма донеслась музыка и мгновенно вонзилась в ее сердце словно заноза. Она отвела взгляд от фресок и последовала за голубыми волосами Бекьи-Кински, а музыка звучала все громче и увлекала их обеих все дальше. Внезапно злости на Бекью вспыхнула с новой силой, и Сирена ощутила, как ее верхняя губа приподнимается в злобной усмешке. Она шагнула вслед за Бекьей, и чем дальше углублялась в храм, тем сильнее нарастала в ее душе музыка. Сирена не забывала, что повсюду вокруг нее находятся люди, но не обращала на них ни малейшего внимания, всецело отдавшись поглотившим ее эмоциям. Она ощущала музыку, свет и краски, и даже протянула руку, чтобы сохранить равновесие, грозившее покинуть ее под натиском нахлынувших ощущений. Сирена обогнула угол и оказалась в центральной части храма. Непередаваемая красота и удивительная энергетика заставили ее упасть на колени. Бекья Кински стояла в центре просторного зала, подняв вверх руки с зажатыми вокс-зондами и музыка струилась над ее головой. Сирена поняла, что за всю жизнь не видела ничего более прекрасного. Ее глаза жгло разноцветие красок, и она с трудом сдерживалась, чтобы не зарыдать при виде их совершенства. Теперь в студии она безуспешно тратила все свои силы, чтобы воспроизвести этот сияющий момент удивительного совершенства. Сирена выпрямилась, вытерла рукавом слезы, отыскала в беспорядочно разбросанных инструментах следующую палитру и принялась смешивать краски, снова пытаясь достичь идеала. Она соединила красный кадмий с пурпурным хинокредином, добавила в красный немного коричнево малиновой пасты, но сразу поняла, что не добилась искомого цвета и ничуть не приблизилась к цели. В ней снова вспыхнула ярость, и в этот момент капля крови упала с руки на палитру. Вот оно! Возник удивительный цвет, и Сирена поняла, что нужно сделать. Она подняла небольшой ножик, используемый для затачивания карандашей, и провела лезвием по коже, разрезав руку чуть выше локтя. Из раны вытекла струйка крови, и она подставила палитру, с улыбкой наблюдая, как образуется нужный оттенок. Теперь она могла писать картину. Соломон наклонился, увертываясь от косого удара, и вовремя поднял оружие, чтобы отбить возвращающееся лезвие, нацеленное в грудь. Столкновение металла отозвалось по всей руке, едва излечившиеся кости запротестовали, и он сжал зубы. Соломон попятился от Мария, но капитан третьей роты уже оказался рядом, и опять нацелил меч ему в грудь. «Ты опаздываешь, Соломон», произнес Марий. Соломон резко опустил меч, отбивая очередную атаку, развернулся, намереваясь нанести противнику смертельный удар, но не успел закончить поворот, как клинок Мария уже пробил его оборону. Соломон изогнулся, но теперь все тело, словно разрываясь на части, отозвалось болью. «Я успеваю увидеть, как ты подходишь, Марий!» засмеялся Соломон, хоть и понимал, что победа Мария в поединке только вопрос времени. «Обманываешь», сказал Марий и бросил свой меч на мат. Он попятился до самой стены тренировочного зала, где на стеллажах было разложено самое разнообразное оружие, и выбрал солнце и луну, пару копьевидных кинжалов. В реальных схватках двусторонние ножи были бесполезны, но в тренировочных боях оказывались мощным оружием. Соломон тоже швырнул в сторону свой меч и схватил пару колец огонь и ветер. Как и оружие его противника, эти средства, круглые лезвия в текстурированном зажиме с рукояткой и изогнутыми шипами по краям, тоже считалось почти декоративными, но в учебных боях Соломон любил применять оружие, неиспользуемое в обычных сражениях. Он встал перед Мариям, вытянув вперед левую руку, а правую, согнув, прижал к боку. «Может, обманываю, а может и нет», усмехнулся Соломон. «Проверить можно только одним способом». Мария кивнул и устремился в атаку. Кинжалы мелькали перед ним, образуя в воздухе сверкающую металлическую паутину. Соломон блокировал первый выпад, потом второй, но каждый звенящий удар заставлял его все дальше пятиться к стене. Он качнулся вбок от размашистого рубящего удара сверху и послал свое оружие по длинной дуге в ноги Марию. Марий бросил на пол один из своих кинжалов и его кончик, пройдя сквозь центр круга, приколол его к земле. Соломон, оставив пойманное лезвие, отскочил назад. Ему срочно пришлось уворачиваться от второго кинжала. «Ты слышал новости?» задыхаясь, бросил Соломон в надежде отвлечь Мария и выиграть немного времени. «Какие новости?» спросил Марий. «Что нам в качестве эксперимента ведут новый химический стимулятор?» «Да, слышал», кивнул Марий. «Примарх уверен, что средства сделают нас еще сильнее и быстрее, чем прежде». Соломон нахмурился. Его друг словно продекламировал выученный наизусть ответ, но сам не верил своим словам. Он замедлил отступление. «А тебя не интересует, откуда оно взялось?» «Средство одобрено примархом», ответил Марий, замахиваясь кинжалом. «Нет, я хотел спросить о происхождении средства. Насколько мне известно, оно не было прислано с терры», сказал Соломон. «Более того, я думаю, что оно изготовлено здесь, на флотилии». Апотекарий Фабий рассказывал о нем до того, как перебрался на Андроний. «Какая разница, откуда взялось с надобья?» спросил Марий. «Примарх одобрил его применение для каждого, кто пожелает». «А я сомневаюсь», признался Соломон, поворачиваясь вслед Марию. «Возможно, зря, но мне не по нраву мысль о новых вводимых химикатах, если я ничего не знаю об их происхождении». Марий рассмеялся. «В лаборатории твое тело подверглось генетическим улучшениям, Марий, это совсем не одно и то же. Мы были созданы по образу и подобию императора, чтобы стать его идеальными воинами, так зачем добавлять что-то еще?» Марий пожал плечами и сделал еще один выпад. Соломон отвел удар кинжала и тотчас застонал от боли. Казалось, внутри что-то оборвалось. Поединок был окончен. Решив, что его разум не выдержит бездействия, Соломон не стал дожидаться полного исцеления и покинул Апотекарион, вернувшись в расположение своей роты. Гай Каффин с радостью встретил своего командира, но Соломон не мог не отметить, что его заместителю понравилось командовать и теперь предстояло подумать над тем, чтобы поручить Каффину его собственную роту. День проходил за днем, Диаспорекс никак себя не обнаруживал и Соломон напряженно тренировался, чтобы вернуть прежнюю силу. Он взял за правило каждый день посещать Мария и устраивать суровые тренировочные бои, но выиграть хоть один из них у него пока не хватало сил. Фулгрим сказал, что это надо сделать, сказал Марий таким тоном, словно это все решало. Да, сказал, и все же мне это не нравится, вздохнул Соломон. Я никак не могу понять, зачем все это нужно. Понимаешь ты или нет, это к делу не относится, заявил Марий. Приказ был дан и наш долг повиноваться. Наш идеал чистоты и совершенства исходит от Фулгрима и через лордов командиров передается нам, капитанам Рот, а наше дело передавать волю примарха остальным воинам. Все это мне известно, вот только что-то кажется неправильным, сказал Соломон, тяжело дыша и опустив оружие к самому полу. На сегодня хватит, я вымотался, ты победил. Марий кивнул. Ты с каждым днем становишься все сильнее, Соломон, сказал он. Пока я еще не возразил Соломон и в изнеможении рухнул на тренировочный мат. Это только пока, но скоро силы к тебе вернутся, и ты сможешь стать мне достойным противником, ответил Марий, усаживаясь рядом. О, об этом не беспокойся, воскликнул Соломон, очень скоро я тебя одолею. Ни за что, совершенно серьезно возразил Марий. Я тренирую свою роту напряженнее, чем когда бы то ни было, и мои воины, и я находимся в наилучшей форме, а после введения этого нового средства мы станем еще быстрее и сильнее. Соломон заглянул в глаза своему другу и увидел страстное желание реабилитироваться после неудачи на Атолле. Он поднял руку и дотронулся до плеча Мария. Послушай, я понимаю, что ты и сам это знаешь, но все равно хочу тебе сказать. Не надо, прервал его Марий, качая головой. Не стоит. Третья рота опозорилась, и, пытаясь нас оправдать, ты только сделаешь еще хуже. Это произошло не по вашей вине, настаивал Соломон. По нашей, сказал Марий. А если ты этого не понимаешь, что тебе повезло, что ваш корабль был сбит на подходе к планете? Соломон внезапно рассердился. Повезло? Я чуть не погиб! Мне было бы легче, если бы я умер, прошептал Марий. Ты ведь так не думаешь? Возможно, но факт остается фактом. Третья рота не выполнила полученного задания, и пока мы не искупим свою вину, я прослежу, чтобы мои воины беспрекословно выполняли все приказы примарха. Какими бы они ни были, спросил Соломон. Разумеется, ответил Марий, какими бы они ни были. Голова девятая. Обнаружили Блейк откровенный советчик. Феррум скользнул по краю яркой короны звезды Королес. Защитные экраны корабля задерживали большую часть электромагнитных помех и предохраняли от сбоев его системы, а экипаж продолжал разыскивать генераторы Диаспорекса. Корпус судна пестрел свежими заплатами, и пострадавшие элементы конструкции были заменены, но чтобы избавиться от всех повреждений, корабль все же нуждался в более длительной стоянке в доках. Капитан Балхаан по-прежнему стоял за командирским пультом, но счастливым он не выглядел. Железный отец Дидерик все время находился рядом с Аксарденом у дублирующего пульта, и хотя Балхаан понимал, что за неспособность уберечь корабль он не заслуживает ничего лучшего, необходимость разделять командование Феррумом с кем-то еще до сих пор причиняла ему бой. Дидерик проверял каждое его решение и внимательно изучал каждый отданный капитаном приказ, но Балхаан воспринимал его присутствие как необходимое напоминание об опасности самоуспокоения. Тело железного отца Дидерика претерпело множество аугметических усовершенствований, большая часть органических частей уже давно была заменена, что приближало его к механизированному совершенству и последующему погребению в саркофаге древнего дредноута. «Ну что, круговая съемка завершена?» спросил Балхаан. «Почти закончено, сэр», ответил Аксарден. «И каковы результаты?» «Ничего обнадеживающего, сэр, здесь такие сильные помехи, что мы можем находиться над ними и не узнать об этом», объяснил Аксарден, обращаясь не только к капитану, но и к железному отцу. «Хорошо, Аксарден, дай мне знать, если появятся какие-то изменения», приказал Балхаан. Он склонился над пультом и попытался припомнить моменты истории, когда легендарные герои были вынуждены тратить время на столь же скучное занятие. На ум ничего не приходило. Балхаан понимал, что историки склонны пропускать периоды между потрясениями и описывать только сражения или иные драматические события. «Интересно, что напишут летописцы 52-й экспедиции об этой части Великого Крестового Похода?» Скорее всего, это время вообще не заслужит упоминаний в их трудах. В конце концов, что примечательного может произойти с дюжиной кораблей, отправленной на поиски солнечных генераторов? Балхаан вспомнил прочитанный отрывок из произведений Геродота, где описывалась битва у побережья древнего государства, известного под названием Артемизион, что в Северной Эвбее. В бою сошлись два огромных океанских флота, и, как было сказано, сражение длилось три дня. Балхаан даже представить себе такого не мог и гадал, сколько времени на самом деле потребовалось для боя. Он подозревал, что все закончилось довольно быстро. Балхаан по своему опыту знал, что сражения на море бывают короткими и жестокими, когда одна галера быстро добивается преимущества над другой и таранит ее, посылая вражеский экипаж в объятие ледяной смерти на дне океана. Не успел он поразмыслить над своими мрачными перспективами, как раздался голос Аксардена. «Капитан, мне кажется, мы что-то нашли!» Все печальные мысли и загадки длинных пустых интервалов истории мгновенно были развеяны взволнованным голосом офицера тактика. Пальцы Балхаана тотчас повернули выключатель на командной панели и обзорный иллюминатор залило ярким светом звезды. Он в ту же секунду понял, о чем говорил Аксарден. Ребристые крылья солнечных генераторов переливались, отражая свет Королис. «Стоп всем машинам!» приказал Балхаан. «Нет смысла оповещать их о нашем приближении». «Надо атаковать!» воскликнул Гидерик. Балхаан заставил себя скрыть досаду, вспыхнувшую в ответ на нетерпеливое заявление Железного Отца. «Разве Феррум уже не пострадал от подобной поспешности?» «Нет!» ответил Балхаан. «Мы не будем атаковать, пока не поставим в известность флотилию экспедиции». «Сколько там видно коллекторов?» спросил Гидерик, обращаясь к Аксардену. Офицер тактик нагнулся к самому монитору и Балхаану пришлось ждать несколько тревожных секунд, пока Аксарден готовил ответ Железному Отцу. «Не меньше десяти, но может быть и больше. Я не могу их всех различить», сказал Аксарден. «Радиоактивное излучение звезды здесь особенно сильно сконцентрировано». Балхаан вышел из-за пульта, спустился по ступенькам и подошел к тактическому пульту. «Неважно, сколько здесь коллекторов, Железный Отец», сказал он, «мы не можем их атаковать». «А почему нет, капитан?» фыркнул Дидерик. «Мы же отыскали источник топлива для наших врагов, как и приказал наш господин Манус». «Я хорошо помню данный нам приказ, но без поддержки военных кораблей флотилии Диаспорекс снова может уйти». «Что ты предлагаешь, капитан?» Отметив, что Железный Отец все же прислушался к его мнению, Балхаан не замедлил с ответом. «Мы подождем, отошлем донесения кораблям флотилии, а пока соберем как можно больше информации, не выдавая своего присутствия». «А потом?» спросил Дидерик, которого явно не вдохновляла перспектива пассивного ожидания. «А потом мы их уничтожим», ответил Балхаан, «И восстановим свое доброе имя». Помещение архива на гордости императора занимало целиком три верхние палубы, уставленные высокими позолоченными стеллажами с текстами древней Терры. За сохранностью манускриптов этой грандиозной коллекции усердно следил архивариус 28-й экспедиции, усердный и старательный человек по имени Эван-дер Тобиас. За долгие годы учения Юлий хорошо узнал характер Тобиаса и теперь без колебаний направился к его убежищу в сводчатом нефе на самой верхней палубе. Перед ним простирались стеллажи, поддерживаемые мраморными колоннами, в просторных проходах слышался приглушенный шепот, наиболее уместный в таком обширном хранилище знаний. Столбы из зеленого мрамора уходили вдаль, и темные деревянные полки между ними прогибались под тяжестью свитков, книг и дата кристаллов. Юлий шел по отполированному мраморному полу при свете парящих светящихся шаров, отбрасывающих его тень далеко вперед. Он не надел боевые доспехи, а только обычный рабочий костюм и поверх него набросил кольчужную рубашку, украшенную изображением орла детей императора. В боковых переходах и закоулках он видел лишь людей в форменной одежде летописцев и сервиторов, тащивших огромные стопки книг и не обращавших на него никакого внимания. В одном из небольших залов он отчетливо рассмотрел голубую шевелюру Беки Кински и сначала хотел было остановиться и побеседовать с ней. Она сидела за широким столом, заваленным листами нотной бумаги, с распущенными волосами и наушниками вокзонда. Даже издали до Юлия доносилась странная музыка, услышанная в Лаерском храме. На таком расстоянии звуки казались слабыми и далекими, хотя в ушах Беки Кински музыка наверняка гремела во всю мощь. Ее руки то опускались на стол, чтобы записать несколько строк, то порхали словно птицы, когда Бекия как будто дирижировала каким-то невидимым оркестром. Она работала с улыбкой, но в движениях ощущалась странная одержимость, словно музыка внутри нее могла стать опасной, разрушительной силой, если ее не перенести на нотный лист. Так вот, как работают гении, подумал Юлий и прошел мимо, решив не прерывать процесс творчества госпожи Кински. С тех пор, как он в последний раз посещал помещение архива прошло довольно много времени, и теперь он ощутил это особенно остро. Но обязанности в легионе и военные действия на Лаэране не оставляли времени для чтения. Теперь ему предстояло заново знакомиться с этим местом, хотя Ликаону было оставлено распоряжение немедленно информировать Юлия, если в его отсутствие произойдет что-то заслуживающее внимания капитана. Навстречу Юлию попалась группа песцов и нотариусов, и каждый из них на ходу почтительно поклонился. Некоторые лица были знакомы ему по прошлым посещениям, но большую часть чиновников он не помнил, однако сам факт возвращения в архив вызывал у него чувство спокойствия и тихой радости. Увидев впереди знакомую фигуру Эвандера Тобиаса, он не мог удержаться от улыбки. Почтенный архивариус распекал группу притихших летописцев за какое-то нарушение его строгих правил. Пожилой ученый увидел приближающегося Юлия и прервал обличительную речь. Его лицо осветилось широкой улыбкой и архивариус царственным жестом отпустил провинившихся летописцев. Эвандер Тобиас одетый в строгий костюм из темной плотной ткани производил впечатление настоящего ученого и внушал уважение даже Астартус. Юлию нравились и его царственная осанка и величественные манеры. Когда-то Эвандер Тобиас был величайшим оратором Терры и обучал первых итераторов. Он бесспорно мог занять должность первого итератора флотилии воителя, но стремительно развившийся рак гортани парализовал его голосовые связки и школу итераторов пришлось оставить. На свое место в 63-й экспедиции Эвандер рекомендовал одного из самых способных своих учеников блистательного Кирилла Зиндермана. Поговаривали, что сам император посетил Эвандера на ложе болезни и дал инструкции его хирургам и кибернетистам, но правда об этом было известно лишь немногим. Капризная судьба лишила Эвандера его таланта оратора и нарушила дикцию, но горло и голосовые связки были реконструированы и теперь Эвандер тихо бормотал механическим голосом, что нередко вводило в заблуждение некоторых ничего не подозревавших летописцев, считавших архивариус одряхлым и беззубым стариком. «Мальчик мой», заговорил Эвандер, протягивая руки навстречу Юлию. «Как давно я тебя не видел». «Да, очень давно, Эвандер», улыбнулся Юлий и кивнул вслед удалявшимся летописцам. «Что, дети опять нашалили?» «Эти? А, глупые юнцы», бросил Эвандер. «Принято считать, что избрание летописцам предполагает наличие некоторой твердости характера и уровня интеллекта, превосходящего орочей. Но эти глупцы не могут ориентироваться в отлично отлаженной системе и не способны найти информацию. Это меня огорчает. Я опасаюсь за качество на среде экспедиции, коль великие деяния крестового похода описываются подобными недотепами». Юлий кивнул, но достаточно близко познакомившись с пресловутой системой архивирования и проведя в бесплодных поисках хотя бы крупицы информации не один час, он без труда мог представить, сколько еще поводов для огорчения поджидает почтенного ученого. Но Астертос мудро решил оставить свое мнение по данному поводу при себе. «Друг мой, я уверен, что при твоем содействии наше наследие находится в надежных руках». «Ты очень добрый ко мне, мой поблагодарил его Эвандер и из серебряных трубок искусственного горла вырвалось едва заметное пыхтение». Юлия всегда забавляла обращение «мой мальчик», несмотря на то, что на самом деле капитан был намного старше архивариуса. Во время посвящения в ряды Астертос плоть и скелет Юлия подверглись перестройке и значительному улучшению, а физиологический процесс предполагал фактическое бессмертие, приятно видеть отеческую заботу Эвандера, которой он был лишен на Хемосе. «Я уверен, ты пришел сюда не для того, чтобы проверить качество подготовки летописцев плотилии, не так ли?» спросил Тобиас. «Нет», сказал Юлий вслед архивариусу, уже повернувшему к полкам с книгами. «Пойдем, мой мальчик, на ходу мне лучше думается», позвал его Эвандер, оглянувшись через плечо. Юлий шагнул вслед за ученым, быстро с ним поравнялся и укоротил шаги, чтобы Тобиас не отставал. «Я догадываюсь, что тебя привело нечто особенное. Я прав?» Юлий помолчал, он до сих пор и сам не знал, что ищет. Впечатления от того, что он видел и ощущал в Храме Лаэров, и сейчас тревожили его, и он решил, что надо попытаться понять это явление, поскольку, несмотря на всю чужеродность эффекта, в нем было что-то ужасно притягательное. «Возможно», начал Юлий, «но я не могу понять, где искать информацию, скорее, я еще не решил, что именно надо искать». «Ты меня заинтриговал», заметил Тобиас. «Хотя, чтобы оказать тебе помощь, я попрошу продолжить рассказ». «Я думаю, ты уже наслышан о Храме на Лаэране?» спросил Юлий. «Да, я слышал о нем, и похоже, это довольно отвратительное место, слишком зловещее для моей восприимчивости». «Да, такого я еще никогда не видел, и мне хотелось бы побольше о нем узнать, потому что в мыслях я постоянно к нему возвращаюсь». «Почему? Что в нем такого, что тебя очаровало?» «Очаровало? Нет, я совсем не это имел в виду», возразил Юлий. Его слова прозвучали слишком неискренне даже для него самого, и Юлий заметил, что и Тобиас уловил ложь в его голосе. «Впрочем, может и так», признал он. «Нечто подобное я испытывал лишь в тех случаях, когда наслаждался величайшими произведениями искусства или поэзии. Все мои чувства чрезвычайно обострились. С тех пор все вокруг кажется серым и мертвым. Те вещи, что раньше воспламеняли мою душу, больше не радуют. Я прохожу по галереям корабля, где собраны работы искуснейших художников Империума, и ничего не чувствую». Тобиас с улыбкой кивнул. «Похоже, храм и вправду удивительное место, раз он настолько задел души людей». «О чем ты?» «Ты далеко не первый, кто приходит ко мне в архив и ищет сведения о подобных случаях». «Как это не первый?» Тобиас покачал головой, а на его морщинистом лице появилось выражение легкого изумления. «Очень многие из тех, кто побывал в храме, приходят сюда и пытаются разобраться в своих впечатлениях об этом месте. Это и летописцы, и армейские офицеры, и астартес. Выходит, храм на всех произвел неизгладимое впечатление. Мне и самому уже почти захотелось увидеть храм своими глазами». Юлий недоверчиво тряхнул головой, но архивариус не увидел его реакции, он уже отвернулся к полке, где стояли книги в кожаных переплетах с золотым тиснением. Корешки томов давно потускнели, и было заметно, что ни один из них не покидал полки с самого основания архива. «Что это?» спросил Юлий. «Это, мой дорогой мальчик, собрание сочинений одного священника, жившего еще до прихода древней тьмы. Его имя Корнелий Блейк, а еще его называли гением, мистиком, еретиком и провидцем, причем нередко в один и тот же день». «Вероятно, он прожил яркую жизнь», заметил Юлий. «А о чем он писал?» «Обо всем, в чем, как мне кажется, ты хочешь разобраться, мой мальчик», ответил Тобиас. «Блейк был уверен, что только через совокупность опытов человек может постичь неведомое, и мудрость ждет его в конце пути между крайностями. Его работы полны иносказаний, которыми он пытался замаскировать свои идеи о приходе новой, неистовой эпохи чувств и ощущений. Некоторые считали его сенсуалистом, описывающим борьбу между чувственностью и ограничениями морали авторитарного режима, царящего при его жизни. Другие, без всякого сомнения, объявляли его падшим священником и развратником с манией величия». Тобиас поднял руку и достал с полки один из томов. «В этой книге Блейк пишет о том, что человечество, по его мнению, должно удовлетворять все свои желания, чтобы достигнуть нового состояния полной гармонии, более совершенной, чем первоначальное неведение, с которого, как он утверждает, и начинала наша раса». А что ты думаешь об этом? «Я думаю, что его вера в способность человека преодолеть ограничения пяти данных чувств весьма впечатляет, хотя не могу не отметить, что его философию часто признавали философией вырождения. Они ссылались на энтузиастов, его последователей, которые во все времена имели дурную славу. Блейк верил, что те, кто ограничивает свои желания, делают это лишь потому, что они подвержены настоящей страсти. Сам он никогда не испытывал угрызений совести». «Теперь я понимаю, почему его называли еретиком». «Правильно», подтвердил Тобиас. Хотя благодаря усилиям императора это слово в империуме почти вышло из употребления. Его этимологические корни происходят из древних наречий времен олимпийского господства, и тогда оно означало просто выбор веры. Ученый Иринаус в своем трактате против ересей описывает его верование как искреннее почитание давно умершего бога, что впоследствии стало традиционным в его культе, а позднее краеугольным камнем многих религий. И как возникло непонимание этого слова? «Ну же, мой мальчик, я думал, что я достаточно хорошо тебя выучил», покачал головой Тобиас. «Следуя логике Иринауса, можно сделать вывод, что понятие ереси не имеет объективного значения. Эта категория зависит только от точки зрения и позиции внутри определенного общества, которое изначально считает себя правоверным. Тогда любой, кто высказывает мысли, не согласующиеся с этой точкой зрения, в ортодоксальном обществе будет считаться еретиком. Другими словами, ересь — это субъективная оценка, выражение взглядов со стороны принятой в обществе религии. К примеру, во времена объединительных войн адвентисты пан Европы считали ересью веру в императора, тогда как предки основателей индонезийского блока принимали за великое отступничество приход к власти деспота Калгаана. Итак, Юрий, для возникновения ереси требуется существование официальной системы догм и верований, считающихся ортодоксальными. Согласно твоим словам, в наши дни ереси быть не может, поскольку император открыл нам лживость всех верований вложенных богов и поклонения умершим, не так ли? Не совсем так. Догма и религия не всегда опираются на веру в божественное существо. Это может быть просто режим или система общественных ценностей вроде тех, что мы сейчас несем галактики. Сопротивление или восстание против них легко может быть классифицировано как ересь. Тогда зачем мне читать эти книги? Они могут оказаться опасными. Тобиас разочарованно махнул головой. Да нет же, как я часто говорил ученикам в школе итераторов истина сказанная с дурными намерениями всегда восторжествует над любой надуманной ложью. Следовательно нам необходимо познать все истины чтобы уметь отречать добро от зла. Когда итератор проповедует истины он делает это не только ради убеждения непросвещенных но и ради защиты тех кто знает. Юлий хотел спросить что-то еще но в этот момент в его ухе затрещала горошина вокс связи а затем послышался взволнованный голос Ликаона Капитан тебе необходимо возвращаться Юлий поднес губам браслет с микрофоном Уже возвращаюсь что произошло Мы их обнаружили доложил Ликаон Мы нашли диаспорекс ты должен как можно скорее вернуться Я иду заверил его Юлий но по голосу Ликаона несмотря на помехи воксканала он понял что его заместитель не договаривает Есть что-то еще что я должен знать Лучше быстрее приходи и посмотри сам ответил Ликаон Фулгрим сердито мерил шагами свою каюту под оглушительные звуки десятка фонотрансляторов Каждое устройство транслировало свою запись Гремящие оркестры ритмичную музыку племен низших уровней городов Ульев громче всех звучала мелодия Лаэрского храма Мелодии совершенно не совпадали друг с другом и общий гул наполнял его сознание невообразимыми видениями и обещаниями неожиданных возможностей деятельность брата сильно испортила ему настроение но ему ничего не оставалось сделать кроме как последовать за 52 экспедицией решение Ферруса выступить в одиночку означало недостаток уважения и это не на шутку разъярило Фулгрима и расстроило все его планы относительно Диаспорекса план был превосходен а Феррус все разрушил мысль мгновенно оформилась и сочилась таким ядом что Фулгрим поразился ее интенсивности да его возлюбленный братец действовал импульсивно но он должен был предугадать что Феррус не сможет удержать свой медузианский нрав нет ты сделал все чтобы сдержать его порывистость его импульсивность приведет к гибели при этой мысли по спине Фулгрима пробежал неприятный холодок эти слова явно были вытащены из самых темных глубин его существа и они чересчур отчетливо прозвучали в голове Феррус Манус был его братом и примархом и хотя многих из них Фулгрим считал своими друзьями не было крепче ус чем связь между ним и Феррусом после победы на Лаэране у Фулгрима все чаще из глубин сознания всплывали неожиданные мысли и вылезали едкие обиды о существовании которых он и не подозревал каждую ночь лежа на шелковых простынях он слышал голос нашептывающий на ухо то соблазнительные мечты то ужасные незабываемые кошмары сначала он подумал что сходит с ума что какой-то последний предательский прием Лаэров возымел свое действие и начал разрушать рассудок но Фулгрим отмел этот вариант как невероятный поскольку ничто не могло влиять на столь совершенное существо как примарх потом он подумал что получает какие-то астропатические послания со стороны но Фулгрим знал что лишен психопатического потенциала Магнус обосновавшийся на Просперо унаследовал от отца дар предвидения но эта особенность возвела преграду между ним и остальными братьями поскольку никто не мог поверить что такие способности даются просто так и не вызывают последствий в конце концов Фулгрим пришел к выводу что голос является выражением его подсознания одной из граней собственного разума которая формулировала мысли независимо от его воли опрокидывая барьеры и срывая покровы созданные обществом кто еще мог бы похвастаться таким непредвзятым советчиком в своей голове Фулгрим понимал что должен пойти на капитанский мостик что его Астартес нуждаются в его мудром руководстве поскольку полагаются на его суждения во всех вопросах поскольку только его воля определяет характер и направление легиона так и должно быть что такое легион как непродолжение твоей воли Фулгрим усмехнулся этой мысли протянул руку и прибавил громкость того транслятора который воспроизводил музыку записанную в лаерском храме звуки лишенные гармонии и мелодии но неудержимые в своей примитивной мощи проникали в его самые потаенные глубины они будили в нем стремление к лучшему к новым победам и великим деяниям Фулгрим вспомнил как вернувшись на поверхность лаерана увидел в храме Бекью Кински женщина записывала музыку стоя с поднятыми руками а ее лицо повлажнело от слез она обернулась почувствовав его появление а потом не в силах устоять перед мощью чуждых звуков упала на колени я запишу это для вас вскричала она я создам нечто удивительное это будет моровилье в вашу честь он улыбнулся этому воспоминанию зная зная что сочиненное Беки Кински произведение будет выше всяких похвал Ла Финича уже сейчас переполнилась новинками из великолепных картин и величественных статуй преподнесенных теми кто успел посетить поверхность лаерана если у него и появилась тревожная мысль по поводу принадлежности этих творений то он давно о ней забыл но приятное сознание правильности принятого решения осталось величайший из всех работ должен стать грандиозный портрет самого Фулгрима заказанный сирене Д'Анджело после того как он увидел начатую художницей картину посвященную победе на лаеране полотно буквально искрилось избытком эмоций и ассоциаций и при виде такой красоты сердце сжималось словно от боли с тех пор он несколько раз позировал для сирены Д'Анджело но после уничтожения Диаспорекса надо бы найти время и поработать с ней как следует да вскоре на гордости императора будет звучать эхо музыки творения и его воины донесут ее до каждого уголка галактики чтобы все могли получить возможность наслаждаться непревзойденной красотой при взгляде в дальний конец зала настроение фулгрима несколько омрачилось там валялись куски мрамора оставшиеся от его попытки создать собственный шедевр каждый удар инструмента был произведен с величайшей точностью и анатомические пропорции фигуры радовали своим совершенством и все же в скульптуре явно чего-то не хватало но изъян оказался выше его понимания разочарование результатами работы быстро переросло в ярость и фулгрим уничтожил статую тремя ударами серебряного меча возможно остеан де лафур мог бы указать на его ошибки но слушать замечания простого смертного претила примарху разве он не был создан для того чтобы стать величайшим из всех живых существ все его братья унаследовали характерные черты своего отца но гнетущее подозрение что несчастный случай едва не уничтоживший детей императора сразу после рождения мог вызвать скрытый дефект в его генетическом строении снова стало преследовать фулгрима в темноте ночей неужели его естество так близкое к совершенству с первого взгляда содержит в себе никому еще неизвестный зародыш падения и неудач подобные мысли претили ему но вызванный ими страх мучительной язвой разъедал грудь фулгрим чувствовал что события уже не вполне подчиняются ему война на лаэране была порождена тщеславием и он это прекрасно понимал но она была выиграна и летописцы опишут только его победу они умолчат об ужасающих цифрах потерь которые он не стал обнародовать но сны фулгрима полны видений павших воинов которых он хорошо знал и помнил а теперь после удачного рейда кораблей разведчиков феррус нетерпеливо унесся навстречу диаспорексу и уже приближается к солнечным генераторам в душе снова разгорелся уже знакомый гнев на брата и все воспоминания о братской любви и столетиях дружбы померкли перед этим новым предательством этой хвостривой демонстрацией он позорит тебя и должен понести наказание Юлий прислушивался к донесениям передаваемым трещавшими громкоговорителями и наблюдал за офицерами тактиками которые сгрудились над картографическим столом с мерцающими зелеными линиями планируя ход сражения после обнаружения феррумом солнечных генераторов феррус манус не советуясь с примархом детей императора приказал кораблям 52 экспедиции на полной скорости отправляться к звезде королис диаспорекс в ответ на его демарш ринулся на перехват в отличие от прошлых столкновений в этом случае намечался не просто обмен ударами из засады юлий понимал что без своевременного вмешательства детей императора кораблям 52 экспедиции не удастся справиться с диаспорексом на капитанском мостике гордости императора царила тишина нарушаемая лишь лаконичными репликами команды догудением механизмов юлию отчаянно хотелось чтобы что-нибудь громкое и неординарное напомнило экипажу что в отсутствии фулгрима все идет не так как следовало словно в рубке зияла непереносимая пустота обычно заполняемая могущественной фигурой предводителя но рутинная работа экипажа продолжалась в повседневном режиме и равнодушие окружающих приводила юлия в ярость капитан гордости императора лимуэль айзель настолько привык исполнять приказы примархов что совершенно разучился отдавать собственные распоряжения а потому просто направил корабли детей императора вслед за флотилией железных рук юлий видел что без внушительного руководства их господина и повелителя этот воин чувствует себя не в своей тарелке даже капитаны астарта сказалось не ощущали отсутствия примарха и юлий едва сдерживался чтобы не взорваться при виде такой неблагодарности соломон только недавно вернувшийся в строй всецело сосредоточился на тактических планах а вот на лице мария юлий к своему немалому удовольствию заметил выражение непримиримого отвращения злость юлия разгоралась все сильнее он даже сжал кулаки настолько сильно хотелось ему взорвать монотонность воцарившуюся в рубке ему вдруг захотелось обрушить кулак на голову кого-нибудь из экипажа просто для того чтобы нарушить оскорбляющее чувство порядок с тобой все хорошо спросил подошедший к нему соломон ты выглядишь очень напряженным да конечно я дьявольский напряжен огрызнулся юлий звук собственного голоса наконец принес ему некоторое облегчение и чрезмерно громкий ответ немного утихомирил разгоравшийся гнев ферус манус отправил свою флотилию прямо навстречу диаспорексу а мы вынуждены тащиться в хвосте не имея даже плана действий взрыв негодования вызвал немедленное внимание всех присутствующих и юлий физически ощутил как по его телу разливается бурное ликование он видел что озадачил соломона и испытывал приятный трепет позволив мыслям вырваться из-под контроля успокойся сказал соломон сжимая его ладонь да железные руки начали операцию без нас но если им удастся выманить диаспорекс это может стать нашим преимуществом мы станем молотом который разобьет врагов на наковальне железных рук мысль о предстоящей битве окончательно погасила недавний гнев а от перспективы сражаться без намеченного плана по телу прошла дрожь предвкушения ты прав сказал юлий как раз для этого мы здесь и оказались соломон окинул его несколько недоумевающим взглядом и вернулся к тактическому экрану теперь уже недолго осталось ждать произнес соломон после короткого размышления чего ждать спросил его марий кровопролитие ответил он и у юлия при этих словах заметно участился пульс глава десятая битва у звезды королес оказаться в центре новые высоты переживаний генераторы вобравшие в себя энергию солнца взрывались словно новые звезды огненные облака обломков и освободившегося потенциала разносились на сотни километров и уничтожали военные корабли рискнувшие подойти слишком близко ради преимущества в сражении на окраине звездной короны над звездой королес маневрировали и гонялись друг за другом тысячи космических судов все они двигались по собственным сложным траекториям а ослепительные копья огня и светящиеся следы торпед пересекали им дорогу диаспоракс принял навязанные ему железными руками сражения и теперь уподобился загнанному зверю защищающему своего детеныша тяжело вооруженные корабли древнего образца образовали вокруг генераторов защитный кордон в то время как более мелкие и быстроходные суда прикрытия пытались прорвать блокаду имперских сил и вывести с поля сражения свои драгоценные станции кое-кому удавалось проскочить но большинство благодаря отличной работе артиллеристов 52 экспедиции попадало в прицел в считанные секунды обращаясь в тучи металлических осколков вспыхивали мощные взрывы распускались огненные цветы и своей гибелью корабли воспламеняли горючие газы в изобилии заполнявшие пространство вокруг звезды атаку железных рук возглавлял железный кулак пробивая себе дорогу к центру диаспорекса мощными бортовыми залпами батарея за батареей изрыгала полновесные очереди по судам диаспорекса и за подбитыми кораблями тянулись длинные шлейфы вытекающего кислорода с поверхности звезды королес поднялись потоки ядерных выбросов облака радиоактивных частиц разлетелись во все стороны и окутали поле боя огненной пеленой небольшие истребители и бомбардировщики не выдержали случайного проявления ярости звезды и взорвались разбросав вокруг себя горящие тела экипажа железному кулаку противостоял корабль чужаков посылавший из неизвестного орудия молниеносные заряды энергии которые насквозь прожигали броню имперских судов выводили из строя системы наведения и даже подчиняли себе батареи противника когда корабли империума нацелили орудия на своих союзников флотилией овладелось смятение эфирус манус осознав происходящее снова повернул железный кулак в самую гущу сражения чтобы с близкого расстояния уничтожить корабль чужаков торпедным залпом корабль чужаков задергался раздираемый изнутри торпедами пробивавшими одну переборку за другой и детонирующими в самом сердце судна несмотря на все усилия командиров диаспорекса выставленный перед солнечными генераторами кордон не мог сдержать натиска железных рук демократичной конфедерации многих рас прижатой к пылающей короне звезды королис грозило неминуемое истребление в отличие от подчиненной стальной воли ферруса мануса эскадря империума капитаны диаспорекса не могли быстро скоординировать свои действия и не проявляли достаточной находчивости чтобы противопоставить ее яростному натиску примарха сияющий орел звезды стал могилой для тысяч чужаков и людей диаспорекса а 52 экспедиция продолжала безостановочно лупить батарейным огнем и ракетными залпами выплескивая гнев накопившийся за долгие месяцы корабли пылали и если это был действительно конец диаспорекса он был достоин увековечения в славных легендах феррум воевал в эпицентре сражения и капитан балхаан яростно мстил за прошлое поражение пользуясь высокой маневренностью своего корабля он держался в паре с железной броней феррум обходил врага с фланга и атаковал уязвимые точки на корме сокрушительные залпы выводили из строя двигатели противника и когда противник беспомощно зависал на одном месте железная броня завершала начатое и разрывала обездвиженную жертву на части прицельным огнем бортовых батарей нельзя нельзя сказать что диаспорекс не собрал свою долю в кровавой жатве несмотря на то что сплоченной флотилии противостояли отдельные корабли уже вскоре после начала сражения немалый урон был нанесен огромным боевым кораблем гибридом в котором конструкции явно созданные людьми добавлялись нелепые надстройки явно достроенные чужаками феррус манус не мог не отметить момента когда корабль гибрид взял на себя командование и диаспорекс вновь показал зубы координированные залпы артиллерии вывели из строя славу медузы и в пыль разнесли золотое сердце дерзкую попытку высадки десанта на железную мечту удалось отбить но корабль остался беспомощным и был уничтожен почти случайным залпом с корабля гибрида самой страшной для имперского флота стала потеря боевой баржи металлус вражеский энергетический заряд пробил корпус ядерного реактора и последующий взрыв затмил даже первые взрывы солнечных генераторов ударной волной были подхвачены и сметены в солнечную корону десятки ближайших судов а когда иссякли языки ядерного пламени на месте баржи осталось только пустое пространство командиры диаспорекса не замедлили воспользоваться представившейся возможностью уже через минуту корабли прикрытия изменили курс и стали выводить генераторы через эту прогалину это было смелое решение и вскоре даже тяжелые корабли диаспорекса попытались выскользнуть из схватки железных рук да отчаянный шаг мог принести успех если бы корабли детей императора не выбрали как раз этот самый момент чтобы обнаружить свое присутствие и не начали свою собственную разрушительную работу над судами диаспорекса десантная капсула задрожала на пусковых рельсах и рванула через космос навстречу гибели своей или чужой соломон несмотря на притаившуюся в теле боль с радостью предвкушал предстоящую схватку с врагами хотя и с большим сомнением воспринял приказ фулгрима высаживаться на борт корабля диаспорекса на десантных торпедах обычной для астарта с практикой в космических сражениях были молниеносные удары наносимые специалистами легиона по самым критическим системам как например орудийные или машинные отсеки а затем быстрое отступление но на этот раз предстояло овладеть командной палубой и одним решающим ударом покончить с врагом подобные акции и в лучшие времена представляли немалую опасность но пересекать пространство между воюющими кораблями в разгар сражения казалось Соломону верхом безрассудства появление фулгрима в капитанской рубке в самом начале боя вызвало общее изумление вместо палаща капитана корабля он явился облаченным в полный комплект боевых доспехов да еще в окружении гвардейцев феникса броня примарха сверкала свежей полировкой и на блестящих наколенниках Соломон заметил несколько новых дополнений золотой орел по-прежнему сиял с нагрудника а бледное лицо фулгрима светилось в предвкушении боя однако Соломон заметил что вместо золотого разящего огня на бедре примарха висит серебряный меч из иранского храма ферус манус развязал эту битву без нашей помощи крикнул фулгрим но закончить ее без нас ему не удастся капитанскую рубку гордости императора тотчас захлестнула бурная активность и Соломон ощущал как волна энтузиазма словно заряд электричества передается от одного воина к другому Юлий и Марий бросились исполнять приказы примарха хотя некоторая лихорадочность в их поведении свидетельствовала скорее о нерушимой преданности чем о расчетливой исполнительности вместо того чтобы завершить уничтожение диаспорекса издалека с тактически выгодных позиций как предполагал Соломон фулгрим предпочел приблизиться непосредственно к противнику и приказал кораблям 28 экспедиции продвигаться вперед и сражаться на близком расстоянии поступила информация с железной длани о наличии и расположении вражеского флагмана и фулгрим немедленно развернул гордость императора в его сторону ферусману смог необдуманно завязать сражение но дети императора завоюют львиную долю славы вырвав у противника сердце кроме того сам фулгрим поведет их в бой хотя поначалу такая стратегия казалась Соломону чересчур тщеславной и испытывая отвращение к десантным капсулам он не мог отрицать радостного возбуждения перед опасной операцией бок о бок со своими товарищами напротив него сидел Гай Каффин полностью сосредоточившись на грядущем сражении и не отрывая взгляда от пульта контролирующего их головокружительный полет через космическое пространство Соломон со своими воинами должен был первым пробить корпус корабля гибрида и обезопасить ближайшее пространство а затем фулгрим с первой ротой придет им на помощь и будет пробиваться по кораблю к капитанской рубке чтобы разрывными гранатами уничтожить все средства управления предполагалось что те немногие корабли еще оставшиеся от диаспорекса будут деморализованы гибелью флагмана и не смогут сопротивляться имперским силам удар через 10 секунд объявил Гай Кафин всем приготовиться приказал Соломон как только откроется люк рассредоточьтесь и убивайте любого кто попадется хорошей охоты Соломон закрыл глаза и сгруппировался капсула врезалась в борт корабля и компенсаторы смягчили силу удара со смертельной до просто оглушительной Соломон почувствовал гулкие толчки последовательных направленных взрывов десантная капсула расчищала себе путь сквозь бронированный корпус по корпусу капсулы прокатились гул детонации и стон разрываемого металла у Соломона потемнело в глазах а недавно залеченные раны в ответ на удар и резкое торможение отозвались болью казалось прошла целая вечность пока капсула не остановилась хотя Соломон и знал что все было закончено за несколько секунд наконец последний снаряд капсулы прорвал внешнюю переборку и нос оказался свободен носовой трап слязгом отошел и опустился в пылающий ад раненого корабля вперед заревел Соломон отстегивая ремни и вскакивая на ноги все на выход вперед он понимал что сейчас настал самый благоприятный момент и выхватил свой болтер ручной работы потрясение и ужас рожденное их появлением следовало использовать как можно полнее подавляя любое возможное сопротивление по наклонному трапу Соломон выбежал в высокое и длинное помещение с почерневшими от дыма колоннами и отделанными деревянными панелями стенами дерево было объято пламенем несколько колонн разрушилось при ударе десантной капсулы а остальные скрипели под собственной тяжестью все вокруг было затянуто дымом и огнем но автоматика доспехов Соломона легко компенсировала плохую видимость по полу разметало останки защитников корабля разорванные в клочья тела тяжело раненые некоторые еще корчились и кричали в агонии Соломон не стал обращать на них внимания вдалеке послышались глухие удары и он понял что через корпус корабля прорываются остальные воины его роты астартес рассредоточились по залу и движение в отдаленных углах помещения подсказало Соломону что враги намерены отразить их атаку он усмехнулся зная что противники опоздали одиночные болтерные выстрелы разорвали нескольких противников справа но с противоположной стороны грянул ответный залп и один из его воинов упал с дымящимся кратером на месте груди Соломон развернул дуло болтера навстречу возникшей угрозе и короткой очередью сбил на пол странное четвероногое существо Снова раздались выстрелы в ответ послышались крики и спустя несколько мгновений весь зал наполнился стрельбой и взрывами Гай бери вправо и займись той стороной приказал Соломон и направился в противоположную сторону команда корабля пыталась ликвидировать брешь в своей обороне Соломон убил еще одного противника и на этот раз впервые рассмотрел свою цель воины второй роты шквалом болтерного огня постепенно вытесняли защитников из зала вскоре выходы из помещения были очищены и Соломон решил осмотреть тело одного из чужаков Гай Кафин тем временем организовал Астартес для охраны зала на случай контратаки и встречи подкрепления убитый Ксенос оказался очень мускулистым четвероногим существом с продолговатой головой и желтой коричневой шкурой покрытой чешуей как у змеи только более жесткой и состоящей из хитина его конечности были частично аугметическими оказалось что у него нет глаз а на месте рта виднелось темное окруженное зубами отверстие с пучком еще шевелящихся щупальцев в центре на спине существа крепился странный панцирь соединенный гибкими кабелями с телом и передними лапами на которых имелись пальцы прочие ксеносы похоже принадлежали к этой же расе но среди убитых защитников встречались и люди их тела было легко опознать несмотря на повреждения военный союз людей и ксеносов казался соломону непостижимым парадоксом сама мысль о том что эти странные существа работали жили и сражались бок о бок с чистокровными представителями народа старой земли вызывало у него отвращение все готово доложил подошедший к нему кафин отлично кивнул соломон я не понимаю как они могли что могли спросил кафин сражаться вместе с ксеносами кафин пожал плечами хотя в доспехах это движение давалось нелегко разве это имеет значение конечно имеет воскликнул соломон если мы поймем что отвратило их от императора мы сможем предотвратить это в будущем я сомневаюсь чтобы кто-нибудь из них хотя бы слышал об императоре сказал кафин ковырнув носком сапога обугленный труп солдата человека а разве можно отвернуться от того о ком никогда не слышал возможно они и не слышали об императоре но это ничего не объясняет союзы с мерзкими ксеносами вроде этого ни к чему хорошему не приведут и это должно быть очевидно любому человеку таков был наш девиз когда мы присоединились к великому крестовому походу не оставлять в живых ни одного ксеноса соломон опустился на колени возле убитого солдата человека и приподнял с пола его голову человек весь был покрыт кровью на месте груди зияла почерневшая дыра доспехи воина состояли из искусно сплетенной кинетонити и отражающих энергетические удары пластин у них был один недостаток доспехи оказались бесполезны против грубой силы болтерного снаряда возьми к примеру этого человека сказал соломон из его тела течет кровь старой земли и если бы не его объединение с чужаками мы могли бы стать союзниками и вместе продолжать крестовый поход все эти убийства бессмысленное уничтожение того что могло бы быть уничтожение братских уз которые могли бы возникнуть между нами и этим народом но в борьбе за выживание неоднозначность исключается есть только правые и виноватые и он сделал неправильный выбор неправильный выбор сделали его командиры и потому он погиб так ты говоришь что в неправильном выборе виноваты его командиры а с этим человеком при других обстоятельствах мы могли бы стать друзьями соломон покачал головой нет зло возможно только в том случае если люди становятся безучастными наблюдателями и ничего не предпринимают мне неизвестно как диаспорекс пошел на союз с ксеносами но если бы достаточно много людей воспротивились такому шагу ничего бы не произошло они сами избрали свою судьбу и я не раскаиваюсь что убил все воины выполняющие приказы своих лидеров обязаны разделять с ними ответственность а я-то считал мыслителем капитанова и россиана протянул кафин у меня тоже случаются такие моменты улыбнулся соломон не успел он договорить как в наушниках шлема раздался голос капитан деметр посадочная площадка готова соломон выпрямился узнав голос примарха да мой господин ответил он готовьтесь я скоро к вам присоединюсь предупредил фулгрин корабли диаспорекса хоть и запертые между звездой королес и объединенными имперскими флотилиями еще не утратили воли к победе и пока флагман еще функционировал не собирались сдаваться все больше и больше генераторов энергии взрывалось расстрелянное прицельным огнем батарей а охраняющие их корабли гибли и сгорали в короне звезды некоторые мелкие корабли проскакивали сквозь имперский кордон хотя их боеспособность не имела решающего значения но крупные боевые крейсеры продолжали сражаться с неутихающей яростью гордость императора вела бой в полном соответствии с рекомендациями тактического руководства и капитан лемуэль айзель хоть и не отличался особыми талантами отдавал приказы с методической точностью остальные корабли детей императора следовали его примеру в построении атак и уничтожали противника элегантными рассчитанными ударами в противоположности железные руки вели бой подобно волкан медузы быстрыми выпадами рвали врагов в клочья что позволило им разрушить больше вражеских кораблей чем детям императора огненная птица неслась по сектору сражений подобно самой прекрасной из птиц оставляя за собой мерцающие следы срывавшихся с крыльев огней струи пламени из двигателей были подобны хвостам комет и штурмкатер казалось играючи лавирует между летящими снарядами расчерчивающими звездную корону яркими трассирующими следами два крейсера диаспорекса очень быстро сообразили какую опасность несет изящное судно изменили курс и двинулись на перехват паутина трассирующих следов и лазерных лучей опутала огненную птицу и можно было подумать что штурмкатер уже обречен корабль примарха отчаянно лавировал в огненном шторме пространство для маневра становилось все меньше и разрывы снарядов вспыхивали все ближе два крейсера диаспорекса подошли почти вплотную для решающего смертельного удара но в этот момент их накрыла гигантская тень это между кораблями прошла железная длань выпустив с обоих бортов залпы десятков батарей на таком небольшом расстоянии обстрел произвел катастрофические разрушения первый крейсер разорвало пополам цепью последовательных взрывов вспоровших бронированный корпус и разбитый корабль разлетелся на части рассыпая фонтаны горящих обломков и шары пламени второй корабль прожил достаточно долго чтобы нанести ответный удар по железной длани уничтожив не одну сотню членов экипажа и нанеся флагманскому кораблю ферруса мануса значительный ущерб но ответный залп превратил крейсер диаспорекса в гигантский огненный шар огненная птица избежав смертельной опасности промчалась сквозь облако обломков и понеслась кораблю гибриду где уже закрепился соломон деметр со своими воинами орудия противника отчаянно пытались остановить полет штурмкатера как будто команда корабля предчувствовала свою ужасную судьбу летящую к ним на огненных крыльях но штурмкатер фулгрима обладал прекрасной маневренностью и ни один снаряд не задел его корпуса хищной птицей преследующей жертву штурмкатер скользнул над отсеком капитанского мостика корабля-гибрида выбросил якорные когти и крепко вцепился в обшивку верхней части судна ослепительные мелто ослепительные мелто заряды прожгли корпус вражеского судна выпустив из-под брони струи мгновенно замерзающего кислорода едва была пробита броня как гибкое жало шлюзового шланга спущенного из штурмкатера пронзило внутреннюю обшивку и образовало герметичный переход позволивший примарху детей императора приступить к кровавой бойне на борту флагмана диаспорекса Юлий последовал за своим примархом и с грохотом спрыгнул на палубу вражеского корабля как раз в тот момент когда Фулгрим обнажил сверкающий серебряный меч командир детей императора развернулся навстречу сотни или более вражеских солдат как людей так и передвигающихся на четырех конечностях странных существ которые устремились на защиту судна сверкнул клинок и сердце Юлия радостно затрепетало в предвкушении битвы но Фулгрим легко отразил первые энергетические снаряды послав их огненные стрелы в стены и потолок из чрева огненной птицы выскочил Ликаон вслед за ним другие воины Юлия и все они с благоговением смотрели как их примарх живое воплощение битвы беспощадно разит врагов при виде сражавшегося Фулгрима у Юлия всегда захватывала дух а честь биться в одном строю с богоподобным созданием была для него превыше всего Фулгрим фулгрим выхватил свой плазмоган сработанный в кузницах Урала мощь этого оружия была сравнима с солнечным протуберанцем и Фулгрим выпустил очередь ослепительный свет заполнил проход отразился от его сверкающих серебряных стен и вот уже доспехи плоти кровь противников растворяются в огненном аду вопли агонии сменили воинственные крики рассредоточиться открыть огонь крикнул Фулгрим но его воины не нуждались в приказах рявкнули болтеры и ряды защитников заметно поредели ответный огонь свалил с ног одного из бойцов первой роты но было уже слишком поздно из огненной птицы выскакивало все больше астартес и свежие силы присоединялись к жестокой бойне капитан Деметр закричал Фулгрим Вокс смеясь и ликуя от радости снова оказаться в бою Тебе известна моя позиция присоединяйся это будет славнейшая из битв Соломон вывел своих людей из гигантского зала внешнюю переборку которого пробила десантная капсула и быстро стал пробираться по кораблю направляясь на соединение со своим примархом до него доносилось приглушенное рявканье болтеров воины второй роты спешили вслед своему капитану защитники корабля старались предотвратить объединение сил вторжения и повсюду Астартес встречали яростное сопротивление но это не производило на них особого впечатления капсулы десанта при абордаже распределились на довольно большом расстоянии друг от друга и защитники не могли противостоять всем отрядам сразу не распыляя сил воины второй роты с боями прорывались сквозь заслоны противника и чем больше Астартес присоединялось к отряду направлявшемуся к капитанской рубке тем стремнительнее становилось их продвижение Соломон следил за голубыми огоньками на визоры шлема означавшими местоположение Фулгрима и Юлия и понимал что они тоже устремятся к рубке как и при любом абордаже главной задачей всегда было быстрое нанесение удара закрепление позиции отражения контратаки Соломон знал что самым кровопролитным из всех десантных вылазок бывает бой за капитанский мостик космического корабля поскольку этот сектор обычно охранялся сильнее прочих благодаря слепой удаче или таланту Каффина к управлению десантной капсулой группа Соломона высадилась настолько близко к капитанскому мостику что миновало основные преграды выставленные защитниками конечно на перехвату стремятся другие отряды врагов но учитывая силы во главе с примархом и Юлием которые движутся в том же направлении остановить атакующих уже невозможно Соломон замер на пересечении двух коридоров и в одном из них увидел еще одну группу астертес в доспехах второй роты до этого момента он даже не подозревал насколько был расстроен невозможностью принять участие в финальной битве на Лаиране если боги войны существовали на самом деле сейчас они предоставляли ему исключительную возможность завоевать громкую славу Соломон рассмеялся над этой мыслью и поблагодарил небесных покровителей шутливым кивком затем он подошел к углу и пригнувшись выглянул в конце узкого коридора их ожидал очередной рубеж обороны около дюжины вражеских солдат удерживали баррикаду выстроенную из белых стальных барьеров за их спинами наверняка скрывались остальные защитники на потолке перед баррикадой была укреплена турель с орудием и через щель в стальном заграждении выглядывало дуло тяжелой пушки соломон успел убрать голову а по коридору пронесся огненный смерч воздух наполнился искрами и осколками что ж сказал соломон они неплохо подготовились к встрече обернувшись он махнул рукой кафину и протянул ему свой болтер гай кто-то должен пройти по центру несмотря на то что оба астартес были в шлемах реакция кафина не укрылась от соломона дай-ка я догадаюсь произнес кафин неужели опять ты соломон кивнул мне потребуется ваше прикрытие добавил он ты серьезно воскликнул кафин и показал на пробоину в металле переборки ты не видишь на что они способны не беспокойся сказал ему соломон все будет отлично если вы меня прикроете только скажи когда будете готовы стрелять ладно кафин слегка кивнул мне понравилось командовать но не настолько чтобы дать тебе погибнуть освобождая мне место может мы сначала попробуем забросать их гранатами спросил кафин если это доставит тебе удовольствие попробуй через несколько секунд по коридору пролетели три гранаты соломон подождал пока они ударятся о металл переходы ведущие к рубке звездного корабля были спроектированы так что человек не смог бы бросить гранату и до половины коридора но проект создавался за многие века до возникновения астартес и все три гранаты были брошены с такой силой что легко преодолели расстояние до баррикад все три сдетонировали синхронно и ряды защитников окутало дымом и пламенем не успела пройти взрывная волна как соломон выскочил из-за угла и со всех ног рванул прямиком в смерч дыма и огня в противоположном конце коридора усиленное зрение астартес помогло заметить поворот автоматической турели уловившей цель соломон что было сил оттолкнулся и прыгнул чтобы не попасть под смертоносный огонь ложись крикнул позади него кафин соломон в прыжке перевернулся через голову и ударился остальную баррикаду в узком коридоре вновь загремели болтеры снаряды заполнили все пространство над головой и горячий воздух ощутимо хлестнул соломона позабралу шлема он услышал крики умирающих людей кафин скомандовал еще один залп и на этот раз соломон разобрал треск и скрежет рвущегося металла стальная защита не выдержала и тяжелое орудие было выведено из строя соломон вскочил на ноги нажал кнопку активации на рукояти и цепной меч отозвался грозным гудением вопли раненых были слышны сквозь треск огня и грохот болтерных снарядов деметер оперся свободной рукой на искореженный край баррикады и перепрыгнул ее в момент приземления он засек движение сбоку и со всего размаху опустил клинок вниз разрубив обожженного солдата от ключицы до паха не давая врагам опомниться от неожиданного появления противника по эту сторону баррикады соломон с яростным криком вспорол мечом грудь следующего защитника меч поднимался и опускался словно топор дровосека и гудящее лезвие рассекало тела и примитивные доспехи противников выстрелы произведенные в упор отскакивали от брони астартес и гора трупов росла солдаты диаспорекса неподозревающие о мощи и опасности астартес бросались вперед с безрассудной отвагой не переставая рубить мечом соломон работал кулаком и локтем свободной руки и каждый удар сносил чью-нибудь голову или разбивал грудную клетку через несколько секунд все закончилось и он опустил в окровавленный меч а по проходу к баррикаде подбежали остальные воины доспехи соломона были густо забрызганы кровью и почти полсотни солдат противника растерзанное или обезглавленное пали к его ногам жертвами неудержимой ярости ты еще жив воскликнул кафин послав воина вперед чтобы обеспечить безопасность я же говорил что не собираюсь здесь умирать ответил соломон а что дальше мы уже совсем близко гай сказал соломон после неудачи над лайраном разве ты не жаждешь добиться славы если мы займем мостик первыми все будут помнить только эту удачу а не провал на лайране кафин кивнул и соломон понял что его помощник жаждет славы не меньше его самого соломон радостно рассмеялся вперед крикнул он юлий споткнулся когда энергетическое копье словно струя ртути ударило в наплечник и пронзило керамид существо перед ним поднялось на задние ноги протянуло навстречу угрожающие мускулистые лапы и вмонтированное в доспехи оружие снова выстрелило юлий развернулся уклоняясь от летящего снаряда но ощутил тянущийся за ним хвост леденящего холода под желтоватой шкурой на животе существа пульсировало красное пятно и юлий устремил клинок в тело атакующего противника с непостижимым проворством когтистая лапа ударила по шлему и расколола его от темени до подбородка зрение юлия заволокло возникшими помехами и от удара он откатился в сторону вскакивая на ноги он успел сорвать шлем и выставить перед собой меч упрямая тварь снова бросилась вперед и юлий ощутил прилив радости от удовольствия сражаться с противником достойным его мастерства он словно танцуя увертывался от смертельно опасных когтей а в ушах звенел грохот битвы и кровь пульсируя неслась по венам после разворота от очередного взмаха когтей он резко двинул мечом и опустил его на шею врага полностью отделив голову от туловища струя яркой артериальной крови окатила доспехи а ксенос рухнул на палубу горячая кровь брызнула на губы резкий запах чужака ударил в ноздри и даже гул в голове ощущался удивительно ярко словно Юлий испытывал боль впервые в жизни вокруг него воины первой сражались со злобными чужаками пробивая себе дорогу по серебряным залам к капитанской рубке Юлий увидел что Ликаон бьется еще с одним четвероногим великаном и невольно вскрикнул когда его помощник от могучего удара рухнул со сломанной спиной на пол он пробился к Ликаону среди сражавшихся хотя по неестественной позе воина уже понимал что ничем не сможет помочь опустившись на колени он снял шлем с головы Ликаона и не стал сопротивляться охватившему горе его воины к этому времени уже заканчивали истребление обороняющихся хирургически точной операции детей императора была противопоставлена яростная контратака безглазых ксенусов однако благодаря присутствию фулгрима астартес продолжали неудержимо продвигаться к цели примарх уничтожал противников целыми дюжинами его белые волосы словно дым от выстрелов развивались вокруг лица но враги не обращали внимания на потери и пытались окружить фулгрима и гвардейцев феникса и преодолеть его натиск массовыми ударами их старания не имели шансов на успех и фулгрим смеясь рубил чужаков сверкающим серебряным мечом истребляя мускулистых тварей с такой же легкостью с какой человек истребляет насекомых примарх без труда прорубил дорогу в толпе обороняющихся и повел воинов дальше юлий всегда гордился своими боевыми навыками но никогда еще не испытывал такой радости от боя никогда так сильно не наслаждался грубой силой и воинским мастерством и никогда так остро не ощущал печаль ему и раньше приходилось терять друзей но горе сглаживалось сознанием славной гибели собрата от рук достойного противника сейчас глядя в мертвые глаза Ликаона он чувствовал как в его душе растут боль и ощущение потери но вместе с тем он сознавал что как бы он не тосковал по погибшему другу зрелище смерти его приятно возбуждает возможно это было побочным эффектом введенного детям императора нового химического препарата или возможно последствием посещения лаерского храма пробудившего доселе неведомые чувства и поднявшего душу к новым высотам переживаний какова бы ни была причина он был рад этой перемене крышка люка ведущего в капитанскую рубку и часть стены разрушенной направленными взрывами с глухим стуком вывалилась наружу из пробоины словно кровь из раны вырвалась струя дыма но соломон немедля ринулся внутрь он уже вернул себе свой болтер и теперь стрелял с бедра не замедляя шагов за ним ворвались его воины и рассыпались по сторонам хотя навстречу уже загремели отдельные выстрелы случайная пуля ударила соломона по голени и он на мгновение потеряв равновесие упал на одно колено помещение капитанской рубки корабля гибрида напоминало командный пункт гордости императора настолько насколько могут быть похожими центры управления звездных кораблей построенных представителями одной расы но если на корабле фулгрима все было подчинено в равной степени требованием функциональности и эстетики во времена постройки флотилии диаспорекса этим вопросом не придавали никакого значения арки из темного металла делили помещение на сводчатые отсеки где под присмотром капитана работали различные команды сквозь выпуклые бронированные стекла были видны сияние звезды королес и отцветы непрекращающейся битвы яркие вспышки взрывов освещали капитанский мостик словно праздничный фейерверк старинные пульты мигали множеством тревожных огней и Соломон глядя на них решил что эта технология слишком примитивна по сравнению с той что используется в империуме члены команды и солдаты в легких тканых доспехах вели стрельбу из-за наспех сооруженной баррикады но сколько-нибудь серьезное сопротивление воины Соломона уже подавили болтерным огнем и теперь одиночными выстрелами добивали выживших Соломон поднялся грохот битвы уже почти затих и его воины рассредоточились чтобы осмотреть всю рубку оставшиеся члены экипажа беспомощно стояли с поднятыми в знак покорности руками и на их лицах застыло выражение безропотного смирения большинство людей не были вооружены хотя на некоторых офицерах Соломон заметил нечто вроде церемониальных доспехов рапиры и легкие пистолеты забери их приказал Соломон и Гайкафин отдал распоряжение разоружить пленников капитанский мостик был взят и корабль принадлежал им мне весело усмехнулся Соломон опустил болтер и воспользовался затишьем чтобы исследовать странный корабль несколько тысяч лет назад покинувший старую землю под центральным куполом на возвышении стояло командирское кресло с высокой спинкой и Соломон поднялся чтобы рассмотреть пристегнутое к нему странное четвероногое существо из породы тех с кем он недавно сражался от тела существа тянулись десятки кабелей проводов и трубок и когда безглазое лицо повернулось в его сторону Соломон отчетливо ощутил нахлынувшее отвращение вся верхняя половина тела этого создания была залита кровью и Соломон отметил что случайный снаряд снес верхнюю половину черепа кровь сочилась из многочисленных ран и было удивительно как это существо еще жило неужели это капитан корабля или пилот или навигатор Ксенос испустил низкий стон и Соломон наклонился поближе чтобы услышать его последние слова хотя был совершенно не уверен что поймет их смысл губы зашевелились и хотя не было слышно ни одного звука Соломон различил слова совершенно отчетливо словно их передали прямиком в его мозг мы лишь хотели чтобы нас оставили в покое отойди от этого Ксеноса капитан Деметр раздался за его спиной сердитый голос Соломон обернулся В дымящемся проломе взорванной им стены капитанской рубки возвышалась фигура Фулгрима за спиной примарха он увидел Юлия с ног до головы покрытого кровью Соломон невольно вздрогнул различив на их лицах выражение леденящей ярости Фулгрим прошел в рубку его мечи доспехи тоже были забрызганы кровью чужаков а в глазах еще пламенело неистовство битвы он накинул взглядом капитанский мостик посмотрел на прозрачный свод и в темных непроницаемых глазах отразились блики идущего сражения Соломон спустился с платформы корабль в ваших руках мой господин доложил он Фулгрим не обратил на него внимания резко развернулся и не произнося ни слова вышел из рубки покинув капитанскую рубку Фулгрим старался обуздать свою ярость но кровь с такой силой пульсировала в голове что казалось будто череп может взорваться в любой момент его воины видя гневно сжатые кулаки и потемневшие вены на алибастровом лице немного отстали Фулгрим до боли сжал пальцы на рукояти меча в глазах вспыхнули аметистовые искры а из ноздри вытекала струйка крови это должно было стать его величайшим триумфом а теперь все разрушено сначала ферус манус а потом еще и соломон деметр нет закричал он от неожиданного вопля фулгрима вздрогнули ближайшие астартес железная длань спасла нас от уничтожения а капитан деметр отважно сражался за честь первым войти в рубку спас нет ферус манус предотвратил разрушение огненной птицы только ради самоутверждения а не из добрых чувств а капитан деметр он присвоил честь по праву принадлежащую тебе фулгрим тряхнул головой и упал на колени нет прошептал он я не могу в это поверить это правда фулгрим и ты сам это знаешь в самой глубине сердца ты в этом уверен часть 3 образы предательства глава 11 прорицатель аномалия пардос книга разума в бескрайней пустоте космоса на темном бархате тьмы драгоценным камнем сияла яркая точка это был корабль хотя и не такой который мог бы быть обнаружен каким-нибудь неугомонным летописцем посвятившим свою жизнь поискам в главном имперском либрариуме упоминаний об исчезнувшей цивилизации эльдаров это могучее судно мир корабль обладала изяществом недоступным человеческим кораблям колоссальный корпус состоял из вещества похожего на старую кость а его обводы говорили о том что он скорее выращен чем построен сверкающие как драгоценные камни купола отражали слабый звездный свет а через их полупрозрачные поверхности наружу пробивалось внутреннее сияние изящные минореты возносились золотисто-белыми кристаллическими друзами их конусообразные верхушки мерцали а вдоль бортов корабля как крылья простирались широкие внешние доки с элегантными судами похожими на морские галеоны главному корпусу огромного мира корабля примыкали обширные конгломераты прекрасных зданий и цепочки мерцающих огоньков создавали над городами великолепные узоры над корпусом огромного корабля реял черно-золотой парус колеблемый звездным ветром при неспешном маневрировании на одиноком курсе мир корабль плыл в космической ночи и его величавое движение среди звезд было подобно последнему монологу престарелого трагика перед падением занавеса в безбрежных просторах мир корабль шел как кочевая звезда освещающая внутренним светом путь сквозь пустоту космической тьмы лишь некоторые из тех кто проводил долгую полную меланхолию жизнь на борту красивого космического города знали что он является домом для немногих уцелевших беглецов с планеты покинутой целую вечность тому назад в период ужасной катастрофы в пределах мира корабля обитали эльдары почти полностью исчезнувшая раса последние остатки народа когда-то управлявшего галактикой чьи мечты были способны не спровергать миры и гасить звезды самый большой купол над поверхностью мира корабля светился изнутри бледным мерцающим сиянием отражавшимся в бесчисленных хрустальных деревьях когда-то росших под давно умершими звездами сверкающий лес пересекали гладкие тропы но куда они вели не знали даже те кто их прокладывал под сводом купола витали отзвуки тихой песни неслышимой но удивительно желанной в своем отсутствии призраки минувших веков и веков грядущих наполняли купол поскольку это было место смерти и в какой-то мере место бессмертия в центре рощи кто-то сидел скрестив ноги темный силуэт на фоне сияющих хрустальных деревьев эльдрат ультрон провидец мира корабля ультва грустно улыбнулся песня давно умерших прорицателей наполнила его душу в равной мере радостью и печалью на его продолговатом худощавом лице выделялись узкие овальные глаза темные волосы поднятые над изящными заостренными ушами длинным хвостом спускались на затылок и шею под длинной накидкой кремового цвета на нем была туника из черной мягкой ткани собранная на талии золотым поясом с драгоценными камнями и сложными письменами правая рука альдрада покоилась на стволе хрустального дерева в толще которого плавали огоньки и порой проступали молчаливые лица вторая рука держала длинный посох прорицателя из материала похожего на кость инкрустированный самоцветами и заключающий в себе опасную силу видения приходили снова на этот раз отчетливее чем прежде и все тревожнее с эпохи падения темного и кровавого времени когда эльдары заплатили ужасную цену за свою самоуверенность и невероятную терпимость эльдрат был для своего народа проводником в море испытаний и отчаяния но надвигающаяся на них сейчас катастрофа не имела прецедентов эпоха хаоса опускалась на галактику такая же гибельная как эпоха падения и столь же неотвратимая и все же он не мог отчетливо прозреть будущее да за время странствий по пути провидца он не одно столетие наблюдал как его народ избегает тысячи опасностей но в последние дни он чувствовал что его дар изменяет ему после тщетных попыток проникнуть сквозь завесу варпа эльдрат уже боялся что вовсе утратил свой талант но песня древних прорицателей призвала его под этот купол успокоила душу и указала истинный путь точно так же как указала тропу через лес к этому месту эльдрат позволил своим мыслям покинуть тело ощутил как оковы плоти распались и стал подниматься все выше и быстрее он миновал пульсирующую духовную кость корабля и вышел в холодную тьму космоса хотя его сознание не ощущало ни тепла ни холода звезды вспыхивая проносились мимо а разум летел уже в великой бездне варпа видел призраки древних рас забытых даже в легендах видел семена будущих империй и величайшую энергию последней расы стремившейся выковать свою судьбу в межзвездном пространстве они называли себя человечеством хотя эльдрат знал их под именем монки грубых и недолго живущих существ которые распространились по космосу словно вирус едва зародившись на заштатной планетке они покорили систему своей звезды а потом ринулись в галактику колонии теряли связь с метрополией и друг с другом гибли превращались в цветущие цивилизации а теперь колыбель человечества вознамерилась собрать осколки воедино и уничтожить все что встанет на пути невиданная агрессивность и высокомерие людей поражали эльдрада и в их сердцах он уже видел семена гибели человечества как могли столь примитивные существа проникнуть в звездные дали и не лишиться разума от осознания собственной незначительности в грандиозной симфонии космоса оставалось для него загадкой однако они обладали такой необузданной самоуверенностью что мысль о собственной смертности и незначительности не возникало в сознании пока не становилось слишком поздно эльдрат уже видел их гибель орошенные кровью поля сражений в мире предназначенном для конца дней и окончательные победы темного избавителя если бы они знали о неизбежной судьбе сошли бы они с этого пути конечно нет такая раса как монки не способна смириться с неизбежностью и всегда будет пытаться изменить то что изменить невозможно он видел восставших воинов и предательство королей и огромное око открывшееся чтобы выпустить могучих легендарных героев пойманных в ловушку но вернувшихся к своим собратьям в финальном сражении будущее человечества знало войну и смерть кровь и ужас но люди опять стремились вперед убежденные в своем превосходстве и бессмертии и все же возможно их судьба не была такой уж неизбежной несмотря на кровопролитие и отчаяние еще оставалась надежда слабый огонек ненаписанного будущего мерцал во тьме окруженный бесформенными чудищами с огромными желтыми клыками и когтями Эльдрат видел что они жаждут загасить огонь самим своим присутствием но глядя на угасающее пламя он видел и то что могло произойти он видел великого воина с царственной внешностью могучего гиганта в доспехах цвета морской волны и большим янтарным глазом в центре нагрудника это непобедимое существо пробивало себе путь сквозь толпу мертвецов на зараженной планете его меч с каждым ударом уничтожал десятки ходячих трупов и в каждом движении ощущалась мощь повелителя распада ужасный рок его народа окутывал воина словно саван но он об этом еще не знал дух эльдрада подлетел ближе к огню пытаясь разгадать личность воина порожденные варпом чудовище тотчас заревели оскалили зубы и замахали когтями хотя они и не могли видеть его духовного воплощения варп вокруг него заволновался и эльдрат понял что чудовищные боги бездны не потерпят его присутствие они поднимут течение варпа и отбросят его сознание обратно к телу эльдрат напряг зрение и заглянул вглубь варпа насколько мог перед ним закружились видения гигантский тронный зал огромная богоподобная фигура в сверкающих серебром и золотом доспехах стерильная палата скрытая в глубине горы и предательство настолько чудовищное что своей грандиозностью обжигало душу в уши ударили мучительные вопли и провидец изо всех сил старался понять их но силы варпа отталкивали дух от ревностно хранимой тайны вопли разделились на слова лишь немногие имели смысл доступный его пониманию но их сущность жгла разум яростным огнем крестовый поход герой избавитель разрушитель и громче всех остальных ярче прочих воитель в непроницаемой тьме возник свет дрожа дрожащее огненное копье словно хвост кометы пробило черноту на краю системы стало увеличиваться набирая яркость и интенсивность внезапно копье света превратилось в шар как будто произошел мощный взрыв и там где не было ничего кроме пустого пространства появился огромный военный корабль в пурпурно-золотой броне несущий шрамы недавних сражений следом за гордостью императора словно захваченные океанским судном водоросли тянулись угасающие потоки энергии а корпус после резкого прыжка из варпа в реальное пространство стонал и скрипел вслед за большим кораблем появилось несколько судов меньших размеров и выход каждого из них сопровождался яркой вспышкой странно переливающегося света в течение следующих шести часов остальная часть 28 экспедиции закончила переход в реальное пространство и все корабли выстроились вокруг гордости императора лишь одно судно гордое сердце не несло на своей броне отметин битвы у звезды королис это был флагманский крейсер лорда командира эйдолана он недавно вернулся после операции умиротворения на поясе сатира лангса и неожиданной войны в составе 63 экспедиции воителя на планете под названием убийца после славной победы над диаспорексом 28 экспедиция рассталась с легионом железных рук с великой печалью ведь старые дружеские связи за время совместных действий окрепли и в горне сражений были выкованы новые еще более прочные дружеские узы военнопленные диаспорекса люди были переправлены в ближайший приведенный к согласию мир где обращены в рабство ксеносов истребили их корабли были расстреляны в упор бортовыми залпами с гордости императора и железной длани группа механикумов осталась на месте сражения чтобы заняться изучением всего что еще осталось от древних технологий человечества и фулгрим разрешил им присоединиться к 28 экспедиции после окончания исследований задание 52 экспедиции было с честью выполнено и фулгрим повел свою флотилию в сектор названный имперскими картографами аномалия пардос куда и планировал направиться после разгрома лаэров об этой области галактики было совсем мало известно летописи сохранили немногочисленные упоминания об этих местах среди исследователей космоса ходили мрачные легенды поскольку ни одного корабля залетавшего в этот район больше никогда не видели навигаторы остерегались этих областей из-за опасных течений и непредсказуемых колебаний имматериума которые не давали возможности проложить путь в аномалии пардос а астропаты говорили о непроницаемой завесе через которую не мог проникнуть их варб взгляд вся имевшаяся информация была получена от единственного уцелевшего зонда запущенного еще в самом начале великого крестового похода в слабом сигнале полученным с этого разведчика содержались сведения о наличии в районе пардос множество миров готовых к согласию ни одна из экспедиций не рискнула странствовать по этой таинственной области космоса но фулгрим давным-давно заявил что не оставит ни одного мира ни подвластному силам императора белое пятно на карте галактики предоставляло детям императора шанс снова доказать свое превосходство и совершенство тренировочные залы первой роты звенели от лязга оружия и возгласов сражавшихся астартес шестинедельное путешествие к аномалии пардос позволило Юлию погоревать о смерти ликаона и славной гибели других воинов а также подготовить множество скаутов призванных из резерва чтобы пополнить ряды астартес несмотря на то что они еще не прошли боевое крещение Юлий тренировал их как детей императора передавая свой опыт и недавно обретенное умение наслаждаться яростью битвы воины первой роты во всем подражавшие своему командиру с энтузиазмом восприняли его новое учение чем доставили Юлию немалое удовольствие свободное время позволило ему также вернуться к чтению и те часы когда он не занимался с воинами своей роты Юлий проводил в залах архива он быстро проглотил труды Корнелия Блейка и хотя нашел для себя много полезного был уверен что еще больше ему предстоит узнать в данный момент Юлий обнаженный по пояс стоял в одной из тренировочных камер перед троицей механических противников и пока их разнообразно вооруженные конечности оставались неподвижными наслаждался предвкушением битвы без предупреждения все три машины пробудились к жизни шаровые суставы и вращающиеся карданы на потолочных стойках позволяли им совершенно свободно двигаться по камере первым метнулось в сторону Юлия лезвие меча и он качнулся в сторону а затем пригнулся под шипастым шаром летящим в голову и увернулся от дротика нацеленного в живот ближайший автомат провел серию жестоких ударов булавой но Юлий рассмеявшись блокировал их поднятой рукой боль вызвала на его лице усмешку он проскочил между двумя противниками и резким движением опрокинул на спину атакующего третий автомат провел короткий боковой удар левой конечностью ему в голову и Юлий дернувшись развернулся на месте он ощутил во рту привкус крови и со смехом плюнул ею в машину приблизившуюся для смертельного удара лезвие автоматического меча сверкнув в воздухе нанесло скользящий удар по бедру Юлий с радостью принял боль и подойдя ближе нанес автомату несколько сокрушительных ударов кулаками металл треснул и машина соскочила скрепление потолочной стойки Юлий еще смаковал вкус разрушения когда мощный боковой удар едва не раскроил ему голову он упал на одно колено ощущая как реагируя на повреждения химический препарат в его крови снабжая тело новыми силами меч сверкнул перед глазами и Юлий вскочив на ноги ударил по лезвию ладонью выбив оружие у противника обезоружив автомат он подскочил вплотную и заключил машину в сокрушительное медвежье объятие одновременно разворачивая его лицом к оставшимся врагам импровизированный щит получил в живот сразу три металлических дротика все три стрелы повредили броню автомата и он рассыпав искры вышел из строя Юлий оттолкнул его в сторону и устремился к оставшемуся автомату радуясь жизни как никогда раньше во всем теле звенело наслаждение схваткой и даже боль разливалась по венам тонизирующей добавкой последняя машина осторожно кружила вокруг Юлия словно каким-то механическим чутьем понимая что осталось в одиночестве Юлий сделал ложный выпад автомат качнулся в сторону и тогда воин в развороте нанес мощный удар ногой по корпусу пробив броню и оставив машину лежать без движения тряхнув головой Юлий танцующим шагом на цыпочках отступил вглубь камеры ожидая что автомат быстро восстановится но машина осталась безучастной и Юлий понял что окончательно ее разгромил внезапно ощутив разочарование Юлий поднял полусферу тренировочной камеры и вышел в зал он даже не вспотел а радостное волнение в ожидании боя с тремя автоматами осталось лишь воспоминание он закрыл камеру и направился в личную оружейную келью сервиторы вскоре отремонтируют разгромленные автоматы десятки воинов астартес продолжали отрабатывать в зале боевые приемы или просто выполняли физические упражнения чтобы поддерживать совершенство своих тел строгая дозировка химических усилителей и генетические усовершенствования помогали телам астартес сохраняться на вершине физической формы но новые препараты добавленные в системы доспехов марк 4 требовали физических упражнений чтобы начать действовать на метаболизм рецепиента юлий открыл дверь своей оружейной комнаты и в ноздри ударил запах машинного масла и полировочной пасты возле одной из голых металлических стен стояла простая кровать напротив рядом с небольшой раковиной висели его доспехи а меч и болтер лежали на сундучке в ногах кровати кровь из полученных на тренировке ссадин уже успела свернуться и юлий сняв с перекладины над раковиной полотенце стер с тела засохшее струпье а потом вытянулся на кровати размышляя что делать дальше на металлическом стеллаже рядом с кроватью стояли книги Игнация Каркази отражения иоды медитации на тему об эллигическом герое и фанфары объединения до последнего времени он с радостью их перечитывал но теперь стихи казались Юлию пустыми и бессодержательными кроме произведений Каркази там стояли и три тома Корнелия Блейка которые он позаимствовал у Эванда Ротобиаса он потянулся к трудам падшего священника в руку ему лег том под названием книга разума он был самым непонятным из всех произведений Блейка прочитанных Юлием вдобавок ко всему книгу предваряла биография написанная анонимным автором и ее текст замечательным образом иллюстрировал все произведение Юлий уже знал что Корнелий Блейк за свою жизнь успел перепробовать множество занятий он был художником поэтом мыслителем и солдатом и лишь потом решил принять священнический сан с самого детства он был прорицателем и ему являлись картины идеального мира где воплощались любые мечты и желания этот мир он и пытался воспроизвести в своих картинах прозе и гравюрах со стихотворным текстом младший брат Блейка погиб в одном из множества вооруженных конфликтов сотрясавших конклав Норда Фрик и автор биографии утверждал что именно это событие подтолкнуло Блейка к духовной стезе позже Блейк приписывал изобретение революционной техники иллюминированной печати своему давно покойному брату который якобы приходил к нему во сне даже в бытность священником что как полагал Юли подразумевало добровольный отказ от многих радостей Блейк был подвержен мистическим видением запретных страстей более того было сказано что один из высших священнослужителей другого ордена впервые встретившись с Блейком упал в обморок увидев такое Блейк удалился в монастырь одного из безымянных городков Урша уверенный что человечеству будет польза от его трудов там он старательно совершенствовал способы выражения своих убеждений Юлий прочитал много поэтических произведений Блейка и даже не будучи ученым убедился что в них нет отчетливого сюжета и не соблюдаются рифма и размер что больше всего привлекала Юлия так это вера Блейка в тщетность подавления любых желаний какими бы фантастическими они ни были одно из его главных откровений гласило что чувственный опыт необходим в развитии творческих способностей и для духовного прогресса не следовало не избегать переживаний не сдерживать свои страсти не отворачиваться от ужасов и ни один порог не должен остаться неисследованным без подобного опыта невозможен путь к совершенству влечение и отвращение любовь и ненависть все это необходимо для существования человечества из этих противоположных потоков энергии происходит то что священники называют добром и злом слова эти как быстро понял Блейк теряют всякий смысл при сопоставлении с обещанием прогресса которого можно достичь потакая всем человеческим желаниям прочитав эти строки Юлий рассмеялся ведь он знал что впоследствии Блейк был изгнан из религиозного ордена именно за воплощение в жизнь своих убеждений происходившие на задних дворах и в борделях соседнего городка для него не существовало ни порока ни добродетели Блейк верил в наивысшее значение своих видений идеального мира по сравнению с физической реальностью он утверждал что люди должны избирать себе идеалы только в этом духовном мире а не в царстве грубой материи его труды вновь и вновь обвиняли благоразумие и власти в том что они ограничивают и сдерживают духовный рост человечества хотя Юлий подозревал в этих высказываниях отражение отношения Блейка к правителю государства Урш воинственному королю по имени Шанг Хао который стремился подчинить себе народы земли с помощью грубой силы открытое высказывание подобных идей в то время было сочтено безумием но Юлий не мог считать Блейка сумасшедшим в конце концов его проповеди привлекали множество последователей считавших его великим мистиком призванным установить новую эпоху чувств и свободы Юлий вспомнил прочитанные афоризмы Зенга философа служившего при дворе аютарков в индонезийском блоке он выступал в поддержку мистиков и их склонности преувеличивать существующие истины по определению Зенга мистик не мог преувеличить несовершенную истину в дальнейшем он защищал этих людей говоря называть человека безумцем из-за того что он рассказывает о духах и видениях значит полностью лишать его достоинства только из-за того что он не вписывается ни в одну рациональную теорию космоса работы Зенга всегда нравились Юлию как нравилось его утверждение что мистики не приносят в мир сомнения и проблемы поскольку сомнения и проблемы существуют всегда мистик по его словам не был человеком творящим тайны он был тем кто своими работами разрушает тайны Блейк тоже стремился разрушить тайны которые удерживали человека не позволяли достичь полного потенциала и разрушали надежду на будущее все это ставило его в оппозицию безысходной философии людей вроде Шанга Кхала и деспота Колгана тиранов предсказывающих неизбежное скатывание к хаосу в ужасное царство когда-то бывшее колыбелью творения и неизбежно заключавшее в себе его могилу Блейк понимал красоту как окошко в удивительное воображаемое будущее он проповедовал теории алхимического символизма и подобно герметистам верил что человечество есть божественный микрокосм он много читал и вскоре близко познакомился с мистическими традициями учением пифагорейцев платониками верованиями герметистов ковбалой трудами ученых и алхимиков таких как эреген парацельс и бэм ни одно из этих имен ничего не говорило Юлию он был уверен что Эван Дер Тобиас поможет отыскать их труды если возникнет желание с ними познакомиться после освоения столь увесистого научного багажа Блейк оформил свои мировоззрения величайшей из своих поэм книги разума эпическое произведение начиналось с повествования о падении блаженного человека в водоворот опыта который Блейк называл темным ущельем эгоизма на всем протяжении повествования человечество билось над проблемой преобразования своих земных страстей в непорочность того что Блейк называл божественностью чтобы помочь развитию процесса Блейк персонифицировал сущность преобразования и обновления внеистового раздражителя существо названное автором орком и Юлий засмеялся удивительному совпадению неужели Блейк мог предвидеть нашествие зловредных зеленокожих наводнивших галактику согласно поэме падение человека отделило его от божественности и на протяжении многих веков он был вынужден бороться за воссоединение с Богом Человеческая душа в поэме Блейка утратила целостность и была обречена восстанавливать каждый отдельный элемент по пути к божественности что находило подтверждение в прочитанных Юлием мифах о гипетских гробницах Эти легенды говорили о расчленении древнего бога Азириса в самом начале времен и о долге человечества собрать воедино все отдельные части чтобы снова достигнуть духовной целостности в работах Блейка Юлий обнаружил передовые идеи свободомыслящих философов совершенно не характерные для подчиненной условностям эпохи Блейк не мог противостоять реакционным силам не слушавшим доводы логики и был вынужден прибегнуть к уловкам образного мышления и облечь идеи в покровы мистики он стал нежеланной персоной и раздражал властимущих побуждая людей следовать своим страстям чтобы не сдерживать духовный рост и изменить жизнь знание это просто чувственное восприятие с улыбкой прочел Юлий строки из книги терпимость это источник всего что есть в человеке а интеллект только сдерживает нашу природу достижение величайшего наслаждения и испытание болью есть конечная цель всей жизни глава 12 в гордыне нет места безупречности рай бесконечно снова все места за круглым столом гелиополиса были занят огромный амфитеатр освещался только стоящий в центре стола лампадой и факелами на золотых постаментах статуй лишь второй раз в жизни Саул Тарвиц прошел через врата феникса но он сознавал как сильно изменился с тех пор как был впервые принят за столом братства у врат стоял лорд фулгрим в пурпурной тоге украшенной стилизованными изображениями феникса вышитыми золотой нитью его длинные волосы были прижаты венком из золотых листьев а на поясе висел новый меч с серебряной рукоятью примарх персонально приветствовал своих капитанов и поздравил с благополучным возвращением в братство чем произвел неизгладимое впечатление на каждого Астартес личное внимание оказанное таким великолепным воинам до сих пор вызывало в груди Тарвица приятное волнение капитан второй роты Соломон Деметр сидел напротив и когда Тарвиц Люций и лорд командир Эйдолан прошли сквозь врата феникса он приветственно кивнул Саулу рядом с капитаном Деметром молча сидел печальный Марий Вайросиан а Юлий Каосарон по другую сторону от Деметра громко рассказывал о сражениях с ксеносами Диаспорекса сопровождая речь энергичными жестами чтобы продемонстрировать какой-нибудь особо удачный удар капитан Каосарон рассказывал как он вместе с примархом отбил у защитников капитанскую рубку корабля гибрида и тут Тарвиц уловил в глазах Соломона Деметра раздраженный блеск Тарвиц уже слышал что первыми ворвались в рубку именно воины капитана Деметра рядом с креслом примарха сидел лорд-командир Веспасиан и его глаза при виде благополучно вернувшихся воинов искрились добродушным весельем Тарвиц улыбнулся в ответ он и в самом деле очень устал и был рад снова оказаться среди своих братьев поскольку миссия на убийце оказалась изматывающей Миграхниды оказали жестокое сопротивление и лунные волки тоже в какой-то мере его утомляли Тарвиц посмотрел на Эйдолана и тотчас вспомнил напряженную перепалку между лордом командиром и капитаном Таргаддоном прибывшим на поверхность убийцы во главе штурмгруппы лунных волков Хоть Тарвиц и был связан с Эйдоланом клятвой верности он не мог отрицать удовлетворение от этой сцены когда несокрушимый Тарик Таргаддон поставил лорда командира на место позднее Эйдолан сумел восстановить хорошие отношения с лунными волками и воителем но до сих пор старался не упоминать о своих ошибках на убийце и прочитанной Таргаддоном нотации Люцию тоже не удалось провести время рядом с лунными волками без неприятностей поединок с Гарвелем Локеном в тренировочной камере преподнес ему столь необходимый урок смирения в результате которого у мастера меча оказался сломан нос несмотря на все старания апотекариев кость срослась неправильно и безукоризненный профиль Люция по его мнению был безвозвратно испорчен Наконец врата Феникса закрылись Фулгрим занял свое место за столом и протянул руки к курильнице Братья заговорил он именем огня приветствую вас снова в братстве Феникса Все собравшиеся воины повторили жест примарха Мы вернулись к огню ответили они хором Как я рад снова видеть вас сыны мои заговорил Фулгрим одаривая каждого из воинов сияющей улыбкой которая освещала душу Астартес Прошло много времени с тех пор как наш орден собирался чтобы поведать друг другу о храбрости и благородстве наших братьев но мы снова все здесь целые и невредимые и направляемся навстречу новому заданию в малоизученной области космоса Наши остропаты немного могут рассказать об этих местах но их трудности нас волновать не должны мы с радостью воспользуемся шансом продвинуться дальше по пути совершенства Тарвис заметил возбуждение в глазах примарха и ощутил как оно тотчас передалось ему и зажгло огонь в крови даже в самые яркие моменты примарх никогда так сильно не излучал энергию весь его облик говорил что фулгрим наслаждается каждым словом наши возлюбленные братья вернулись после выполнения миротворческой миссии я знаю как им хотелось бы получить часть славы обретенной нами в сотрудничестве с железными руками но эти воины и сами стяжали лавры им выпала честь сражаться против злобных ксеносов бок о бок со старта своителя Тарвиц припомнил ход военных действий на убийце как мало было достоинства и величия в поспешной высадке десанта на поверхность и как много было яростных молниеносных атак мегарахнидов война была жестокой утомительной и кровавой и слишком много воинов нашли свою смерть под грозовыми небесами этого мира из-за ошибок эйдолана в ней не было ничего заслуживающего славы пока не появились лунные волки и не приложили свои силы а потом прибыл сангвений и Тарвиц не мог без восторга вспоминать каким великолепным было зрелище сражавшихся рядом воителя и примарха кровавых ангелов они оба представлялись ему могущественными богами войны вот это было достойно славы и одержанные ими победы восстановили честь детей императора может лорд командир эйдолан порадует нас рассказом о битве предложил веспасиан лорд командир встал и коротко поклонился я расскажу если вы пожелаете слушать сказал он ответом ему стал хор одобрительных возгласов и эйдолан улыбнулся как сказал лорд фулгрим на убийце мы завоевали великую славу и я покорнейше благодарю вас мой господин за разрешение отправиться на спасение наших братьев кровавых ангелов тарвис при этих словах удивленно заморгал он хорошо помнил что в то время никто не осмеливался произнести слово спасение поскольку оно означало бы поражение кровавых ангелов на орбите планеты допускалось упоминание лишь о подкреплении после нашего прибытия на 140 20 стало ясно что командующий 140 экспедиции Матаниал Август не имеет достаточной проницательности чтобы вести борьбу узнав о скором прибытии воителя я повел наших воинов на поверхность убийцы чтобы обезопасить зону приземления и приступить к спасению кровавых ангелов которых Август так недальновидно отправил с умиротворяющей миссией если предыдущие слова Эйдолана сильно удивили Тарвиц то теперь услышав столь искаженные факты он был просто шокирован да Матаниал Август отправлял свои отряды в опасную зону пока у него не закончились войны но на решение Эйдолана высадиться на поверхность убийцы до прибытия лунных волков повлияло отнюдь неблагородство а не желание разделить славу с элитой воителя Эйдолан продолжал рассказ описывая первые схватки и последующий разгром мегарахнидов прилагая все усилия чтобы возвеличить роль детей императора в финальном сражении и преуменьшить вклад лунных волков и кровавых ангелов как только он закончил раздались громкие аплодисменты и удары по столу так собравшиеся воины приветствовали славную победу и подвиги воинов во главе с Эйдоланом Тарвис оглянулся на Люция пытаясь определить его реакцию на откровенное хвостовство Эйдолана но лицо его друга оставалось непроницаемым отличный рассказ высказался Веспасиан возможно позднее мы услышим и о героизме твоих воинов возможно нехотя ответил Эйдолан но Тарвис уже понял что этих рассказов общества никогда не дождется лорд командир не допустит ни одного слова противоречащего его версии событий на убийце легион может гордиться тобой Эйдолан произнес Фулгрим и все твои воины заслуживают похвалы за вклад в победу имена погибших будут выгравированы на стенах церемониального зала перед вратами Феникса вы оказываете нам большую честь лорд Фулгрим поблагодарил его Эйдолан и занял свое место Фулгрим кивком принял его благодарность пусть отвага лорда командира Эйдолана перед лицом опасности будет примером для всех нас и я хочу чтобы его рассказ стал известен всем воинам но мы собрались здесь еще и для того чтобы спланировать будущее сражение поскольку легион не может поскольку легион не может почивать на лаврах и жить прошлыми победами мы всегда должны стремиться вперед навстречу новым испытаниям и новым врагам только так мы сможем доказать свое превосходство мы оказались в районе космоса о котором почти ничего неизвестно но мы рассеем тьму светом императора здесь есть миры созревшие для принятия имперских истин и наш долг привести их к согласию мы направляемся к одному из таких миров и в честь грядущего покорения я нарекаю его 28-4 позже мы поговорим о том чего я жду от каждого из вас а сейчас давайте отпразднуем победу отличным вином при этих словах врата феникса отворились и в гелиополис хлынула толпа слуг в простых бледнокремовых хитонах несущих амфоры с вином и полные подносы изысканно приготовленного мяса свежих фруктов сладостей и великолепной выпечки тарвис с изумлением наблюдал как вереницы слуг расставляют вино и кушанье на столы вдоль стен гелиополиса праздновать победу еще до того как сражение выиграно было в традициях детей императора так они поддерживали уверенность в своих методах ведения войны но столь роскошный пир казался тарвису проявлением непомерной самоуверенности тарвису 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 люция потемнела локер локер не победил меня бросил он а мне помнится я видел как ты лежал на спине после схватки заметил тарвис он сплутовал и нанес удар не по правилам возразил люций предполагалось что между нами будет благородный поединок на мечах когда мы в следующий раз скрестим клинки я непременно одержу верх если только до тех пор он не придумает новый трюк ничего не получится фыркнул люций надменность приятеля в очередной раз поразила тарвиса и он понял что узы их дружбы значительно ослабли в конце концов локер просто незаконорожденный грубиян как и все прочие лунные волки и воитель тоже ну конечно нет поспешно ответил люций но вот остальные ничуть не лучше варваров руса неотесанные без намека на манеры и совершенства присущего нашему легиону на убийце кроме всего прочего было доказано наше превосходство над лунными волками наше превосходство раздался рядом чей-то голос обернувшись тарвец увидел что рядом с ними остановился капитан соломон деметр капитан деметр приветствовал он офицера наклоняя голову для меня большая честь снова с тобой встретиться примемые поздравления по поводу захвата капитанской рубки командного корабля диаспорекса соломон улыбнулся и придвинулся ближе благодарю но на твоем месте я удержался бы от таких выражений не думаю чтобы лорд фулгрим был доволен восхвалениями второй роте но это так между прочим я подошел сюда не для того чтобы выслушивать похвалы в свой адрес а для чего же спросил люций соломон не обратил внимания на его вызывающий тон капитан тарвиц во время повествования эйдола на войне на убийце я за тобой наблюдал и мне показалось что лорд командир рассказал не обо всем что там происходило мне бы хотелось услышать твою версию событий если ты понимаешь о чем я говорю лорд эйдола написал компанию так как он ее воспринимает нейтральным тоном произнес тарвиц ну же саул ты не против если я тебя буду так называть спросил соломон со мной ты можешь быть откровенным почту за честь искренне ответил тарвиц нам с тобой обоим известно что эйдолон выдающийся хвостун продолжал соломон и тарвиц поразился откровенности капитана лорд командир эйдолон для вас старший по званию офицер вмешался люций и было бы неплохо об этом помнить я разбираюсь в субординации огрызнулся соломон и кстати я старше тебя по званию прошу об этом не забывать люций поспешно кивнул а соломон продолжил начатый разговор так что же в действительности произошло на убийце только то о чем рассказывал лорд командир эйдолон быстро ответил люций это правда капитан тарвиц спросил соломон ты посмел назвать меня лжецом возмутился люций и его рука метнулась к рукоятке меча сработанного на урале в кузницах клана терроват еще во времена объединительных войн соломон заметил этот жест и расправив плечи повернулся к люцию лицом словно ожидая нападения если капитан деметр был выше люция шире его в плечах и несомненно сильнее то мастер меча был более поджар и скор тарвиц попытался прикинуть кто одержал бы победу в такой схватке но был благодарен судьбе что она никогда не сможет состояться я помню я помню как ты пришел сюда в первый раз люций сказал соломон тогда я увидел в тебе задатки отличного офицера и превосходного воина люций расцвел от удовольствия но соломон еще не закончил теперь я вижу что ошибался ты всего лишь подхалим ильстец не уловивший различия между совершенством и превосходством Тарвис увидел как лицо его приятеля сделалось багровым а соломон продолжал наш легион сражается за чистоту помыслов равняясь на императора возлюбленного всеми но мы не должны стремиться стать таким как он поскольку император единственный и неповторимый над всеми нами не спорю наши доктрины порой делают нас в глазах остальных надменными и запальчивыми но в гордыне нет места безупречности никогда не забывай этого Люций урок закончен Люций напряженно кивнул и Тарвис видел что ему требуется все самообладание чтобы не дать гневу вырваться наружу краска исчезла с лица Люция уступив место бледности благодарю за урок капитан могу лишь надеяться что когда-нибудь я преподнесу тебе такой же Соломон лишь улыбнулся а Люций коротко поклонился и развернулся направляясь к Эйдолону Тарвис с трудом удержался от усмешки ты же понимаешь что он никогда этого не забудет предупредил он Соломона вот и отлично ответил Соломон возможно он что-нибудь усвоит я бы не стал на это рассчитывать усомнился Тарвис он не из тех кто быстро учится в отличие от тебя не так ли я стараюсь служить в полную силу своих способностей Соломон рассмеялся надо отдать тебе должное ты очень тактичен Саул знаешь при первой встрече я принял тебя за обычного линейного офицера но теперь начинаю думать что ты способен на великие дела благодарю капитан Деметр Соломон а поскольку наше собрание закончено я думаю мы с тобой можем поговорить красивее планеты чем 284 Соломону еще никогда не приходилось видеть с орбиты поверхность выглядела совершенно мирной цветущая суша перемежалась кристально-голубыми океанами а в атмосфере берели спирали легких облаков поступившие данные разведки свидетельствовали о том что воздух планеты пригоден для дыхания и не тронут загрязнениями промышленных выбросов как в большинстве миров империума давно превратившихся в кошмарный промышленный ад кроме того на планете не было обнаружено никаких признаков разумной жизни для официального признания мира приведенным к согласию придется подождать более детальных сведений но пока если не принимать во внимание один объект похожий на древние развалины мир выглядел совершенно необитаемым короче говоря он был совершенным четыре штурмкатера приземлились на высоких скалах над устьем широкой долины над ними вздымались величественные горные вершины покрытые снежными шапками как только осел поднятый кораблями песок фулгрим вывел своих воинов на поверхность нового мира который следовало вернуть в объятия империума пока Юлий и Марий следили за высадкой своих людей Соломон вышел из штурмкатера и с надеждой осмотрел горизонт лорд фулгрим вышел вместе с Юлием а позади Мария спустился с трапа Саул Тарвиц астартес рассыпались по периметру зоны высадки обеспечивая безопасность но Соломон уже понял что такие предосторожности не требовались здесь не было никого кроме них и не чувствовалось никакой угрозы этот мир как будто уже принадлежал им сенсоры доспехов вскоре подтвердили что атмосфера пригодна для дыхания и Соломон тотчас снял шлем прикрыв глаза он сделал глубокий вдох наслаждаясь вкусом воздуха не прошедшего сквозь бесчисленные фильтры и очистители ты должен оставаться в шлеме заметил Марий мы еще не уверены что воздух пригоден для дыхания судя по показаниям датчика все в порядке но лорд фулгрин еще не снял своего шлема и что ты должен ждать пока он не подаст пример Марий мне не нужен лорд фулгрин чтобы определить пригодность воздуха сказал Соломон из каких пор ты стал таким занудой Марий ничего не ответил а лишь отвернулся к воинам выскакивавшим из штурмкатера с еще ворчавшими двигателями Соломон покачал головой и устроил шлем на сгибе локтя пройдя к краю скальной площадки он остановился и окинул взглядом простирающуюся внизу долину от подножия гор ландшафт разворачивался бескрайним зеленым покрывалом густые леса закрывали все вплоть до срединных склонов хребтов а под дну долины к далекому побережью лениво текла ослепительно голубая река на противоположном склоне долины из зарослей папоротников поднимались остатки сооружения замеченного автоматом разведчиком с того места где стоял Соломон развалины были похожи на остатки гигантского свода но более никаких признаков здания не было заметно со своей обзорной площадки Соломон мог видеть на сотни километров на горизонте сверкали далекие озера а в низинах он заметил бродивших животных удивительный цветущий мир 28.4 вдали закрывался дрожащей дымкой а в чистом небе над головой летали птицы давно не приходилось видеть столь чистого нетронутого мира подобно большинству детей императора Соломон провел детство на Хемосе в мире в котором из-за постоянного пылевого облака изолировавшего планету от далекого солнца не существовало ни дня ни ночи все что он видел нескончаемые сумерки и вечно беззвездное небо и сейчас при виде прекрасного безоблачного небосклона его сердце первое человеческое затрепетало жаль что с приходом империума все изменится но эти перемены неизбежно произойдут как только появится официальная запись о покорении планеты 28 экспедиции во имя императора уже через несколько дней отряды механикумов начнут процесс колонизации и составят проект использования природных ресурсов Соломон был лишь простым солдатом но глядя на красоту лежащего перед ним мира он отчаянно хотел чтобы человечество нашло способ избежать разрушения ландшафт неужели механикумы вооруженные последними достижениями науки и логики не могли найти способ добывать ископаемое без обязательных для такой отрасли последствий загрязнения перенаселенности и насилия над природой подобные рассуждения были не в компетенции Соломона и не имели для него особого значения если эта планета так пустынна как кажется с первого взгляда воины вскоре покинут ее оставив гарнизон аркайдских гвардейцев командующего файля чтобы охранять мир которому предстоит преобразование во славу империума Соломон окликнул его Юлий стоявший рядом со штурмкатером Деметр отвернулся от великолепного вида и зашагал обратно к месту высадки десанта что случилось готовь своих людей сказал Юлий мы идем осматривать эти руины интерьер Лафинича значительно изменился за последние два месяца отметил Остиан пригубив второй бокал дешевого вина там где раньше все дышало приглушенным шиком богемы теперь возник чудовищно раздувшийся театр словно вышедший из эпохи декаданса стены были покрыты позолотой и каждый скульптор на борту считал своим долгом выставить на вновь возведенных пьедесталах десятки своих работ или почти каждый художники работали без устали создавая на стенах и потолке величественные фрески а целая армия вышивальщиц трудилась над украшением великолепно расписанного занавеса большой участок стены над сценой был оставлен для великого творения сирены деанжело над которым она по слухам работала день и ночь но остеан уже несколько недель не видел свою подругу и не мог подтвердить или опровергнуть эти слухи последняя встреча состоялась около месяца назад и сирена тогда выглядела просто ужасно в ней ничего не осталось от той утонченной женщины в которую скульптор почти влюбился они обменялись лишь несколькими словами приветствия и сирена тотчас поспешно и смущенно попрощалась я должен пойти и проведать ее сказал он самому себе словно произнесенные вслух слова гарантировали выполнение обещания на сцене группа танцоров и певцов вскакала под какой-то какафонический грохот и Остиану лишь оставалось надеяться что они не считают этот шум музыкой в центре сцены стояла Каролин Осеник красивая женщина летописец и композитор которая лишила его возможности посетить поверхность лаэрана именно она была движущей силой этой драматической интриги а Бекки Акинский с напыщенным видом расхаживала по сцене и орала на танцоров и хористов голубые волосы Бекки метались вокруг лица словно морские водоросли а ее одеяние разлеталось от яростных жестов подкрепляющих слова адресованные нерадивым исполнителем на взгляд Остиана перемены в Ла-Фи-Ниче придали помещению нелепый вид чрезмерные старания превратили эстетически законченный облик во вместилище беспорядочного смешения чувств хорошо хоть уголок с баром остался нетронутым у обезумевших дизайнеров не хватило смелости разрушить насиженное гнездо нескольких сотен угрюмых летописцев иначе могло возникнуть нешуточное восстание большая часть этих летописцев собралась вокруг громадной фигуры Астартес по имени Люций бледнолицый воин развлекал своих слушателей историями о планете под названием убийца рассказывал небылицы о воителе и сангвинии и о своих великолепных подвигах Остиану казалось что столь могучему воину как Астартес не подобает так явственно добиваться похвал у завсегдатаев Ла Феничо но свое мнение он предпочитал держать при себе прежде Ла Феничо было местом где можно было расслабиться но нынешняя какафония и кошачьи забывания несущиеся со сцены удостаивались лишь проклятий и жало плитописцев на злую судьбу сделавшую их свидетелями подобной трансформации а ты заметил что все это вытворяют те кто спускался на Лаэран раздался голос над его ухом говорившим оказался плохой поэт по имени Леопольд Кадмус Остиан несколько раз разговаривал с ним при встречах но до сих пор избегал любых его произведений да заметил кивнул Остиан в это время орущая толпа пыталась втащить сервитора грузчика на постамент вместе со скульптурным изображением похотливого обнаженного Херувима отвратительное распутство вот что это такое сказал Леопольд точно кивнул Остиан хотя мысленно попытался себе представить как выглядел бы Леопольд в подобной сцене я думал такие как ты должны бы в этом участвовать заметил Леопольд и в его голосе Остиан уловил нотки зависти он покачал головой я тоже так думал но посмотрел во что они превратили это место и решил что это не для меня что ты имеешь ввиду невнятно пробормотал Леопольд и Остиан заметил что поэт сильно пьян посмотри сам и поймешь ответил он указывая на росписи украшавшие ближайшую стену краски как будто выбраны слепцом а что касается сюжета я не против некоторого присутствия эротики в искусстве но здесь сплошная порнография я вижу усмехнулся поэт здорово правда Остиан проигнорировал его оценку и продолжал ты слышишь эту музыку когда я впервые услышал Бек Юкински то пришел в восторг от ее исполнения а сейчас ее музыку как будто издает кошка которую за хвост вывесили за окно и она царапает по стеклу когтями пытаясь забраться в дом что касается скульптур то я даже не знаю что и сказать они грубы вульгарны и ни одну из них я не назвал бы законченной что ж тебе лучше знать протянул Леопольд верно ответил Остиан вздрагивая от воспоминания совсем недавно он уже слышал эту фразу это был обычный день и Остиан пытался воплотить свои видения в мраморе наполняя студию стуком молотка и скрежетом резца статуя медленно пробуждалась к жизни и доспехи воина проступали из мрамора по мере того как Остиан отсекал все лишнее не подходившее под его представление о конечном результате серебряные руки скульптора скользили по камню и датчики в кончиках пальцев находили в его толще скрытые изъяны и точки напряжения каждый удар молотка был тщательно выверен и согласовывался с инстинктивным чутьем любовью и уважением к создаваемому образу и мрамору с которым работал скульптор после торопливого начала когда его действиями руководил гнев возникшее впоследствии спокойствие и уважение смягчили его атаку на мрамор и Остиан уже ощущал удовлетворение при виде зарождающейся красоты он отступил от мраморной глыбы и внезапно почувствовал чье-то присутствие в загроможденной студии обернувшись он увидел гиганта воина в пурпурно-золотистых доспехах и с длинной золотой алебардой в руке украшения на броне воина были намного изящнее чем у всех астартес которых Остиану доводилось видеть на голове воина сверкал крылатый шлем а визор был выполнен в виде головы хищной птицы Остиан растерянно снял с лица респиратор вслед за первым воином в студию вошли еще пятеро таких же астартес затем появился грузовой сервитор с большим подносом на котором под белой тканью угадывались три предмета неопределенные формы Остиан мгновенно узнал великолепную форму гвардейцев феникса элитных гвардейцев примарха затем в студию вошел фулгрим и при виде величественного воина Остиан окончательно оцепенел на повелителе детей императора была простая тога винно-красного цвета расшитая пурпурными и серебряными нитями бледное лицо примарха было припудрено глаза обведены черной тушью а серебристо-белые волосы зачесаны назад и сплетены в сложно уложенные косички Остиан упал на колени и склонил голову ему еще никогда не приходилось находиться в такой близости от примарха да он он видел командира детей императора и раньше но это появление в студии и взгляд темных глаз обращенных прямо на него на мгновение лишили Остиана дара речи и способности управлять своими мыслями мой господин начал Остиан прошу тебя встань мастер Далафур сказал Фулгрим и подошел ближе так что Остиан ощутил резкий запах ароматических масел такой гений как ты никогда не должен становиться передо мной на колени Остиан медленно поднялся и попытался заглянуть в лицо примарха но обнаружил что не в силах сделать это ты можешь смотреть на меня произнес Фулгрим Остиан неожиданно ощутил что примарх как будто контролирует его движение теперь голова повернулась без всякого усилия Голос Фулгрима звучал восхитительной музыкой он произносил каждый слог с такой безукоризненной отчетливостью и интонацией что любое другое произношение казалось бы грубым косноязычием Я вижу что твоя работа продвигается сказал Фулгрим обходя мраморную глыбу и осматривая первые следы резца Я с нетерпением буду ждать ее завершения Скажи это будет портрет какого-то определенного воина Остиан кивнул Он пытался но не мог подобрать слов они словно разлетались в присутствии этого величественного существа И кого же спросил Фулгрим Это будет портрет императора возлюбленного всеми произнес Остиан Император это достойный объект заметил Фулгрим Я подумал что столь превосходный мрамор достоин изобразить императора Фулгрим кивнул закрыл глаза и продолжал обходить статую касаясь мрамора руками совсем как Остиан несколько минут назад У тебя редкий дар мастер Далафур оживить такой камень могу ли я сделать нечто подобное Мне говорили что вы обладаете редким талантом скульптора мой господин Фулгрим улыбнулся и слегка покачал головой Да я могу высекать красивые вещицы но сделать их живыми это разочаровывает меня и я пришел обратиться к тебе за помощью За помощью удивился Остиан Я не понимаю Примарх жестом подозвал сервитора носильщика и один из гвардейцев Феникса снял с подноса ткань открыв три скульптуры высеченные из бредного мрамора Фулгрим взял Остиана за плечо и подвел его к сервитору Все три статуи изображали воинов и по знаком отличия вырезанным на их нагрудниках было ясно что это капитаны рот Я вознамерился создать скульптурные портреты каждого из моих капитанов объяснил Фулгрим но после того как закончил работу над третьей скульптурой я почувствовал что-то неладное как будто упустил какую-то важную деталь Остиан осмотрел скульптуры отметил чистые линии и удивительную деталировку вплоть до прекрасно переданного выражения лиц всех трех капитанов Все черты были безукоризненны и на мраморе не осталось ни единого среда резца скульптора словно каждая скульптура была разом отлита в идеальную форму И все же несмотря на совершенство произведений Остиан не ощущал волнения ожидаемого при взгляде на подлинное творение мастера Да скульптуры были совершенны но тем не менее в них чувствовался какой-то изъян Несмотря на техническое совершенство линий в них не было ничего от самого создателя никакой человечности которая могла бы привлечь зрителя и зажечь искру в душе художника Они превосходны наконец сказал он Не лги мне летописец предостерег его Фулгрим и от резких ноток в его голосе Остиан поежился Ледяной взгляд примарха пронзил его насквозь и Остиан ощутил как холод пополз по позвоночнику Что вы хотите от меня услышать господин спросил он Скульптуры превосходны Я хочу знать правду ответил Фулгрим Правда как скальпель хирурга причиняет боль но излечивает Остиан пытался подобрать слова которые не обидели бы примарха поскольку не мог решиться на столь неслыханное проявление неуважения Да разве кто-нибудь мог даже мысленно оскорбить такое великолепное существо нерешительность Остиана не укрылась от глаз примарха и он ободряющим жестом похлопал его по плечу Хороший друг указывающий на наши ошибки и несовершенства достоин уважения как если бы он открыл тайну спрятанных сокровищ Я разрешаю тебе говорить откровенно Слова примарха прозвучали совсем негромко но они словно магическим ключом открыли выход мыслям Остиана которые он не решался облечь в слова Мне кажется что они слишком совершенны произнес он как будто в их создании участвовал только разум а не сердце Разве может быть вещь слишком совершенной спросил Фулгрим Любой предмет отличающийся красотой и благородством форм без сомнения является продуктом расчетов и логики В искусстве это не совсем так Талант должен затрагивать сердце ответил Остиан Можно работать с самой совершенной во всей галактике техникой но если при этом не испытывать страсть занятие станет пустой тратой времени Есть такое понятие как совершенство бросил примарх и цель нашей жизни состоит в его достижении и развитии Все что преграждает нам путь мы отбрасываем в сторону Остиан покачал головой Он вдруг слишком увлекся своими мыслями чтобы заметить нарастающий гнев примарха Нет мой господин если художник во всем стремится к совершенству у него ничего не получится человеческая сущность по своей природе не стремится к совершенству А как же твоя собственная работа спросил Фулгрим Разве в ней ты не стремишься к совершенству Люди настаивающие на совершенстве многое теряют Они не в состоянии его достичь но продолжают искать ответил Остиан Если бы я работал только ради достижения совершенства моя скульптура никогда не была бы закончена Что ж тебе лучше знать проворщал Фулгрим Внезапно Остиан с ужасом осознал что вызвал неудовольствие примарха Глаза Фулгрима сверкали черными жемчужинами вены на висках пульсировали от сдерживаемой ярости и Остиан испугался заметив на лице примарха выражение глубочайшей тоски Он слишком поздно понял желание примарха заставить красоту мрамора или картины подчиниться строгим требованиям безукоризненного совершенства желание убрать со своего пути все лишнее Слишком поздно Остиан осознал что спрашивая совета Фулгрим не ждал истин Он желал лишь восхищения своими произведениями и медовой лести чтобы подкрепить свое гигантское самолюбие Мой господин прошептал Остиан Все это чепуха прервал его Фулгрим Я вижу что не зря пришел с тобой поговорить Я больше никогда в жизни не прикоснусь резцом к мрамору поскольку это было бы пустой тратой времени Нет господин мой я не это Фулгрим поднял руку заставив скульптора замолчать Благодарю за потраченное время мастер Далафур продолжай работу над своей несовершенной статуей Примарх детей императора в сопровождении гвардейцев Феникса покинул студию оставив Остиана дрожать от страха при мысли о том что он сам того не желая заглянул в душу Фулгрима Остиан услышал что к нему кто-то обращается и поспешно стряхнул оцепенение вызванное воспоминаниями о визите Примарха подняв голову он увидел перед собой бледнокожего Астартес Я Люций сказал воин Остиан кивнул Я знаю кто ты Люций самодовольно улыбнулся Мне сказали что ты дружен с Сиреной Деанжело это правда? Полагаю что так ответил Остиан Тогда не мог бы ты проводить меня в ее студию спросил Люций Зачем? Разумеется я хочу чтобы она нарисовала мой портрет усмехнулся Люций Глава 13 Новая модель Нетронутый мир Мама Джуана Апотекарий Фабий облаченный в хирургическую робу склонился над пациентом лежащим на операционном столе и кивнул медицинским сервитором Они приподняли автохирурга до уровня коммуникационного устройства висевшего у Фабия на поясе и защелкнули зажимы Теперь нервная система апотекария непосредственно управляла автохирургом В сущности устройство предоставляло ему несколько различных независимых друг от друга конечностей выполняющих команды его мозга Эти помощники делали свою работу намного точнее и быстрее чем любой ординатор или медсестра Кроме того сегодняшнюю операцию Фабий пожелал провести вне досягаемости чьих-либо глаз его манипуляции и намерения не всем пришлись по вкусу Тебе удобно мой господин? спросил Фабий Ты еще заботишься о моем удобстве? сердито бросил Эйдолан явно чувствуя себя неловко и уязвимо на операционном столе Лорд-командир готовясь доверить себя скальперю Фабия снял не только доспехи но и одежду и теперь лежал на холодном металле полностью обнаженным вокруг него шипели и урчали различные механизмы а шею покрывал слой антисептического геля холодный голубой свет флуоресцентных ламп придавал коже мертвенно-бледный оттенок а на полках по всему апотекариону стояли стеклянные колбы с отвратительными на вид кусками плоти о назначении которых Эйдолан не имел ни малейшего представления очень хорошо кивнул Фабий как я понимаю ты уже поговорил со своими подчиненными капитанами насчет дополнительных операций по аугментации поговорил подтвердил Эйдолан я думаю в течение нескольких недель они доложат тебе о своем согласии отлично прошипел Фабий у меня найдется что им предложить сейчас не время об этом думать заметил Эйдолан мощное седативное средство уже начало действовать и его голос звучал совсем тихо и слегка неразборчиво Фабий проверил на мониторе показатели метаболизма лорда командира и добавил в систему еще несколько капель смеси в состав которой входило средство и его собственного изобретения взгляд Эйдолана беспокойно следил за яркими линиями на экране а на лбу заметно заблестело испарина я вижу твое нежелание расслабиться мой господин произнес Фабий холодный свет блеснул на многочисленных лезвиях скальпелей висевших на готове над телом Эйдолана лицо лорда командира перекосилось от гнева а как ты думаешь апотекарий ты собираешься располосовать мое горло и вставил имплантат о назначении которого ты мне так и не сказал это модифицированная трахея она будет соединена с твоими голосовыми связками и позволит испускать нервно-паралитический крик похожий на крик некоторых лаерских воинов ты собираешься имплантировать мне орган ксеносов в ужасе воскликнул Эйдолан не совсем так хищно усмехнувшись ответил Фабий хотя там есть частицы генома ксеносов но я выращивал орган на геносемени астартес и при определенных условиях он мутировал в сущности я собираюсь вживить тебе совершенно новый орган который ты можешь включать и выключать по своему усмотрению нет крикнул эйдолан я не хочу не надо мне никакой операции если ты собираешься имплантировать взятую ксеносов гадость Фабий покачал головой боюсь отступать уже поздно мой господин Фулгрим одобрил мою работу а ты потребовал чтобы я занялся тобой после твоего возвращения ты ведь сам этого хотел ну да стать моим первым триумфом стать сильнее быстрее и опаснее чем прежде но не такой ценой апотекарий протестовал эйдолан прекрати свои манипуляции я не могу этого сделать эйдолан равнодушно произнес Фабий сейчас препараты лишат тебя возможности двигаться а имплантат может погибнуть если не будет пересажен функционирующее тело зачем сопротивляться когда я закончу ты почувствуешь себя гораздо лучше я тебя убью пригрозил эйдолан Фабий с улыбкой наблюдал как лорд командир пытается освободиться но все его попытки ни к чему не привели снотворное продолжало поступать в организм остальные зажимы прочно удерживали тело на металлическом столе нет эйдолан заговорил Фабий ты меня не убьешь поскольку я только выполняю данные тебе обещания ты станешь еще опаснее чем прежде а еще тебе не стоит забывать насколько опасна жизнь воина и сколько еще раз тебе придется лежать под моим скальпелем пока этот крестовый поход не закончится ты еще не передумал меня убивать позволь лекарству овладеть твоим организмом а когда ты проснешься ты станешь для нашего любимого легиона образцом нового скачка к совершенству Фабий улыбнулся и скальпели опустились еще до того как они добрались до противоположного склона долины Соломон понял что интересовавший их объект вовсе не был руинами на его поверхности не было никаких следов разрушений и ничто не указывало на присутствие поблизости других сооружений но он не смог подобрать другого подходящего названия для необычной постройки и решил что пока будет называть ее руинами изогнутое сооружение похожее на плечо лука поднималось на высоту около 12 метров а основанием ему служила овальная платформа из гладкого похожего на фарфор вещества как и вся остальная часть руин изящно изогнутое сооружение явно было построено чужаками хотя в нем и не было такой вызывающей чужеродности как в архитектуре лаэров в конце концов соломон решил что непонятный объект даже красив перед приближением к цели астартес снова разошлись веером вокруг своих лидеров соломона охватило странное предчувствие поскольку постройка не создавала впечатления давным давно покинутого здания чего стоило только состояние ее поверхности на камне не было ни единого пятнышка ни мха ни плесени и гладкие грани блестели словно недавно отполированные что это спросил марий не знаю признался соломон может указатель указатель чего границы например предположил саул тарвиц только между кем соломон обернулся посмотреть как к этому относится фулгрим и испытал потрясение увидев на щеках примарха дорожки слез рядом с ним стоял юлий его лицо тоже блестело от слез соломон оглянулся на своих приятелей капитанов но они были ошеломлены таким зрелищем не меньше чем он мой господин воскликнул соломон что что-нибудь случилось фулгрим покачал головой нет сын мой не тревожься я ведь плачу не от боли или горя эта красота вызвала на моих глазах слезы красота да красота подтвердил фулгрим и обернувшись распростер руки словно обнимая окружающий их пейзаж этот мир невозможно сравнить ни с чем встреченным за все время странствия не так ли где еще вы видели подобные чудеса блистающие таким совершенством к этому миру нечего добавить и если бы это было возможно я бы поверил что это место открылось нам не случайно соломон проследил за взглядом примарха увидел те же самые красоты природы окружающие их но не смог понять чувство что овладели его командиром стоявший рядом юлий согласно неудачуя на каждое слово фулгрима из четырех присутствующих капитанов он один ощущал то же самое что и примарх возможно марий в отношении шлема был прав поскольку в атмосфере вероятно имелся какой-то странный элемент и действовал на примарха но любое вещество способное поразить примарха без сомнения сказалось бы и на всех остальных астартес мой господин может нам стоит вернуться на гордость императора предложил соломон еще рано ответил примарх я хочу остаться здесь еще немного поскольку мы вряд ли вернемся на эту планету мы введем этот мир в наш реестр и двинемся дальше оставив это место нетронутым испортить такую красоту было бы преступлением мой господин удивился соломон как это двинемся дальше так сын мой улыбнулся фулгрим мы покинем эту планету чтобы никогда не возвращаться но вы уже обозначили ее как 284 заметил соломон теперь этот мир принадлежит императору и должен подчиняться его законам которые даны нам для того чтобы выполнять их неукоснительно оставить планету без вооруженного гарнизона для поддержки согласия и защиты от врагов противоречило бы задачам нашей миссии фулгрим повернулся лицом к соломону мне известны задачи нашей миссии капитан деметр и тебе нет необходимости напоминать мне о них нет конечно мой господин но факт остается фактом оставить планету незанятой противоречило бы требованиям императора а ты говорил с императором на эту тему сердито спросил фулгрим и соломон он почувствовал что под напором гнева примарха все его возражения испарились ты хочешь сказать что знаешь его волю лучше чем я один из его сыновей это я стоял рядом с императором и хорусом на поверхности алтения когда его обитатели расплавили полярные льды и затопили свой мир бескрайним океаном уничтожили природную красоту создаваемую миллиардами лет лишь бы она не досталась нам тогда император сказал что нельзя повторять подобных ошибок поскольку завоеванная галактика превращенная в пустыню будет нам бесполезна лорд фулгрим прав произнес юлий мы должны оставить это место в неприкосновенности поддержка юлия только укрепила решимость соломона поскольку в голосе своего товарища он услышал лишь неприкрытую лесть я согласен с капитаном деметром вмешался в разговор саул тарвиц и никогда еще соломон так не радовался ни одному голосу красота планеты не должна влиять на условия приведения мира к согласию согласны вы или нет это несущественно проворчал марий лорд фулгрим сказал свое слово и наш долг повиноваться его воле таков закон иерархии юлия кивнул а соломон все еще не мог поверить что он и тарвиц так легко решились на поступок который можно расценить как неповиновение императору на протяжении на протяжении последующих недель корабли 28 экспедиции обнаружили еще пять миров похожих на 284 но каждый раз флотилия уходила не объявляя их собственностью императора соломон деметр каждый раз приходил в замешательство перед столь явным нежеланием примарха исполнять волю императора относительно этих пустых планет но ни один человек кроме Саула Тарвица казалось не находил ничего необычного в том что такие райские места оставались в неприкосновенности кроме того чем больше времени проводила флотилия в районе аномалии пардос тем больше крепло убеждение соломона что эти миры не покинуты напротив они ожидали своих обитателей у него не было никаких фактов подкрепления этой догадки кроме ощущений увиденные им миры поражали своим совершенством словно они намеренно были созданы для сохранения природных богатств все меньше и меньше времени посвящал он беседам с Юлием поскольку капитан первой роты все свободные часы проводил либо с примархом либо в архивных залах Марий вероятно вернул утраченное на лаиране расположение примарха теперь фулгрима на поверхность открытых миров сопровождали в основном воины первой и третьей рот новым приятелем Соломона стал Саул Тарвиц и они довольно много времени проводили вдвоем в тренировочных залах этот Астартес непоколебимо считал себя обычным линейным офицером но Соломон видел в нем зачатки величия даже если сам Саул об этом не догадывался во время тренировочных боев он старался выявить его потенциал и разжечь огонь амбиций Саул Тарвиц при возможности мог бы стать великим лидером но его командиром был Эйдолон и только лорд-командир имел право судить о возможностях своих воинов Соломон посылал бесчисленные рапорты в интересах Тарвица но все они остались без ответа после того как четвертая планета была оставлена без гарнизона и имперского губернатора Соломон попросила встречи лорда командира Веспасиана они направились в галерею мечей торжественный церемониальный зал где мраморное изваяние павших героев свысока смотрели на своих преемников галерея мечей занимала центральную часть Андрония боевого крейсера который Фулгрим считал своим вторым флагманом и здесь в присутствии мертвых героев воины находили уединение и вдохновение Веспасиан стоял перед высеченным в камне изображением лорда командира Иллиаса воина сражавшегося бок о бок с Фулгримом против диких племен Хемоса именно он немало помог превращению их родного мира из жестокого обиталища смерти и нищеты в центр культуры и просвещения воины обменялись рукопожатием и Соломон заговорил первым Приятно видеть дружеское лицо Веспасиан приветливо кивнул А ты наделал немало шума мой друг Я просто оставался честным заметил Соломон В наши дни это не лучший способ поведения сказал Веспасиан Что ты имеешь ввиду Ты знаешь о чем я ответил Веспасиан Так что давай не будем играть словами а поговорим откровенно хорошо Это меня устраивает согласился Соломон Мне всегда было жаль времени на словесное фехтование Тогда я буду говорить открыто и надеюсь что тебе можно доверять Я опасаюсь что с нашим легионом происходит что-то ужасное Мы стали слишком заносчивыми и высокомерными Соломон кивнул Я согласен с тобой Легион уверился в своем превосходстве Я слышу это слово так часто что чувствую как затирается его смысл От Саула Тарвица я узнал кое-что из того что происходило на убийце и если хоть половина из его рассказов правдива значит среди других легионов уже возникла неприязнь к детям императора из-за нашего непомерного самомнения Ты не догадываешься с чего это все началось Я не совсем уверен пожал плечами Соломон Но мне кажется перемены начались после операции на Лайране Верно согласился Веспасиан Он повернулся и прошел к лестнице ведущей к корабельному апотекариону Я тоже считаю что причина кроется где-то там хотя и не представляю что могло вызвать столь трагическую трансформацию Я слышал множество разговоров о храме с захваченным лордом Фулгримом сказал Соломон Возможно там было нечто поразившее вошедших внутрь воинов какая-то зараза или излучение изменившее их мысли А вдруг у лаэров в храме обитали какие-то неведомые силы вызывавшие распадок их разума и они перекинулись на наш легион По-моему это звучит несколько надуманно Соломон Может так ты видел как переделали Лафинича по приказу лорда Фулгрима Нет Знаешь мне не довелось увидеть Лаэрский храм изнутри но судя по тому что я о нем слышал Лафинича быстро превращается в его копию Зачем лорду Фулгриму понадобилась копия храма ксеносов на борту гордости императора удивился Веспасиан Почему бы тебе не узнать у него самого спросил Соломон Ты лорд командир и имеешь право говорить с архом Я обязательно поговорю Соломон хотя до сих пор не представляю какое отношение ко всему происходящему имеет Лаэрский храм Может все дело в том что это именно храм Веспасиан Веспасиан все еще был настроен скептически Неужели ты предполагаешь что наших воинов поразили их божества Я не потерплю разговоров о всякой нечисти в этой обители павших героев Нет поспешно ответил Соломон Я не говорю о божествах но мы оба знаем что существуют злобные существа способные просочиться из варпа А вдруг храм и есть такое место где им легче всего проникнуть в наш мир Что если силы обитавшие в Лаерском храме вместе с воинами перебрались на корабль Два воина несколько долгих секунд молча смотрели друг на друга Если ты прав наконец заговорил Веспасиан Что мы можем с этим сделать Я не знаю признался Соломон Тебе необходимо поговорить с лордом Фулгримом Я попытаюсь пообещал Веспасиан А что будешь делать ты Соломон невесело усмехнулся Сохранять твердость духа и во всех ситуациях оставаться честным Не слишком определенный план Другого у меня нет Сказал Соломон Сирена Сирена Д'Анджело с восхищением смотрела с какой невероятной скоростью и безграничной фантазией продвигается реконструкция Лафи Ничи Еще недавно унылый и обветшалый театр заиграл новыми красками а музыка лилась как будто из глубины ее собственного сердца Над декорациями работали художники всех направлений и от результатов их стараний у Сирены захватывала дух Глядя на проявление ошеломляющего таланта Сирена осознала как много ей еще надо работать над своими произведениями и как ничтожны ее собственные способности Огромные портреты лорда Фулгрима и Люция стоящая в студии показались ей смехотворно ничтожными в своей незавершенности и мучили Сирену своим несовершенством Ей позировали столь великолепные воины а она была не в состоянии смешать краски до нужного оттенка Это повергало художницу в новые глубины самоуничижения и отчаяния Кожу рук и ног сплошь покрывали рубцы от заточенного мастихина Сирена постоянно обогащала краски своей кровью Но этого оказалось недостаточно Каждая капля крови сохраняла яркость лишь на короткое время и Сирена опасалась что ей не удастся закончить картину или ее произведение будет осмеяно как недостойное занять предназначенное место Она закрыла глаза мысленно пытаясь вызвать свет и краски храма на парящем атолле но воспоминания ускользали расплывались и не давали возможности сосредоточиться Ее кровь улучшила краски картины и тогда Сирена обратилась к другим еще более экстравагантным средствам из собственного тела чтобы достичь большего эффекта Ее слезы делали светлые тона светящимися и переливающимися кровь добавляла огня красным оттенком тогда как испражнения придавали черному такую глубину о существовании которой Сирена раньше ей не догадывалась каждый новый цвет будил в ней новые ощущения и страсть доселе ей незнакомые ей ни разу не пришло в голову что подобные эксперименты еще несколько месяцев назад вызвали бы сильнейшее отвращение Сирена поддалась всепоглощающей страсти желая достичь новых высот новых уровней ощущений и на пути к ним забывала об испытанных чувствах словно о мимолетных сновидениях рыдая от разочарования она сломала еще один мольберт и хруст дерева треск разорванного полотна и боль от острых обломков доставили мгновенное удовлетворение но радость испарилась уже через пару секунд она больше ничего не могла отдать ее тело было истощено до предела и не способно больше на новые чувства но едва она пришла к такому выводу как появилось решение Сирена прошла вглубь Лафинича к барной стойке где несмотря на поздний час нашли себе убежище многие летописцы а кое-кто явно расположился за столиками на всю ночь она узнала некоторые лица но никому не подошла а продолжила искать достойный своего внимания объект она рассеянно провела рукой по волосам длинные пряди утратили прежний блеск и красоту но по крайней мере перед выходом она причесала их и стянула в хвост чтобы выглядеть достаточно презентабельно взгляд Сирены блуждал по лицам посетителей бара и она улыбнулась увидев Леопольда Кадмуса в одиночестве сидящего за столиком одной из кабинок с бутылкой какого-то темного пойла пройдя через весь бар она подошла к его кабинке и скользнула за столик Леопольд настороженно поднял голову но увидев усевшуюся рядом с ним женщину просеял Сирена выбрала для посещения бара самое открытое платье да еще добавила яркую подвеску на длинной цепочке чтобы приковать внимание к груди и Леопольд не обманул ее ожиданий его покрасневшие глаза мгновенно обратились к глубокому вырезу привет Леопольд заговорила Сирена меня зовут Сирена да Анжела я знаю отозвался Леопольд ты подружка лилафура правильно весело кивнула она но не будем сейчас о нем вспоминать давай поговорим о тебе обо мне удивился он почему потому что я прочитала кое-что из твоих стихов а мгновенно поскучнев протянул Леопольд что ж если ты пришла чтоб меня покритиковать не стоило тратить время у меня нет сил для очередного спора я не критик сказала она дотрагиваясь до его руки мне понравилось правда правда глаза у Леопольда загорелись и мрачное выражение полупьяного лица сменилось трогательным отчаянием подозрительность все еще боролась в его душе со слабой надеждой я бы очень хотела услышать твое собственное исполнение сказала сирена он отпил из бутылки порядочный глоток у меня при себе нет ни одной из моих книг но ничего страшного прервала его сирена у меня есть одна в студии похоже тебе нравится работать в таком беспорядке сказал Леопольд и смурщил нос от запахов в ее студии как ты здесь что-то находишь он осторожно пробирался по краю рабочего пространства перешагивая через разбитые склянки с краской обломки деревянных рам и обрывки холста критическим взглядом Леопольд и кинул несколько картин еще висевших на стенах и сирена поняла что они не произвели на него никакого впечатления я полагаю все артистические натуры склонны к беспорядку сказала она а ты как работаешь я совсем не так ответил Леопольд я работаю в крохотной каюте с блокнотами пером которые отдыхают добрую половину времени студии имеются только у самых значительных летописцев горечь в его голосе вызвала в ее теле нервную дрожь кровь громко стучала в висках и сирене приходилось прикладывать усилия чтобы контролировать дыхание она наполнила два стакана темно-красной жидкостью из бутылки купленной у маркетанта на нижней палубе специально для этого случая наверное мне повезло сказала она пробираясь через завалы мусора хотя наверное мне стоило бы хоть чуть-чуть навести здесь порядок я не думала что сегодня вечером вернусь в студию не одна но как только увидела тебя в лафиниче поняла что хочу с тобой поговорить он с улыбкой принял ее лезть и предложенный стакан а затем с любопытством посмотрел на густую жидкость я я тоже не ожидал что кто-то проявит интерес к моей работе сказал он я попал в двадцать восьмую экспедицию почти случайно когда разбился один из челноков перевозящий избранных поэтов из американского улья хватит глупостей оборвала его сирена и подняла свой стакан у меня есть тост и за что же мы выпьем за счастливое крушение усмехнула сирена если бы не оно мы могли бы никогда не встретиться леопольд кивнул и осторожно пригубил напиток но найдя его превосходным снова заулыбался что это спросил он это называется мама джуана объяснила сирена это смесь рома красного вина и меда приправленная золотым корнем звучит экзотично заметил леопольд говорят это очень сильный афродизиак промурлыкала сирена одним долгим глотком осушила стакан и швырнула его в стену леопольд вздрогнул от звона разбитого стекла остатки вина оставили на стене длинные красные потеки ободренный откровенным проявлением ее желания он выпил вино и бросил стакан на пол после чего нервно рассмеялся словно не в силах поверить своей удаче сирена шагнула ближе взяла его обеими руками за шею и прильнула губам он на мгновение напрягся в ее руках озадаченный неожиданной страстью но в процессе поцелуя быстро расслабился леопольд даже положил руки ей на бедра и сирена тотчас прижалась к нему всем телом так сцепившись они стояли пока сирена могла это вынести а потом она увлекла его на пол и стала срывать одежду попутно опрокидывая оставшиеся флаконы с красками и мольберты ощущение рук леопольда на теле было ей отвратительно но даже это вызывало желание кричать от радости в какой-то момент леопольд прервал поцелуй из прокушенной сиреной губы закапала кровь а на глупом лице появилось выражение легкой тревоги но сирена уже крепко прижалась к его телу перевернула на спину взобралась сверху и они совокуплялись словно дикие звери прямо посреди разгромленной студии наконец его глаза расширились и бедра стали содрогаться от спазмов сирена протянув руку нащупала заточенный мастихин что только и успел произнести леопольд когда она полоснула лезвием по его шее кровь брызнула из раны и поэт забился в вагонии от конвульсии леопольда густая красная жидкость разбрызгивалась покрывая сирену с ног до головы но она охваченная новыми ощущениями в своем теле только засмеялась леопольд продолжал отчаянно извиваться под ней его руки беспомощно цеплялись за нее а под ним уже собралась большая лужа крови сирена продолжала снова и снова вонзать нож в его шею спустя несколько мгновений он затих а наслаждение сирены переросло в бурный взрыв она оставалась на его теле пока оно не начало остывать тогда сирена скатилась на пол ее плоть отяжелела а сердце в груди выбивало безумную дробь в растерзанном горле поэта булькнула загустевшая кровь и сирена улыбнулась почуя в запах предсмертных испражнений его кишечника и мочевого пузыря еще некоторое время она лежала неподвижно наслаждаясь ощущениями убийства бурным током крови и теплотой в ее теле какие еще шедевры она сможет создать на полотне имея такой материал на 30 день после прибытия 28 экспедиции в район аномалии пардос разрешились многие вопросы возникшие при обнаружении чудесных но незаселенных миров гордое сердце идущие в авангарде флотилии первым поймало сигналы неизвестного корабля новость мгновенно разлетелась по всей флотилии и спустя несколько секунд все корабли были готовы к бою орудийные порты открыты и торпеды заряжены в пусковые механизмы чужой корабль не проявлял никаких признаков враждебности и гордость императора несмотря на возражение капитана Лимуэля Айзеля устремилась вперед чтобы присоединиться к гордому сердцу тогда и на флагмане детей императора засекли присутствие вражеского судна хотя офицерам тактикам приходилось прилагать все усилия чтобы изображение не исчезло с монитора многократно повторенные запросы вызвали только волны помех зато остропаты флотилии доложили о внезапном помутнении их варп зрения подобно тому которое в этом районе сводило к нулю все усилия навигаторов в конце концов передовые корабли флотилии подошли на дистанцию прямой видимости к одинокому кораблю но и тогда его изображение на экранах оставалось совсем слабым и слегка размытым подлинные размеры чужака было невозможно определить но корабельные логисты заявляли о длине от 9 до 14 километров над корпусом волной изгибалась широкая треугольная пластина словно натянутый парус как только чужой корабль достиг центра обзорного иллюминатора в вокс-системах раздался кристально чистый голос говорящий на чистом имперском готике мое имя Эльдрат Ультрон произнес голос приветствую вас от имени мира корабля Ультвы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok